Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке Роя Либком. HTTPS Роя Либком. Все книги автора. HTTPS Роя Либком Оссерсел из Невпайутер HTML. Эта же книга в других форматах. HTTPS Роя Либком Буксел из Невпайутер Ягны и Крест HTML. Приятного чтения. Южный Крест. Книга первая. Война. Жесточе нету слова. Война. Печальнее нету слова. Война. Святее нету слова. В тоске и славе этих лет. И на устах у нас иного. Еще не может быть и нет. А. Твардовский. Глава 1. Добрынин прибыл в дивизию мартовским серым днем. Встретил его подполковник. Невысокий, седой, утомленный. На лице проступали нездоровые красные пятна. Шея была обмотана шерстяным домашним шарфом. Этот шарф делал его похожим на счетовода, у которого много детей и сварливая толстая жена. В просторном сухом блиндаже тускло горела электрическая лампочка. Гул артиллерийской канонады был чуть слышен. Когда Добрынин вошел, подполковник разговаривал по телефону. Покосился через плечо, выпрямился и продолжал хрипеть в телефонную трубку. Нет. Я вам говорю, приказано стоять. Командир дивизии? Да. Прибыл. Он передал трубку телефонисту. Круто повернулся. Начальник штаба дивизии Суровцев. Глаза были сердитые. Добрынин подал руку, сказал. Вы способны угадывать. Просто мне позвонили из армии, ответил Суровцев. И твердо, цепко пожал руку. Вы после ранения? Три месяца воевал, полгода лечился, сказал Добрынин. На редкость бездарно начал свою войну. Бездарности всегда хватало, то ли соглашаясь, то ли возражая. Недовольно покашлял начальник штаба. Пожалуйста, располагайтесь. Орудийный гулок реп в блин даже сделалась шатка. На участке 313-го полка, сказал Суровцев. С утра Добрынин смотрел прямо. У вас дети есть? Подполковник моргнул и тронул на шее домашний шарф. Четверо, ответил он и закашлялся. Жена на Ленинградском фронте, военврач 2-го ранга, и замолчал, подавил подступившие желание рассказать, что с июля прошлого года не получил от жены ни единого письма, а дети выехали с Могилевским детским домом то ли на Урал, то ли на Алтай, где они, ничего не известно. Старуха-мать умерла в Прибужском селе 21 июня. Он не успел на похороны. Подполковник Суровцев глядел мимо, задумчиво, отрешенно, как будто, кроме семьи, для него в эту минуту ничего не существовало. У меня сын в Сталинграде, с моими стариками, сказал Добрынин, а жена в Москве. Мы нескладно жили. Я, видитель, вечный солдат, высокого эстетического воспитания не получил. Групп. Она, художница. В общем, банальный семейный кавардак. Главное, с войной только познакомился, прошу учить. Она сама научит, сухо сказал подполковник. Вы где начинали? Под карту с березой. 26 июня. Из академии, со школьной, так сказать, скамьи, прямо в окопы. А немец уже сзади. И никто ничего не знает, не понимает. Удалось, прилетел самолетом. Полком командовать. А нашел только комендантскую роту. Штаб дивизии неизвестно где, связи нет. Как в кошмарном бреду. Подполковник Суровцев мотнул седой головой. Знаю. Я там же встретил войну, под Жабинкой. Да ну, удивился Добрынин. Как же, сказал Суровцев. Отходили на карту с березу. До самой смерти не забуду, как отходили. Немецкие танки ушли за 100 километров, а мы ждем указаний. Будто опоили нас крепким зельем. Потом разули глаза, а противник, под Киевом. Как раз под Киевом ранили меня, сказал Добрынин. Очнулся на белых простынях, в Челябинске. Месяц без сознания валялся. Домой сообщили. Пропал без вести. Ну вот. Из Челябинска, в резерв главного управления кадрами, и сюда. Наверху завыло. Ниже, гуще. Бомба упала рядом. Ахнула, будто из земли, из самой середки. Рванули нутро. Блиндаж подался в сторону. Сквозь накаты посыпалась земля. Электричество погасло. Телефонисты в углу надрывались охрипшими глотками. Подполковник Суровцев черкал спичкой. Зажег, наконец, коптилку. Сказал. Шендин, давай крутого. Не отвечает. А что там, Рудаков? Присел на край скамьи. Взял телефонную трубку. Доложите. Как у вас? Ах, вон. Это я знаю. Ты вот что. Ты доложи самому. Да, да. Полковник Добрынин взял телефонную трубку. Сейчас услышит слова доклада и должен будет приказывать. И приказ его будут выполнять. С 17 лет Добрынин выполняет приказы и приказывает сам. Смысл всего коротко сводится к тому, чтобы добиться выполнения своего приказа и тем самым выполнить приказ вышестоящего начальника. От командующего фронтом до командира отделения все приказывают и все выполняют. Но есть еще и противник, которого надо знать. И чтобы разгадать его замыслы и ближайшие цели, надо уловить дух и настроение вражеского командира. Надо хорошо знать психологию врага, его стратегию и тактические приемы. Еще утром, в штабе армии, ознакомившись с обстановкой, полковник Добрынин пришел к заключению, что больших событий ждать не следует. Бой носит честный характер. Но генерал Жердин предупредил. Встреча с Жердиным была настолько неожиданной, что Иван Степанович не успел даже обрадоваться. Генерал-лейтенант, командующий армией, в гражданскую плечом к плечу ходили в штыки, пополам делили кусок хлеба, два года сидели за одним столом в пехотном училище. Потом расстались, потеряли друг друга. Последние пять лет о нем не было ни слуху, ни духу. И вот, нежданно-негаданно, едва оглядели друг друга, выпили по рюмке водки, срочный вызов в штаб фронта. Уже садясь в машину и подавая руку, Жердин сказал. Еду вот, а на душе, мутно. Не верится как-то, но боюсь, и не договорил. Мотнул головой, остановил самого себя. Как будто для откровенных мыслей еще не наступило время. По лицу скользнула виноватая улыбка. Но тут же погасил ее, сцепил брови. Дам тебе хорошего ординарца. Учти. По старой дружбе остался сиротой от генерала Смирнова. Две недели назад. Вон стоит, видишь? Добрынин взял солдата. Больше для того, чтобы не огорчить Жердина. В дивизию ехали молча, без сопровождающего. Чего боится Жердин? О чем хотел сказать? Наверху гудело. Блиндаж вздрагивал. Остро воняло керосиновой гарью. Добрынин переложил телефонную трубку из одной руки в другую. Я слушаю. И вдруг почувствовал раздражение. Слушаю. Повторил он. В трубке ухала, дребезжала мембрана. С другого конца провода голос пробивался медлительный, спокойный. Сосед справа сообщил, что его атакуют танки и мотопехота силами двух полков. Атаку поддерживает. Вы слышите? Атаку поддерживает авиация. Голос пропал. Наверху, казалось над самым блиндажом, завыл пикировщик. Одиноко. Точно выговаривая. Дай, дай, дай. Торопилась зенитная пушка. Связи нет. Сказал Добрынин. В дверь просунулся капитан в артиллерийской фуражке, отчетливо произнес. Лейтенант из 313-го. Он посторонился. Двое бойцов под руки ввели, почти внесли лейтенанта. Шинель от плеча до пояса разорвана, голова запорошена землей, глаза широко раскрыты, неподвижны. По щеке, по насохшей темной стежке, медленно сползала свежая кровица. Лейтенант повел глазами, нашел Суровцева, потянулся к нему. Добрынин приказал врача. Быстро лейтенант остановил на нем мутный взгляд и снова повел головой в сторону начальника штаба. Говорите, сказал Добрынин. Не дожидаясь врача, артиллерийский капитан стал перевязывать раненого и все время поднимал голову, точно хотел увидеть сквозь бревна, что делается наверху. В 9.00 противник атаковал, невнятно, глухо сказал лейтенант. Танки, судорожно, со стоном глотнул воду, которую поднесли ему, заспешил, забулькал горлом. Командир полка просит. Командир полка считает, противник намерен захватить предмостье. И, словно решив, что говорить ничего больше не надо, уронил голову. Изо рта показалась розовая пена. Именно в эту минуту, слушая связного, Добрынин особенно ясно понял, что положение более трудного для себя придумать невозможно. Еще не принял дивизию и должен командовать. Не знает ничего о противнике. Незнаком с командирами полков в глаза не видел начальника политотдела. Ему известно только, что дивизия стоит на предмостном крае обороны, в тылу у нее безымянная речушка. Основной оборонительный рубеж проходит по восточному берегу, но позиция тем и важна, что затруднит немцам форсирование реки в случае наступления на этом участке. В общем, плохая позиция. Но без особой нужды оставлять ее не следует. Жердин приказал держаться. Отходить на основной оборонительный рубеж в случае крайней нужды. А где этот край? Телефонисты повторяли в углу позывные. Штаб армии не отвечал. Было похоже, немцы замышляют серьезные. Во всяком случае, это не разведка боем. Опять стало слышно, как торопится, догоняет скорострельная пушка. Буханье словно подсказывала, предупреждала, что всякое промедление, малейшая оплошность или нерешительность могут обернуться для дивизии поражением. Надо было принимать немедленное решение и устоять, во что бы то ни стало удержать позиции. Сейчас, когда положение дивизии, а скорее его собственное положение, выходило за рамки общеизвестных правил, надо было свернуть с протаренной стишки. Полковник Добрынин вышел из блиндажа. Прямо у входа дымилась воронка, двое солдат волоком тащили на плащ палатки раненого, а пожилой старшина, сидя на зарядном ящике, бинтовал раненую ногу. Увидев полковника, попытался встать. Добрынин махнул рукой. Сиди невысоко, так, что видно было летчиков, прошла девятка юнкерсов. Вон, мотнул головой раненый старшина, как дома летают, плюнул, поморщился от боли. И, видя, что полковник не уходит, досадливо пожаловался. За месяц, другой раз, вот, надо же, и оба раза легко. На передовой круто ворочило. Рядом, в неглубокой лощине, сновали автоматчики, бегом стаскивали туда ящики с патронами. Кто-то натуженно, злобно кричал. А я говорю, приказ начальника штаба дивизии. Этот голос мгновенно укрепил решение полковника Добрынина. То, что он чувствовал, понимал нутром, сейчас стало определенно и ясно. Алешин позвал он. Ординарец стоял рядом с шинелью на руке. Командира взвода, ко мне, взял шинель, указал головой в сторону лощины. Живо. В блиндаже опять горело электричество. Начальник штаба говорил по телефону, повторял то и дело есть. Положил трубку, покашлял. Жердин приказал удерживать позиции. Подкрепление возможно только к ночи. В том, что командарм не потребовал найти и позвать к аппарату его, Добрынина, тоже виделась правильность решения. Сейчас показалось, что подполковник Суровцев хочет того же, чтоб развязать себе руки. Добрынин не присел к столу и не стал забегать издалека. Некогда было, да и незачем, сказал жестко. В создавшейся обстановке только помешаю вам. Подполковник наклонил голову. Есть. В начальнике штаба не было, как видно, ничего наносного, ничего ложного. С облегчением, с прихлынувшей радостью подумал. Сработаемся. Но загадывать на дальнее не приходилось. Я, в полк, сказал Добрынин. Там будут знать, что командир дивизии вместе с ними. Сейчас это самое большее, что могу сделать. Подполковник Суровцев выпростал из домашнего шарфа. Остренький подбородок, поднял на командира дивизии усталые глаза. Тот стоял большой, широкогрудый, косматые брови срослись, сцепились у переносицы. Если бы у Добрынина было время, заметил бы, наверное, что в глазах подполковника не столько усталость, сколько терпение и проницательность. Он досадовал, что своим появлением командир дивизии задержал его распоряжение, помешал сделать то, что он, Суровцев, считает совершенно необходимым и безотлагательным. Говоря, что рад прибытию Добрынина, немало не покривил душой. Потому что знал, как нужен умный взгляд командира на оперативный рисунок будущего боя, который готовит он, Суровцев. И очень плохо, когда тебя некому проверить и поправить. Принимая нынешним утром решение, Суровцев знал, что тактически прав, что другое будет хуже. Но чувствовал себя неуютно. Потому что привык иметь над собой командира. Искренне обрадовался, когда из армии позвонили и назвали полковника Добрынина. Но вместе с радостью пришли горечи досада. Потому что командир дивизии по праву и обязанности сразу же примет на себя командование и все, что приготовил начальник штаба, разрушит несколькими словами. И, наверное, сделает хуже. И дивизия проиграет бой. Но Добрынин намерен уйти в 313-й полк. Для такого решения надо быть умным и смелым. Надо мужественно признать свою ненужность в этот час и сделать то единственное, что поможет дивизии. Хоть немного. Поддержите Крутого одним батальоном 157-го полка, приказал Добрынин. Начальник штаба распрямил узкие плечи, вытянул руки по швам. Второму батальону 157-го полка и одному дивизиону артиллерии приказано выйти в район обороны. Остальными силами полка резко хлопнула дверь, вырос лейтенант. Фуфайка туго перепоясана, каска на бекрень. Сапоги новенькие, хромовые, голенища блестят, как зеркало. Это еще что за фокус? Лейтенант сделал шаг вперед, вскинул руку. Локоть на уровне плеча, прямая ладонь, как на параде. Из-под каски, светлые волосы. Удивительно знакомые, отчаянные глаза. Где-то и когда-то виденные. Лейтенант фарсиста, едва заметным рывком, распрямил плечи. Командир взвода лейтенант Верегин. Не может быть. Толкнулась в голову. Спросил недоверчиво. Тот самый. В глазах лейтенанта метнулась бесшабашная. Так точно, товарищ полковник. В Сталинграде, на привокзальной площади, Добрынин повернулся к начальнику штаба. Понимаете? Третьего дня видели друг друга в Сталинграде. И вот, пожалуйста. Улыбнулся, кивнул лейтенанту. Получилось, как старому знакомому. Взвод на машины. Вместе со мной, в 313 полк. И опять хлопнула дверь. Начальник штаба стоял узкоплечий, сердитый. Добрынин протянул руку, сказал. Рад, что у меня такой начальник штаба. Подполковник кашлянул. Не спешите радоваться. Еще не было командира, который остался мной доволен. Непонятно почему, но именно в эту минуту Добрынин окончательно утвердился в мысли, что с начальником штаба они сработаются. И уже в грузовике подумал, что воевать вместе им придется долго и что сумеют много. Живой всегда думает о живом, но все-таки мало кто загадывал на завтра. Девять месяцев войны солдаты жили только нынешним днем. О первых неделях вспоминали недоуменно, точно был это страшный сон, а дне грядущим думать было некогда. Как, о чем станешь думать в трехминутный перекур между чужой и собственной смертью? Да и не хотелось думать. Все отступали, отступали. При встрече нынешним утром генерал Жердин, не скрывая досады и злости, сказал. Так плохо, что хуже не придумаешь, а будет, я жду, еще хуже. Жердин смотрел прямо. Глаза были пронзительно острыми, безжалостными. Добрынину показалось, что в первую очередь тот не пожалеет себя. А кого надо жалеть и кого не надо. Два грузовика с автоматчиками, объезжая свежие воронки, волка двинулись по грязной, разъезженной дороге. От передовой находила густая дымная мгла, высоко поднимались два смоляных столба. Немцы горят, сказал водитель. Он вел машину сосредоточенно, угрюма. Большие черные руки лежали на баранке привычно, надежно. И он, пожилой, громоздкий, вдруг показался полковнику Добрынину очень нужным. Показалось так, должно быть, потому, что пожилой водитель вселял в него уверенность. На губе висел присохший окурок. Небритое лицо было серым, а прижмуренные глаза смотрели устало и спокойно. Словно вел машину не к передовой, а из райцентра в свое село. Он изломался за рулем, устал, но вот скоро завиднеются крыши, старая облупленная колокольня и журавец. Он зайдет в свою избу, умоется, сядет за стол. Все вокруг будет домовито, привычно, обыкновенно. Настолько привычно и обыкновенно, что ничего не заметит. Нищей, которые не остыли к его приезду, ни выскобленных полов, ни опрятно одетой жены. Не знал, что жена подогревала чугунок со щами три раза, как торопилась она управиться по дому. Едва-едва успела умыться, прихорошиться. Может, догадывался, а может, нет. Но спокойствие и уверенность жили в нем от того, что всегда бывало именно так, а не по-другому. Он и сейчас был уверен. И хоть все, что осталось там, в далеком заволжском селе, выражалось новой мерой, довольны, надеялся. Все вернется. Потому что Волга течет и будет течь, а жена ждет. И пол обязательно будет выскоблен, и горячие щи на столе, и рюмка водки. Вспомнил, как по праздникам надевал галстук. Не любил, а надевал. Потому что об этом просила жена, потому что галстуки стали зачем-то носить все. Давно это было. Еще до войны. Но верилось, все будет, все вернется. Именно поэтому так твердо держал он баранку, спокойно глядел вперед, на плоские рыжие бугры. Полковнику Добрынину шофер показался почти стариком. Из запаса, спросил он. Водитель ответил. Так точно. Пятого года рождения. Сбоку, в стороне, увязая в грязи, двое связистов тянули провод. Из одной телеги в другую санитары переносили раненых, а командир в плащ палатки размахивал наганом и бешено кричал на ездового, который стоял перед ним на вытяжку. Машины остановились. Поперек тянулась неглубокая, но крутая балка. В ней лежали и стояли раненые. Их было много. Добрынин вышел. Небо висело низкое, пасмурное. Подумалось, вечер. Но до вечера было еще далеко. Пасмурным небо виделось сквозь летучий дым. Рядом сказали. Не сипите. Вот затихнет. Каши привезут. Говорил низкорослый, кряжистый, давно не бритый солдат. Он выпростал из-под шинили раненую руку и держал ее бережно, как запеленатого младенца. Другой, маленький, тощий, раненый в голову, протянул ему свернутую цигарку, сказал наставительно. Ты, Шорин, завсегда исть хочешь. Только и разговору. А вот побежим, будет тебе каша. Шорин закурил, поглядел в сторону передовой. Да не. Командир полка приказал, чтоб ни шагу. Артиллерия замолчала. Было слышно, как безостановочно, разноголосо стучат пулеметы, то густо, то реденько и слабо рвутся гранаты. В мутное небо поднялись еще два смоляных столба, а над ними появилась рама, самолет-корректировщик. Плохо у них дело, проговорил Шорин. Тощий хихикнул. Плохо у них, а сопли красные у нас, тяжело оперся на винтовку. Осторожно потрогал рукой забинтованную голову и тихонько застонал. Шорин раз за разом глубоко затянулся, сказал тихо и сострадательно. Ты, Анисимов, не супротивничай, пожуй сухарик. По себе знаю, легче станет. Натащак-то и больней, и страшней. Право слова. Анисимов отмахнулся. Ступай ты к лешему. Несколько минут промедления показались Добрынину очень долгими. Моторы газонов гудели, солдаты поглядывали на бугры, молча курили. Заспешили, заторопились на изволок. Воткнулись в землю под настильным огнем немецких пулеметов. На голом, твердокаменном взлобке мело свинцом. Поводомой не тянулся телефонный провод. В том месте, где пули схватывали каменную крошку, лежал убитый связист. Злобец неизвестно на кого. Добрынин подумал, что никто, наверное, не оправдает, что он лежит сейчас под огнем. Однако не передумывать, не переиначивать было некогда. Да и не собирался он переиначивать. Поводомой не, по грязи опять пополз, добрался наконец до вершинки. Отсюда открывалась изрытая снарядами широкая падина. На ней горели танки. Людей не видно. Только серые комочки, убитые. Над головой давнуло тугим медлительным посвистом. И там, за горящими танками, на бурых горбинах с изломанным искореженным леском, выросли огромные разрывы. Они поднялись один за другим, поспешно, точно бегом, торопясь доконать изувеченную землю. Суровцев успел подтянуть, определил полковник Добрынин. Но радости не почувствовал, потому что все было впереди. Он вдруг увидел командира взвода. Тот лежал на спине и закуривал папиросу. Потом вскочил, широко взмахнул рукой. На Добрынина едва не наступили чьи-то огромные сапоги. С необыкновенной отчетливостью увидел чужие подошвы. Не чувствуя земли под ногами, слыша только, как частит, колотится сердце, поднялся. Бросился бегом, над самым ухом, цвик, цвик, литком схватило середку. С разбегу упал, оглянулся. Увидел каску на бекрень, клочок льняных волос и распяленный криком рот. Верегин приближался короткими перебежками, когда же опередил. За лейтенантом реденько бежали его люди. Несколько человек лежали на каменном, словно вылизанном ровнике, неловко и недвижимо. Словно приткнулись отдохнуть. Впереди, в текучем дыму, криво и косо взлетал желтый огонь. Земля охала внутренними надрывными вздохами, и в какое-то мгновение показалось, что уже нет на ней ничего живого. Все слезала железная метель. Вот дают. Верегин толкнул каску назад. Словно стараясь убедить командира дивизии, как это здорово, повторил. Ну, дают. Молодцы артиллеристы. Было странным видеть лицо лейтенанта, чистое, выбритые. А нагловатые, с прищуром, глаза смотрели весело, как час назад, как третьего дня в Сталинграде. После ранения Добрынин заехал в Сталинград к своим старикам. На привокзальной площади было пусто. Возле серой стены, прямо на земле, в повалку спали солдаты. Скатки шинелей, котелки, обмотки. На лицах, даже во сне, смертельная усталость. На издальках подтянутый лейтенант держал в руках котелок, а молодуха в повязанном по-деревенски платке лила из четвертной бутыли молоко. Лейтенант клонился к ее лицу, говорил что-то озорное. Молодуха смеялась и мотала головой. Увидев полковника, лейтенант щелкнул каблуками, лихо взял под козырек. На площади сухой фонтан. Каменные ребятишки в пионерских галстуках закружили в хороводе изумленного крокодила. Добрынин остановился, закурил. Было северочно, холодно. В каменной чаше фонтана лежал грязный снег. Старик Армянин растворил дверцы шкафа, выставил ящик для чистки сапог, положил две щетки, зевнул. Ветер шевельнул развешанные Армянином белые, коричневые, черные шнурки, узенькие полоски резины, схватил ссору обочины тротуара. С Волги потянуло смолой. И вдруг, пароходный гудок, мелодичный, протяжный, вольный, прошелся он над тихим утренним городом зыбкими переливами и оборвался. В тот же миг закричал, зачастил коротко и властно, точно требовал признания. Володарский удивился Иван Степанович. Зимовал, значит, вон, голос пробует, пахнуло милым и родным. Он был коренным сталинградцем, Волгу знал от Астрахани до Устья Камы, безошибочно угадывал пароходы по гудкам. Тут он родился, вместе с отцом зажигал бакены, на берегу Волги, среди грузчиков, матросов и ломовых извозчиков провел свое детство. Тут, на французском заводе, жадно слушал в 17-м году страшные речи металлистов, взял в руки боевую трехлинейку и пошел Ванька Добрынин колесить по фронтам, злой и голодный, оборванный и завшививший. Дым костров и бешеные штыковые атаки, провонявшие карболкой лазареты и снова, фронт, перекоп, грудью на кинжальный огонь пулеметов, тягучие, беспощадные, да и е ешь, а потом непривычные, гулкая тишина. Разрушенные города, обезлюдившие села, заржавленные рельсы, бездыханные паровозы и невероятные декреты. Школа средних командиров, ужас алгебраических уравнений, муки родного языка на бумаге, Белоруссия и Дальний Восток, Заполярье и Туркестан, Холхенгол, война с белофинными, затем Академия генерального штаба, солдатская жизнь, улицы Гоголя вышел на площадь павших борцов. Когда-то выселся тут огромный собор, теперь стоит серый обелиск, обнесенный тяжелой цепью, кругом каменные дома старой постройки. Только универмаг, лучшие в городе здания, новый. Его часто показывают в хроникальных кинофильмах. Высоченный округлый фасад, колонны у входа, громадные окна. На скамейках, под голыми акациями, узлы, мешки, чемоданы, а среди них люди. Это беженцы. Он видел их на каждой станции. Их можно сразу угадать по изнуренным лицам, блуждающим глазам и нетутошнему говору. Под репродуктором, толпа. От советского информбюро. Люди смотрели в черной жерло репродуктора. Что принесет весна. Добрынин сел в трамвай. До тракторного 40 минут езды. Кинотеатр «Спартак». Площадь 9 января. Балканы. Справа «Волга». Лед потемнел кулигами. Вот-вот тронется. Слева Мамаев курган. Забурьянивший. Некрасивый. Колеса отбивают железный такт. Старенький трамвай торопится. Спешит. Сыпучие звонки кого-то прогоняют прочь. Вот и тракторный. Площадь перед заводом. Памятник Дзержинскому. На кирпичной стене заводоуправления, большой фанерный щит, насупленный рабочий указывает пальцем на каждого. Чем ты помог фронту? Вон и отцовский дом. Четыре подъезда, четыре этажа. Все тот же помятый шпорами трактора асфальт, все те же запахи на лестнице. Потом стояли с отцом, обхватив друг друга за плечи. Дышали и не дышали. Старушка-мать захлебнулась криком плачем. Ваня, дорогимый ты мой. Кровиночка ненаглядная. Живой. Ванюша. Ваня обнимала, гладила сына, роняла слезы на гимнастерку, глотала рыдания. Господи, господи. А рядом стоял Костя. Губы у него дрожали. Обедали торопливо, как будто боялись куда-то опоздать, словно кто-то из них был виноват. Степан Михайлович взглядывал на сына, спрашивал удивленно и растерянно. Как же так? Ну, как же так? Иван Степанович понимал, о чем спрашивает. Да только что, как ответить ему? Костя сказал, ты не ругай меня, я с самой осени тут, сам знаешь, как в Москве. А у матери собираются чистенькие, и все о культуре, все о культуре. Даже сейчас, под огнем, Добрынин увидел свою квартиру на Арбате, шумливых и бесцеремонных друзей жены, бесконечные споры об искусстве. В этих спорах всегда кого-нибудь ругали, никогда и никого не хвалили. Споры были однообразными и скучными. Но художники, в том числе и жена, этими спорами жили. Во всех своих неудачах обвиняли кого-то безымянного. И, конечно, никто из них ни разу не усомнился в своем таланте, в своих способностях. И ладно, теперь они поняли. От своей папиросы лейтенант Верегин прикурил вторую, протянул Добрынину. Тот взял, жадно затянулся, ведь не хотел курить, а вот сейчас вдруг понял, что ему не хватало именно этого. Затянулся еще и еще, глянул кругом, усмехнулся. Скажи, пожалуйста, ударился в воспоминания. От сарая направо, крикнул Верегин. Добрынин вскочил одновременно с лейтенантом. Сейчас и земля под ногами была, и пороховая вонь. Все вокруг обрело необыкновенную отчетливость. Разваленный прямым попаданием бревенчатый сарай, чадящая груда железа, противотанковая пушка без колеса. Из окопа кричали «Сюда! Сюда!» Лейтенант, трое автоматчиков и полковник Добрынин свалились в окоп. Одна сторона была обшита досками, на гвоздике висел котелок, а возле прилажен портрет женщины, вырезанный из газеты. Дно окопа усеяно стрелянными гильзами, валялись окровавленные бинты и порванная гимнастерка. Солдат с забинтованной шеей посторонился. В одной руке он держал ботинок, другую вытянул, словно доказывал, что воинский устав знает и понимает. Добрынин приостановился, и солдат расправил плечи. Ранен? Солдат вскинул голову. «Никак нет, товарищ полковник, череки». Он хотел сказать что-то еще, но, глянув на свою босую ногу, не сказал больше ни слова. Только нахмурился и покосился в сторону, точно боялся, что в таком вот положении увидит его кто-нибудь еще. Добрынин пошел, слышал, как солдат ругнулся, чтоб к вечеру теплые портянки вернул. Ясно? Да будь себе и носи на здоровье. Добрынин перешагнул через кого-то, прикрытого плащ-палаткой. Двое сидели на корточках и хлебали из котелка. На бруствере лежали винтовки и три немецкие гранаты с длинными деревянными ручками. Солдаты глянули на Добрынина и опять к котелку. Один сказал, как не закрывал, на порошило. Другой отозвался равнодушно. Закроешь тут, царапнул ложкой по котелку, кхакнул. В медсанбате, вот где, неделю прожил, как в раю. Снаряды рвались нечасто, сквозь поредевшую дымную наволочь проглянуло небо. Дорогу заслонил капитан в длиннополой шинели, в больших кирзовых сапогах. И лицо, и шинель, и сапоги, все заляпано грязью. Он приложил руку к низко надвинутой ушанке, осиплым голосом представился. Начальник связи полка капитан Ивашенко. Сделал паузу, кашлянул. Приказано сопровождать до командного пункта. Далеко? Спросил Добрынин. Капитан не ответил, молча пошел вперед. Глава 2. В блиндаже горела немецкая остеариновая коптилка. Было темно и тесно. Стены забраны крепкими, когда-то окрашенными пластинами. Потолок выложен бревнами. Пахло сухим деревом и свечой. На снарядном ящике, возле телефона, сидел подполковник в меховой телогрейке. Перед ним лежала карта. В первую минуту, как только глянул на подполковника, Добрынину показалось, крутой неотрывно смотрит на огонек. Было похоже, что командир полка легонько дует. Маленькое пламя волнуется, того гляди, погаснет. На стене висел автомат и брезентовый мешочек с запасными дисками. Большая тень от подполковника заслоняла половину блиндажа и телефониста, единственного из связистов, который был еще жив. Капитан Ивашенко тяжело и неловко пристукнул каблуками, молча взял под козырек. Он не стал докладывать, не сказал ни единого слова. Только повел глазами в сторону Добрынина. Подполковник Крутой поднялся, медленно повернулся лицом к своему начальнику, которого совсем не знал, которого впервые видел. Иван Степанович представлял командира полка большим, громоздким и своевольным. Командир полка приказал, подполковник Крутой не отдаст. За последний час Иван Степанович слышал эти слова несколько раз, и воображение нарисовало человека. Крутой был командиром полка почти столько, сколько помнил себя. Он был угрюмый и неразговорчивый, медлительный и тяжелый. Давным-давно окончил он Одесское пехотное училище, надиво-однокашником. Очень скоро дошел до майора и остановился. Ни назад, ни вперед. По этому поводу сам Крутой говорил. Большего не стою. Любимым занятием были у него шахматы и книги. Наверное, потому, что и в том, и в другом случае можно было молчать. Даже слово шах произносил редко и неохотно. Ведь противник видит. Но людей любил веселых и шумливых, даже безалаберных. Как будто старался подышать тем, чего не было у самого. И жену выбрал смешливую, громкоголосую, веселую. Они были одногодками, но жена выглядела лет на десять моложе. Больше тридцати ей никто не давал. Федор Федорович был черноволосый, весь какой-то квадратный. И подбородок, и лоб, и плечи. Даже густые черные брови казались квадратными. Глаза смотрели на человека пристально и строго. И часто собеседник, если это был подчиненный, смущенно замолкал. Тогда Крутой говорил. Все правильно. Продолжайте. Его боялись. А жена смеялась. Федор добрейший человек. Вместе они бывали мало. Либо Федор Федорович уезжал в лагеря, либо на полевые учения. А то Евдокия Павловна заторопится вдруг в Одессу, домой. Там с бабушкой и дедушкой жила дочь Таня, училась в девятом классе. Через месяц-другой Федор Федорович встречал жену на новом месте. На Украине, в Белоруссии, в Средней Азии, в городе или деревне. И еще не было случая, чтобы Дуся осталась чем-нибудь недовольна. Она восторгалась безлюдной степью, непроходимыми лесами, по-настоящему красивыми городами и захолустными селами. Ей нравились временные квартиры, в которых крыша над головой была единственным удобством, и даже соленая вода, которую не хотели пить лошади. Они встречались. Дуся взрывалась одесской скороговоркой и смехом. Она рассказывала, потом расспрашивала и сама отвечала за мужа, потому что он молчал. Но отвечала так, как ответил бы он. Федор Федорович чувствовал. По-другому ответить нельзя. Смотрел и молча изумлялся. Какая умная и красивая у него жена. Иногда Дуся вдруг замолкала и словно видела впервые, вглядывалась в мужа тоскливыми глазами. Господи, да господи же. Она начинала говорить, точно сама с собой, тихо и неспешно, и было похоже, что напугалась вдруг, как жили до этого и еще будут жить. Да господи же, Федя, ведь я за тебя даже не знаю ничего. Ну что же ты все молчишь, молчишь. Я же устала. Ты понимаешь, устала жить. Федор Федорович смотрел на жену удивленно. Дуся видела, как удивление на его лице сменяется виноватостью. Ты же все правильно говоришь, тихо оправдывался он. Я даже не знаю. И, видимо, желая хоть немного исправиться, предлагал. Сыграем партию. Дуся смотрела на мужа молча. Потом вздыхала. И они садились за шахматы. Майор Крутой был лучшим шахматистом 869 круги. Самым серьезным соперником была жена. В разговорах с близкими она часто шутила. Федор хочет сделать из меня гроссмейстера. Как-то она сказала. По-моему, бойцы тебя не любят. И впервые увидела, как вскинулся, загорелся муж. То есть, как так, не любит? А за что не любить меня? Ведь я же их люблю. Понимаешь? Всех люблю. И будь уверена, они понимают это. Ты молчишь всегда. Они просто не знают. Командир должен заботиться о своих бойцах не словами, а делами. Красноречие комиссару нужно. Закурил. Прибавил. Слава богу. У меня хороший комиссар. И замолчал. Дуся поглядела на мужа, повздыхала. И, отбросив минутную тоскливость, засмеялась, сыпанула скороговоркой, веселым щебетанием. Войну Федор Федорович встретил в прибужье в звании подполковника. Полк отступал с тяжелыми боями, но получалось как-то так, что потери в 313-м были самые что ни на есть малые, даже питались бойцы лучше, чем в других полках. Подполковник Крутой никогда ни на что не жаловался, не имел привычки просить сверх положенного, но и своего законного не упускал. Больше всего Крутой не любил поверяющих. Он сердился. Если командира надо поверять, его следует заменить как можно скорее. Все в 313-м было прочно и надежно. Уж если окопы, так полного профиля, если блиндаж, так зимовать можно. Федор Федорович говорил. Война – это работа. На коротких летучих совещаниях в штабе дивизии Крутой молчал, в присутствии большого начальства молчал. Когда его пытались упрекать за это, качал головой. На войне разговаривать надо меньше. От рядового бойца он отличался внешне, пожалуй, только знаками различия. Среди командиров заметно не блистал. Но 313-й был самым надежным. Подполковник Крутой приучал солдат к личной ответственности, каждый быстро усваивал. Все зависит от меня. Все зависело от человека с оружием. Эту истину, ставшую известной с тех пор, как появилось оружие, в 313-м полку возвели в культ. Подполковника Крутого солдата видели часто, но слышали редко. Только со свежим пополнением командир полка говорил непременно сам. Все зависит от вас, ребята, и тыкал пальцем в солдат. От тебя, вот от тебя. Оробейте, струсите. Не я ничего не сделаю. Не командир дивизии, не командарм. Никто. Вся надежда на вас, ребята. И шел дальше. Он не произносил громких фраз, говорил совсем простые слова. Именно эта простота порождала в солдатах уверенность. Сейчас командир полка стоял перед Добрыниным смирно, вытянув руки по швам. Но докладывать не стал. Только сказал. Прошу. И повернул голову к начальнику связи. Тот выпрямился, ткнулся головой в низкий бревенчатый потолок. Передайте в батальоны. Командир дивизии вместе с нами. Видимо считая, что главное сделано, опустился на свое место. Прошу. И говорил, и двигался командир полка неспешно, вдумчиво. Ивану Степановичу даже показалось застенчиво. Но громадный, тяжеловесный капитан Ивашенко повернулся живо. В каждом движении была готовность подчиниться и выполнить. Возле двери стоял лейтенант Верегин. Посторонился, пропуская капитана. И, когда увидел, что командир полка смотрит на него, лихо взял под козырек. Иван Степанович сказал. Командир взвода автоматчиков. Со мной. Взвод полного состава. Распорядитесь. Лейтенант Верегин стоял в туго затянутой фуфайке, с автоматом поперек груди. Сапоги, хоть глядись. Когда он успел. Подполковник Крутой прошелся по лейтенанту снизу вверх. Молодец. Сказал он. Ничего не скажешь. Молодец. Мотнул головой на дверь. Прибавил поспешно. Пойдете с капитаном Ивашенко в первый батальон. И, видя, что лейтенант стоит, кинул строго. Все. Лейтенант повернулся, как на учебном плацу. Когда дверь захлопнулась, Крутой повторил. Молодец. Деревянные стены вздрагивали. Огонек в картонной плошке шатался и слабенько, бессильно взметывался. Как будто хотел оторваться. Послышалась автоматная трескотня. Распахнулась дверь. Автоматные очереди ворвались железной скороговоркой. Пожилой солдат, тот самый, с черьями на шее, просунулся вместе с лейтенантом Веригиным, сказал громко. Немцы. Рядом. Он произнес эти слова несуетно и безбоязненно, как если б докладывал, что идет поверяющий. Командир полка не тронулся с места. Только повернул голову. Лейтенант. Позвал он жестко. Добрынину показалось излишне медлительно противника уничтожить. И, в первый батальон, кашлянул, насупился. После боя, старший лейтенант. Так что постарайся. Командир дивизии не успел удивиться, только увидел отчаянные глаза Веригина, и дверь захлопнулась. Подполковник Крутой положил перед собой автомат. Телефонист, щелкнув на ходу затвором винтовки, вышел из блиндажа. Орудийный гул стал глохнуть, яснее проступила автоматная перепалка. А через несколько минут и она отодвинулась. Подполковник Крутой поправил фитилек, негромко сказал. Что ж, буду докладывать. В голосе, в лице не было сейчас ничего, кроме усталости. Но в спокойном голосе жила твердость военачальника, который не уступит, который выстоит. Добрынин понимал, что докладывать нечего. То, что можно сказать, он, Добрынин, либо уже знал, либо понял за то время, пока добирался до командного пункта, пока находился вот тут, в блиндаже. Понял, что связи с батальоном нет, в резерве ни одного человека, что полк дерется до последнего патрона. Докладывать не надо, досадливо сказал Добрынин. Понимаете, явился принять дивизию, а через полчаса убежал вот сюда. От самого себя убежал, чтоб не мешать начальнику штаба. Подполковник Крутой прислушался. Перебили немцев. Лейтенант этот ваш, молодец. Старшего обещали за сапоги? Спросил Добрынин. И опять уловил в себе досаду и раздражение. Сапоги, дело важное. Гвоздь, так сказать, в сапогах, поднял голову, едва заметно сбочил. Слушал, что там, наверху. Встал, повесил автомат. И чуть заметно улыбнулся, шевельнул квадратными бровями. Добрынин сухо кашлянул. Я пришел потому, что ничего другого не сумел. Если хотите, от растерянности. Подполковник Крутой согласно кивнул. На вашем месте я поступил бы, наверное, так же. Вернулся капитан Ивашенко. Пол ошинили оторвано, по лицу размазана кровь. Привалился к притолоке. Минуту стоял молча. Смотрел мимо. Дышал часто и тяжело. Еще три танка. Готовы. И смолк. Словно перестал дышать. Потом неожиданно четко прибавил. Обороняться больше некому. И, нечем. В картонной плошке стеарин догорел. Огонек чадил и потрескивал. Воняло горелым сукном. Подполковник Крутой поднялся. Теперь пора. И надел фуфайку. Опустил голову. Точно увидел что-то под ногами. Произнес раздумчиво. Глухо. Как говорят только самому себе. Господин фон Моргенштерн готов торжествовать. Рядом с блиндажом тяжело рвануло. Из-за бревенчатых накатов потекла земля. Капитан Ивашенко вполголосом отюкнулся. Потом закашлялся. Полковник Добрынин спросил. Это кто такой? Моргенштерн. Генерал-майор, командир 500-й пехотной дивизии. 56 лет, член гитлеровской партии, уроженец Франкфурта. Приверженец старопрусской школы. Пользуется благосклонностью своего командующего. Однако. Подполковник Крутой надел каску, повернулся к Ивашенко. Соберите всех. Капитан шатнулся в дверь. Раненые остаются в строю. Он сказал все. Исход боя сейчас решали отдельные люди, которые сидели в полузасыпанных окопах и разрушенных блиндажах, которые не имели никакого представления о том, что делается слева, справа, сзади. С наблюдательного пункта полковник Добрынин видел широкую лощину, перепаханную, взрытую снарядами. Там и там чидили разбитые танки, над землей стелился черный дым, воронки, трупы, обломки. Только в одном месте Добрынин заметил своих бойцов. Они выбрасывали лопатами землю, углубляли окоп. Если немец не изменит традиции, сказал полковник Добрынин, то главный удар нанесет на другом участке. Не изменит, заверил крутой. Какой же он после этого немец? Генерал-майор фон Моргенштерн видел ход боя также отчетливо. Ясно, как если бы смотрел на шахматную доску. Разница заключалась в том, что, заведя машину и нажав на рычаги, он уже ничего больше не делал, не переставлял фигуры. Все шло теперь само собой. Только наблюдал, как воплощается его замысел в бою, опрокидывает и ломает расчеты противника. Донесения ласкали слух и средне, потому что все было так, как он предполагал, как того желал. Тысячи людей неукоснительно и точно выполняли его приказ, выполняли то, что родилось в его голове. Генерал фон Моргенштерн упивался ходом боя, в сущности, упивался самим собой, предвкушая, каким спокойным, почти безразличным тоном доложит в армию о выполнении приказа. Там поймут и оценят. Стародавняя формула немецких военных доверий в ответ на ответственность, ответственность в ответ на доверие всегда будет в силе. Он, Моргенштерн, верит в немецкого солдата, каждый солдат дивизии верит ему, командование армии верит в него, он в свою очередь, не вдаваясь ни в какие рассуждения, выполнит любой приказ. На этом стоит армия. Именно это, помноженное на техническую оснащенность, определяло, по его мнению, боеспособность армии, делало ее непобедимой. Не надо только подменять испытанную германскую стратегию цветистым дилетантством. К сожалению, это неизбежно, если политическое руководство начнет вмешиваться в дела военных, а политическое руководство все чаще вмешивалось в решение не только стратегических вопросов, но даже тактических, не зводя генералов до роли исполнителей. От такого положения ничего хорошего ждать не приходилось, но война с Польшей кончилась победоносно, за 18 дней. Потом Дания и Норвегия с Францией было покончено за 6 недель. Именно во Франции генерал-майор фон Моргенштерн, окрыленный успехами германских вооруженных сил и прочностью своего собственного положения, допустил непростительное. Он занимал должность начальника оперативного отдела штаба армии и на совещании 30 мая позапрошлого года прямо заявил, что обходное движение в направлении Налаон и остановка подвижных соединений у Сентамира является ошибкой, допущенной по Венеокв-1, штаб Верховного Главнокомандования Вермахта. Остановив подвижные соединения, немцы потеряли время, кольцо вокруг французов и англичан было замкнуто слишком поздно, и это дало противнику возможность избежать окружения и уничтожения. Генерал фон Моргенштерн отбросил всякую дипломатичность, свое недовольство высказал аргументированно и четко, как и все, что говорил и делал. И остался доволен смелостью своих формулировок, определенностью выводов. На его стороне был факт непростительного ротозейства. Его удивило только то, что участники совещания отнеслись к его демаршу весьма сдержанно, а некоторые, вопреки очевидной логике, пытались возражать, но вскоре понял, какую неосторожность допустил. Косвенно ему стало известно, что на решение ОКВ повлиял сам Гитлер. Война против Франции закончилась блестяще, но для Моргенштерна ничем и даже хуже. Вместо ожидаемых наград и повышения ему дали дивизию. Внешне все было обставлено вполне благопристойно и выглядело, если не повышением, то, во всяком случае, доверием командования. А по существу, его понизили, отодвинули на армейские задворки. Оставалось учесть свою ошибку и выждать, не упустить момента и доказать. Генерал фон Моргенштерн снял телефонную трубку и услышал слова доклада. Плечи его потянулись кверху. Не может быть, а впрочем, не надо удивляться. Кроме известных четырех арифметических действий, русские владели пятым, неизвестным и загадочным, которым опрокидывали законы войны. Если бы генерал фон Моргенштерн захотел понять и признать это пятое действие, он признал бы свое поражение в самом начале, задолго до того, когда война выльется в катастрофические формы. Но пятое действие, которое было ничем иным, как духом солдата, духом народа, оставалось недоступным для генерала, привыкшего к упрощенному пониманию силы. Он и сейчас знал только, что перед ним обороняется ослабленная дивизия, что у нее нет командира. По сведениям, которыми располагал, резервов нет во всей армии. Фон Моргенштерн верил, что разобьет, уничтожит дивизию русских. Знал, этот бой имеет сугубо местное значение, чтобы улучшить позиции, создать необходимые условия для предстоящего большого наступления. Но генерал решил воспользоваться слабостью противника, прорвать оборону и по возможности развить успех. Хотел снять с себя прошлогоднюю опалу блестящим делом. По мнению генерала Моргенштерна, момент выдался самый подходящий, и он в разговоре с начальником штаба армии дал понять, что рассчитывает на успех, выходящий за рамки поставленной перед ним задачи. Его поняли. Кажется, от него ждут сейчас именно этого. Но четвертая атака отбита, в душу пополз боязливый холодок. Как и планировал, основной удар генерал фон Моргенштерн нанесет на соседнем участке. Конечно, этот участок теперь оголен. Через несколько минут он введет в дело главные силы. Танки и мотопехота решительно войдут в прорыв. Армии не останется ничего, как только поддержать дивизию, развить успех. Однако потери превзошли самые крайние предположения, они неоправданно велики. Русские не отступали ни на шаг. Может быть, он, генерал фон Моргенштерн, в чем-то просчитался, допустил ошибку. Мысленно прикинул все, начиная с разведданных и кончая хорошей похлебкой. Расчеты были математически точны. Не забыли ни Шнапса, ни пленного русского, маленького, раненого, жалкого, которого водили по окопам. Но у русских свои расчеты. Им невозможно отказать ни в гибкости ума, ни в храбрости. О храбрости можно бы вообще не говорить. Это даже не храбрость, а фанатизм. В данном случае, он думал, невысокий уровень культуры русского солдата дает ему определенное преимущество. И было что-то еще, чему генерал фон Моргенштерн не знал название. По логике вещей, по ходу боя можно было предположить наверняка, что 313-й русский полк уже не существует, от него ничего не осталось. Как бы ни упрямился русский командир, обязательно оголит соседний участок. Будет понимать погубность своих действий и все-таки оголит. Иначе оборону прорвут на участке 313-го. Конечно же, полк держится только потому, что ему отдали все. Русский командир вынужден сделать это. Он, Моргенштерн, заставил его. Дальше все пойдет, как бывало раньше. В Польше, в Бельгии, во Франции, да и в России. Мысль генерала осеклась, потому что в России было не так. Совсем не так. Ему вдруг захотелось увидеть русского командира, который в 20 километрах от него, наверное, в таком же вот бункере, направляет игру. Генерал вдруг решил, от того, увидит или не увидит русского, будет зависеть успех или не успех. Чувствовал, наступила минута, тот самый момент, который решит исход боя. Русский командир, если предположить, что он настолько умен и многоопытен, что до сих пор не пошел на поводу, сейчас должен ошибиться. Генерал фон Моргенштерн сделает последний шаг. Русский вынужден будет отворить ворота. С другого конца провода долетел твердый, раздраженный голос. Напряженная игулка толкнулась мембрана. Господин генерал, я позволю себе настоятельно требовать прекратить атаки. Нет никаких сомнений. Русские обороняются на этом участке силами всей дивизии. Моргенштерн улыбнулся. Сдержанно, едва заметно. У него не осталось сомнений. Но береженого бережет сам Бог. Кажется, так говорят русские. Подался вперед, навалился локтями на край стола. Немедленно атаковать. Сделал паузу. Скрипучи покашлял. Полуротая тремя танками. Он положил трубку. Откинулся на спинку походного стула. Лениво пожевал. Я вижу русского командира. Смелый и талантливый человек. Но я разобью его. Генерал фон Моргенштерн говорил раздельно и четко. И только человек неискушенный, незнакомый со штабными нюансами мог подумать, что командир дивизии говорит для себя. Он говорил для тех, кто его слышал. Потому что успех, в котором генерал фон Моргенштерн сейчас не сомневался, нуждался еще в достойном обрамлении. Это обрамление, что и как сказать об успехе, иной раз стоило дороже самого успеха. Генерал фон Моргенштерн произнес громкие слова отнюдь не для истории, но для командующего армией. Завтра до штаба дойдет каждое слово, каждый жест, и все будет учтено. Он приказал подать обеты, чувствуя гордость от замешательства штабных офицеров, улыбнулся. Сдержанно и высокомерно. Мысленно увидел родной Франкфурт, ратуша в старой части города, собор святого Павла и дом, в котором родился Гёте. Кайзерштрасси и цель, магазины, отели, кафе. Через неделю Шарлотта узнает обо всем. А случится все это через 20 минут. Ему вдруг опять захотелось увидеть русского командира. Но если час назад это желание возникло потому, что сомневался, то сейчас им руководило только любопытство. И пожалуй, даже великодушие. И он увидел его, достойного боевого командира, но растерянного и подавленного. Тот сидит, безвольно бросив руки, перед ним на столе револьвер. Все будет именно так. Через 20 минут. Нет, через 15. А сейчас, при поддержке трех танков, в атаку идет полурота. Генерал фон Моргенштерн привычно пожевал бесцветными губами, усмехнулся. Полурота. Глава 3. Лейтенант Верегин перебинтовал простреленную ногу и теперь ждал. Давай, он, готов. У него была винтовка и противотанковая граната. Не мог вспомнить, где, когда обронил автомат. Потому что потерял много крови. Сознание работало замедленно. Время растянулось в долгий извилистый пунктир, в котором черточки вдруг оборачивались живыми немцами. Лейтенант Верегин начинал стрелять. Черный пунктир обрывался. Стрелять было ни в кого. Это было то самое время, когда он отдыхал. Держался сознанием, что сейчас происходит именно то, для чего жил, к чему готовился. Он всегда хотел быть военным. Потому что военным был его отец, которого не помнил и которого видел только на фотографиях. Над ними часто плакала мать. И еще потому, что в их большом коммунальном доме все взрослые воевали в гражданскую и, когда вечером собирались на скамейке, говорили только о войне. Они чаще говорили о победах. Наверное, потому, что о победах говорить приятней. О поражениях рассказывал Иван Жигалев. У него было два ордена и только одна рука. Его слушали, просили пересказать. И он повторял. О ночдиве Думенко, о базине, о кровавых сабельных рубках. Он рассказывал о рукопашных, после которых люди послабее сходили с ума. В 30-х годах, когда трудно было купить рубашку и штаны, многие в большом коммунальном доме донашивали красноармейские гимнастерки. Носили необъятные кавалерийские галифы. Особенным шиком считалось носить флотскую тельняшку. Мечтой всех парней было военное училище. В глазах людей молоденький лейтенант стоял куда выше инженера. Андрей Верегин был, наверное, как все. Мысленно видел войну, но вовсе не как в кино. Он видел ее по страшным рассказам Ивана Жогалева. При поступлении в пехотное училище Андрей сделал в диктанте 8 ошибок. Ему сказали, собирайся домой. Он потолковал с ребятами и пошел к начальнику. Это был полковник с изуродованным лицом. Пуля разбила нижнюю челюсть. Кадетская сабля годом позже сяканула от виска до шеи. Про его строгость рассказывали сказки. Его излюбленным выражением было, ты солдат или не солдат. После этого курсанта сажали на гауптвахту. Иногда только догадывались, за что. Иной раз не являлся преподаватель. Шепотом поговаривали, что тот сидит дома под арестом. Вот к нему-то и пошел Андрей. Он стоял перед начальником училища прямо и безбоязненно, потому что бояться не умел. Полковник смотрел на него долго и молча. Андрей указалось, выворачивает наизнанку. Потом спросил, для чего ты хочешь стать боевым командиром? Андрей ответил, я хочу стать боевым командиром, чтобы воевать. А знаешь, к чему должен быть готов командир? Андрей сказал, чтобы умереть в бою. Полковник оглядел его с головы до ног. Серый бумажный пиджачок, серая кальдиноровая рубашка и серые брюки. Дешевле некуда. Но брюки заправлены в щегольские сапоги. Тогда принято было носить хромовые сапоги гармошкой и брюки в напуск. Но такие парни за голенищем прятали нож, а из-под флотской фуражки капитанки у них выглядывала припомаженная челка. Так одевались в 30-х годах уркоганы. На Андрея сапоги были просто. Это были сапоги из отличного шевро, сделанные хорошим мастером. Сапоги на Андрея блестели. В них можно было глядеться, как в зеркало. Полковник сказал, роскошные у тебя сапоги. Где взял? Купил на толкучке. А деньги откуда? Чего-чего. Но такого разговора Андрей не ожидал. И в другой раз в другом месте сказал бы словцу. Полковник смотрел строго. Он никогда никому не делал с костки. Разбойные глаза Андрея стали темными. Я копил на эти сапоги два года. Откладывал деньги, что мать давала на завтрак. Продал гитару. Соседи подарили мне, а я продал. Запнулся, выше поднял голову. Вообще-то нехорошо. Потому что, подарок. А каждое лето работаю. Уже три года. У нас еще два пацана. В каникулы работаю, а к школе покупаем пацанам ботинки и штаны. Полковник вышел из-за стола. Хотелось положить руку на плечо этого парня. Андрей же решил, что сейчас его прогонит. Потому что восемь ошибок это много. Он не боялся. Только не знал, как возвращаться домой. Полковник не положил руку на плечо Андрея. Полковник не умел быть ласковым. Он спросил. Что ты умеешь делать? Я могу всадить всю обойму в десятку. Я могу пройти без отдыха с полной выкладкой сто километров. И замолчал. Стоял прямо, смотрел мимо. Переступил с ноги на ногу. Пояснил. Мы с ребятами накладываем в сидоры по 18 килограммов и шагаем без отдыха до села Садки. Полковник вернулся за стол. Однако медлил, не садился. Спросил глуховато. Почему до садков? Андрей молчал. Об этом он не хотел говорить даже полковнику. Почему же? Резко спросил тот. Андрей ответил негромко. 23 января 2019 года в бою под садками белые зарубили моего отца. Полковник не шевельнулся. Только шрамы на лице побелели. В тот день, под садками, и он попал под сабельный удар. Обойму в десятку. Это не врешь? Андрей сказал, могу показать, только чтоб на каждый выстрел новую мишень, а то спорят всегда. Вот так все было. И уже прошло. Лейтенант Верегин подтянулся к самому краю воронки, заскрипел зубами. На изрытой земле лежат убитые. Вон два сгоревших немецких танка. Это его, лейтенанта Верегина, танки. Третий стоит метрах в десяти, черный, захолоделый. Живых не видно. Может, остался один? Нет, он был не один. Во взводе уцелело 14 человек. Откуда-то брались еще гранаты и патроны. Приказа отходить не было. Каждый оставался на своем месте. Каждый, командир сам себе. Это выходило за рамки арифметических правил, которые нравились немцам. Лейтенант Верегин положил возле себя противотанковую гранату так, чтобы ее можно было достать не глядя. Поискал в кармане запасную обойму. Пистолет для себя. Он, лейтенант Верегин, готов. Ничего этого генерал фон Моргенштерн не знал и даже не предполагал. Это была та самая неправильность, с какой воевали русские. Подполковник Крутой, не отрываясь от стереотрубы, сказал. Похоже, кончили. Добрынин согласился. Кончили. Подошел капитан Ивашенко и сел. Чужим измученным голосом произнес. Связь со штабом дивизии есть. Такой большой, сильный человек. И такой тихий голос. Никто не знал, как тянули связь. И никто не узнает, могли бы рассказать об этом три человека, что пошли вместе с ним. Но они остались за увалом. Только трое могли бы рассказать, как лежали на каменном ровнике под минометным обстрелом, как держали круговую оборону и в упор вплотную расстреливали немцев, которые просочились через боевые порядки полка. Но никто из них не рассказал бы, как Ивашенко последнего немца заколол ножом. У него не было патронов, у него оставался нож. Ни один из троих не мог рассказать об этом, потому что всех троих убили раньше. А в общем, все было обычно, как на войне. И капитан Ивашенко доложил, как докладывал всегда. Только голос сделался чужим. Подполковник крутой протянул капитану фляжку. Выпей. Тот медленно, очень медленно отвинтил пробку, приложился и долго пил. Он не чувствовал вкуса водки и не испытывал жажды. Он пил размеренно, по-деловому. Зная, что пьяным не сделается, просто ему станет легче. День еще не кончился, и никто не знает, как и чем кончится. Там и там рвались немецкие снаряды, иногда длинно стучал пулемет. Но люди, которые оставались в живых, уж не слышали этого. Слушали, но не слышали. Каждый живой, если он способен был думать, считал нелепыми эти взрывы и пулеметные очереди, потому что в живых остался он один. И этот один знал, вернее, привык к мысли, что завтрашнего дня уже не будет. Приказано стоять. Сам командир дивизии тут. Это не шутка, командир дивизии. А может, и командира полка, и командира дивизии уже нет в живых. Ну что ж, зато он еще жив. Так думал каждый, кого еще не убили. На военном языке это называлось жесткой обороной. Иногда говорили, что солдаты стоят насмерть. Но главный удар подполковник Суровцев ждал не тут. А если противник изменит привычную тактику и вся тяжесть удара ляжет все-таки на 313-й, тогда он, подполковник Суровцев, допускает ошибку. И никто не простит ему. Никогда. Потому что, следуя элементарной логике, он давно бы должен отдать крутому все. Суровцев чувствовал, что немец ждет и добивается именно этого, чтобы русский командир поступил непременно согласно этой логике. Если Суровцев поступит именно так и прикажет отойти, его даже не упрекнут. Но если поступит вопреки этой логике и потеряет дивизию, тогда ответит головой. Последнее было ощутимо близко. И все-таки он решил поступить вопреки. Потому что чувствовал немца, который направлял бой. Силой удара на ложном направлении тот стремится вывести его, подполковника Суровцева, из равновесия. Суровцев должен испугаться ответственности, усомниться в стойкости бойцов, должен усомниться в самом себе и уступить. Подполковник Суровцев сидел за дощатым столом, спрятав подбородок в домашний шарф. Его познабливало. Но прятал подбородок не для того, чтобы согреться. Пытался мысленно увидеть жену, часто несговорчивую, своевольную, но до боли милую и родную. Жена и четверо детей. Почти никогда не бывало, чтобы все решалось дружеским единогласием, чтобы все выполнялось безоговорочно. И у жены, и у пятилетней Светы было собственное мнение, и каждый отстаивал свой взгляд, приводил доводы. Эти доводы были достаточно вескими, каждый оставался при своем мнении. Григорий Ильич всегда радовался, что никто не идет на поводу у старшего, никто не поддается капризу меньшого. В семье каждый хотел и умел думать. Часто случались нелады, но за ними стояла рассудительность взрослых и самостоятельность детей, атмосфера взаимного уважения. В семье прощали друг другу все шалости, несговорчивость, даже дерзость. Не прощали только глупости. Самая большая прелесть была в том, что маленькие, кажется, не чувствовали взрослых. Взрослые относились к детям как к равным. Это объединяло, это крепило семью. Сейчас Григорий Ильич прятал подбородок в домашний шарф, потому что от него пахло семьей. От него шла уверенность. Был тот момент, когда человек, каким-нибудь сильным и уверенным в себе, нуждается в поддержке. Суровцев видел, чувствовал вражеского генерала и, если б ему посоветовали изменить решение, не пошел бы на это. А может быть он, Суровцев, все-таки ошибается? Тогда он не достоин звания и должности. Именно к таким вот моментам готовил себя подполковник Суровцев. Именно сейчас нельзя ошибиться, потому что решается исход боя. Сумма таких моментов определит исход войны. Где-то там, очень далеко от места боя, в мозговом центре страны, прикидывают и умножают эти суммы. Сопоставляют, анализируют, решают. Но война закончится победой только в том случае, если он, Суровцев, не допустит ошибки. Если выстоит лейтенант Верегин, если не дрогнет бронебойщик Лихарев. Подполковник Суровцев должен всего лишь принять правильное решение. До слуха долетали редкие орудийные залпы. Огонек в бронзовой гильзе вздрагивал, пыхал копотью, на дощатой стене шаталась нелепая тень. Суровцев понимал, что все решится вот в эти минуты. Устоят или не устоят, длинно, настойчиво зазуммерил телефон. И многоопытный связист, который за 9 месяцев войны научился ничему не удивляться, не восторгаться и не отчаиваться, который, казалось, не мог говорить ни громче, ни тише, а только так, чтоб слышны были его позывные, закричал яростно. Товарищ подполковник у аппарата командир дивизии полковник Добрынин. Суровцев кашлянул. Слава богу. В телефонной трубке ухало и гудело. Но голос Добрынина слышался отчетливо, ясно, как будто говорили не за 10 километров, а из-за двери блиндажа. Григорий Ильич, Григорий Ильич. Голос твердый и злой. Именно такой голос хотел слышать Суровцев. Значит, все хорошо. Слава богу. В душе Суровцев недолюбливал воинские ритуалы, особенно в бою, в моменты, когда все решает не форма, а суть, но сейчас вытянулся, освободил, выпростал из шарфа остренький подбородок. Подполковник Суровцев слушает. Немцы атакуют вновь. Но это уже не серьезно. Так сказать, жирная точка. Передайте немедленно в 113-й, что сейчас они будут атакованы. Я приказываю. Григорий Ильич, вы меня слышите? Приказываю отбить атаку и контратаковать. Суровцев услышал то, чего с нетерпением ждал, чего хотел всей душой, потому что подтвердилась правильность решения. Наметился исход боя. Он слушал и все тянулся. Понимал, что решение это не только его, а и полковника Добрынина. Тот утвердил это решение своим поступком. И кто знает, как повел бы себя он, Суровцев. Не уйди, командир дивизии в полк. Григорий Ильич, действуйте решительно. Есть, сказал Суровцев. Лопнуло, оборвалось. Как будто связь дали только для того, чтобы командир дивизии и начальник штаба смогли обменяться несколькими фразами. Но это были именно те фразы, которые могли повлиять на дальнейший ход боя. Иногда бывает нужна только одна фраза. Добрынин не успел сказать, что собирается вернуться в штаб дивизии. И хорошо, что не сказал, не обеспокоил начальника штаба в тяжелые, критические часы. Ни через час, ни через сутки он не придет. Война есть война. Полковник Добрынин не знал, да и не мог знать, что один из трех немецких танков выйдет прямо на наблюдательный пункт полка и капитан Ивашенко, который выпил водки и сейчас курил, через 10 минут будет убит, а у лейтенанта Верегина останется в пистолете единственный патрон. Не выстрелит в себя он только потому, что потеряет сознание. Полковник Добрынин ничего еще не знал. Когда из-за перерытого снарядами и задымленного бугра показались три танка, лейтенант Верегин вдруг увидел, что прямо на него идет высокий, худой боец с непокрытой головой и без шинили. Гимнастерка и нижняя рубашка изорваны, изшматованы, виднеется голое тело. Волосы взлохмачены и обсыпаны землей, и весь он был землисто-серый, лицо и руки исцарапаны, сочились кровью. Боец шел неестественно прямо и смеялся. Сзади, точно спеша догнать солдата, тяжело громыхали немецкие танки. Реденько перебегала пехота. Артиллерия молчала, отчетливо, не торопка и гулка, словно щупали пустоту, били пулеметы. Смолкали, как будто слушали, хотели понять, остались живые солдаты в русских окопах или уже не осталось никого. Танки расходились все шире, один забрал далеко в сторону, и лейтенанту Верегину стало казаться, что они торопятся взять в кольцо вот этого солдата, чтобы не осталось в живых ни одного. Себя не считал, потому что о себе не думал. Боец подошел близко, лейтенант Верегин расслышал хохот и вскрик. Лина, урывок слова был похож на имя. Андрей увидел, что одна рука у него оторвана, течет, капает кровь. Он вдруг увидел бойца всего, и узкую, впалую грудь, и огромные кирзовые сапоги, и щербатый рот. Увидел большие белые глаза. Откуда-то сбоку долетел злобный окрик. Куда, сволочь, назад? Боец глядел прямо перед собой невидящими глазами и смеялся. Бацнул винтовочный выстрел. Сухой, одинокий. И боец оступился, упал. Андрею не было жаль бойца. Сейчас он не мог ни жалеть, ни тужить, ни бояться. Только подумал, зря. Тягучим сознанием дошел, что живые есть. Они будут стрелять. Танк шел прямо на лейтенанта. Андрей безразлично подумал. Хорошо. И еще подумал. Мой. Танковая пушка молчала, а пулемет то и дело стучал. Андрей подумал, что немец постреливает просто так, для острастки. Но каждая пуля могла убить. Одного танка было вполне достаточно, чтобы раздавить. Лейтенант Верегин знал это. Мысль о том, что нынешний день, последний, не тревожила. В душе, в уме не было ничего. Просто знал, что танк и солдаты, которые поспевают за ним, хотят убить его. Андрея. И поэтому он будет убивать их. И еще потому, что приказано стоять, что всю свою жизнь готовился к этим вот минутам. Когда надо одержать верх, даже над самим собой. Когда надо умереть. Танк шел прямо на него. Оставалось метров полтораста. Лейтенант лег поудобнее. Каску он потерял в начале боя. Голова была не покрыта. Пшеничные волосы сделались грязными от земли. В левой руке он держал пистолет. В правой, гранату. Только бы танк шел прямо, как идет. И чтоб хватило сил докинуть. Последняя граната. И последняя надежда. Нога вроде не болит, только сил нет. Перед глазами встает чернота. И нет мочи разодрать каменные веки. Он вдруг услышал тишину. Не стреляли ни свои, ни противник. Только танк гудит, наваливает. Зеленовато-желтый, пятнистый, с черным крестом на лобовой броне. Мелькают, взблескивают траки. Машина неуклюжая, с длинной пушкой. Черный зрак нацелен в самую душу. Сейчас. Только не надо спешить. Чтобы метров с десяти. В пистолете только три патрона. Два раза выстрелит по немцам. Танк идет медленно, то ли опасаясь, то ли поджидая своих солдат. Они шагают редкой цепью с автоматами на изготовку. Это даже не цепь, так редко они идут. Быстро идут, но спокойно, без выстрела. Вот двое сошлись и остановились. Один потянулся к другому. Закуривают. И танк, вот он, до него метров сорок. Только бы не свернул. Сбоку хлестнул винтовочный выстрел. И солдат, что прикуривал, упал. А другой побежал. Лязгнули, замерли танки. Взревел мотор, машина круто и тяжело повернулась. Лейтенант Верегин понял. Надо бросать. Но было далеко. Долго. Казалось, неимоверно долго упирался локтями в землю. Приподнялся. Не слышал ни дробного всплеска немецких автоматов, ни редких винтовочных выстрелов, ни своего пулемета. Ничего не было. Ни земли, ни выстрелов. Только пятнистая машина. Далеко ли? Близко. Лейтенант Верегин размахнулся. Он слышал взрыв, но уже не понял, не осознал, что это такое. Увидел немцев и выстрелил. Два раза. В то же мгновение все провалилось, пропало. Когда открыл глаза, увидел рядом убитого. Тот лежал на спине, раскинув руки, задрав чистый подбородок. Горел танк. Лейтенант Верегин отметил. Есть. И, ничего не слыша, не чувствуя, решил. Теперь можно. К нему не пришло слово умереть. Потому что жить или умереть уже не имело для него никакого значения. Потому что сделал все, что мог. Генерал фон Моргенштерн поднял телефонную трубку и приказал атаковать всеми силами. На участке 113-го полка. Он был уверен, что этого полка уже нет, ничто не станет на пути атакующих. Генералу подали обет. Неторопливо, предвкушая удовольствие, он заправил за воротник чистую салфетку и поднял рюмку водки. Это была русская водка. Он выпьет русской водки за русское поражение. Подождал. И когда в стороне загудела, а земля донесла до бунки разыбкое шатание, выпил. Неспешно и аккуратно ел душистый бульон, потом тщательно пережевывал куриную ножку. Генерал не был лишен воображения. Он считал, что русский командир именно в эти минуты понял свой просчет и безвыходность положения. Наверное, в эту вот минуту русский положил перед собой пистолет. Иоганн фон Моргенштерн давно не испытывал такой уверенности, покоя и гордости, как сегодня. Он не спешил с обедом, хотел продлить удовольствие. Минут через 15 оборона будет взломана. Русский командир подымет пистолет и, может быть, захочет представить мысли на того, кто переиграл и разбил его. Захочет увидеть генерала Моргенштерна. Потом выстрелит в висок. Генерал медленно жевал и смотрел на часы. Он терпеливо ждал звонка. Десять минут прошли, и еще десять. Звонка не было. Ему подали чашку кофе. Он отхлебнул. Это был превосходный африканский кофе, но сейчас от чего-то показался горьким. Передовая гудела. А полковник Бакштайн молчал. И генерал фон Моргенштерн представил его, ироничного и молчаливого. Любит коньяк и не любит пиво. В нем есть что-то не от немца. В 15-м году Бакштайн был в русском плену и немного знает язык. А может, хорошо знает? Генерал фон Моргенштерн спохватился, что никогда особенно не любил полковника. В нем не было того откровенного, яркого, что вселяет чувство абсолютного доверия, и командовать ударной группировкой поручил ему скрипя сердце. Генерал почувствовал неладное. Длинно зазвонил телефон. Генерал помедлил. Он вдруг решил, что телефон звонит не вовремя. Поднял трубку. Мембрана щелкала и брюзжала. Словно отрывая живой кусок от самого себя, сказал «Слушаю». И голос Бакштайна – медлительный, спокойный, поразительно, преступно равнодушный. В нем, в этом Бакштайне, никогда не было настоящей немецкой боли за успех порученного дела. Удивительно, как дослужился он до полковника. Вся статья – быть ему фельдфебелем. Преодолеть удалось только первую траншею противника. Сильнейший артиллерийский и пулеметный огонь. В чем нельзя было отказать генералу Моргенштерну, так это в самообладании. Полковник Бакштайн, вы меня удивляете, сухо произнес он. Я приказал командовать ударной группировкой именно вам потому, что надеялся. Я надеюсь еще и теперь. Вашего доклада я не слышал. Я жду другого доклада. Его ждет армия. Имейте в виду, полковник Бакштайн, на карте стоит ваша репутация. На карте стояла репутация и карьера генерала Моргенштерна. Это он придал бою более широкий размах, чем требовали от него. Успел положить полнокровный полк. И вот, сверх всяких ожиданий, первая массированная атака ударной группировки не удалась. Атака захлебнулась. Неужто генерал никогда не признался бы даже самому себе, что червь сомнения и тайного неверия точил его с первого дня войны с Россией? Успехи полностью совпадали со смелыми предположениями политических и военных руководителей. Оккупированная территория радовала и страшила своими размерами. Но было что-то не то. Это не то не укладывалось в привычные понятия. Наверное, потому, что все советское, начиная с государственного устройства и кончая психологией людей, выходило за рамки веками устоявшихся представлений. Вот и сегодня. Кажется, все выверено, все рассчитано. И все ломается. В чем дело? Кофе остался недопитым. Генерал фон Моргенштерн смотрел на телефонный аппарат и ждал. Минуты тянулись нестерпимо долго. На лицах штабных офицеров была написана абсолютная непричастность. Конечно, за все в ответе будет он, командир дивизии. Но, господа, в случае успеха вы будете тоже непричастны. Если поражение, его нанесет противник. Если бой будет выигран, его выиграет он, генерал фон Моргенштерн. Только он. Глава 4. Подполковник Суровцев приказал отбить атаку и контратаковать. Командир 113-го полка бухнул в телефонную трубку. Есть. Суровцев подумал, что вот сейчас Добрынину лучше быть на командном пункте дивизии. Удивился, что помнит имя отчества. Иван Степанович большим грехом считал свою неспособность запоминать имена. Выручала официальность отношений. Но было очень плохо, мучительно, когда надо назвать человека по имени, а Григорий Ильич не помнил. С Добрыниным постояли рядом полчаса. Они посмотрели на карту, даже не поговорили толком. А вот, поди ты, запомнил. И от этого ему сделалось очень хорошо. Если бы у Суровцева было время, он без труда догадался бы, что хорошо ему стало вовсе не от того, что вот, запомнил. Просто все складывалось так, как надо. День клонился к вечеру, а дивизия стояла. Люди, каждый человек в отдельности, сделали все, что могли. И сам он сделал все, как надо, и новый командир дивизии. Сейчас пожал бы полковнику Добрынину руку и сказал. Но пожать руку не мог. Добрынин лежал в полузасыпанной траншее. Над ним сидел Алешин, смотрел в бледное лицо своего полковника и не знал, что делать. Отирал кровь со своего лица. А рядом лежал убитый капитан Ивашенко. Его нечем было даже прикрыть. Когда же Ивашенко снял шинель? Сейчас лежал в стеганой безрукавке. Немецкий пулемет прошил капитана поперек груди. Из стеганки надергало ваты, словно кто-то из баловства наделал дырок, лицо без кровинки, было спокойное, очень чистое, а глаза открыты и уж подернулись не холодным литком. Все произошло несколько минут назад. Сначала немецкий танк забирал круто в сторону. Алешин думал, что он минует их. И вроде бы досадовал даже, что уйдет. Целым и невредимым. Но танк неожиданно развернулся. Сейчас Алешин старался не смотреть на капитана Ивашенко. Но все равно видел, как тот ползет навстречу танку. Вот поднялся во весь рост и тут же рухнул. А граната откатилась в сторону и взорвалась. Он вдруг увидел, что капитан Ивашенко все-таки ползет. Но нет уже другой. Алешин помнит, как сделалось страшно. Этим другим был полковник Добрынин. Но почему же он, Алешин, не поспешил к своему командиру? Только когда рядом рвануло, в лицо шибануло нестерпимым жаром и дымом, почему-то оказалось, что лежит рядом с полковником. Немецкий танк загорелся. Алешин смотрел, как отстает, коробится на броне грязная краска. Оглянулся кругом, но не увидел ничего, кроме взвороченной земли. В танке стали рваться патроны, а кто-то в самое ухо крикнул. Ну, молодец. Это кто молодец? Теперь бой гремел в стороне. Алешин вглядывался в дымную муть. Не идут ли немцы? Молодой капитан со змейками на петлицах толкнул Алешина в плечо. Бери. Осторожно. Они перенесли командира дивизии. Положили и стали чего-то ждать. Смеркалось. Пришли трое солдат, усталые и молчаливые. Один принялся углублять траншею, сказал. Помогай, чего стоишь? Алешин не понимал, зачем надо копать. Но взял лопату и молча стал выкидывать сухой песок. Когда подкопали под мертвого капитана, песок на всю лопату оказался черным и мокрым. Двое взяли капитана за плечи и под колени, осторожно опустили в яму. Сказали. Засыпай. Алешин зажмурился и вылез из траншеи. Один солдат качнул головой. Ишь ты. Другой повздыхал. К это кому никогда не привыкнешь. По себе знаю. Уж я сколько прошу, чтобы отчислили. Капитана Ивашенко прикопали, воткнули дощечку от зарядного ящика. Солдат послюнил химический карандаш и что-то почертил на ней. Сумерки густели. Подняли на плащ палатки полковника Добрынина. Понесли. Солдат сказал. Тяжелый. Ему никто не ответил. Над головой заворочилась. Все ближе. Снаряд рванул. Слепящее пламя шарахнулось в стороны. Осветило распятых, скорченных людей, конскую тушу и грузовик вверх колесами. Через несколько минут сделалось темно. Прилетел еще один снаряд. Разворотил землю. Швырнул в темноту крашенные пластины и толстые бревна. От светогня леновато облизнул оторванную ногу в кирзовом сапоге, двух бойцов, которые лежали неподвижно, в обнимку. Валялись котелок и саперная лопатка. Люди, все, что осталось от них, лежали кучно и от того, страшно. Но огонь шарахнулся и погас. На мертвую землю спустилась ночь, а в стороне все еще гудела артиллерия. Там немцы атаковали позиции 113-го полка. Гренадеры 2, отборные пехотные части, пошли в атаку лихо, на пролом, но трижды откатывались назад. В четвертый раз дорвались до первой траншеи. И все, вылезти из окопов уже не смогли. Не хотелось умирать. Русские осатанили. Храни меня бог. Минут через 15-20 станет совсем темно. Тогда все прекратится. Гренадерам прикажут отойти на исходные позиции, в свои землянки. Только бы минут 15. Кругом горели танки. Некоторые сгорели еще засветло и теперь стояли черные, мертвые. А те, что уцелели, ушли назад. Еще минут 15, и живые солдаты останутся живы. Генерал фон Моргенштерн потерял самообладание, кричал в телефонную трубку. Вы идиот, Бакштайн. Я дал такую великолепную возможность. Он не мог объяснить, какую такую возможность дал полковнику Бакштайну. Просто ему, Моргенштерну, было нестерпимо жаль, что великолепная возможность, которую нарисовал в своем воображении, безнадежно провалилась. Орудийная канонада затихла. Электрический свет в бункере потускнел. Наверное, сел аккумулятор. Генерал фон Моргенштерн снял телефонную трубку и ровным, холодным голосом приказал оставить русские окопы, отойти на исходные позиции. В конце концов, ничего дурного не случилось. Генерал вышел из бункера. Стоял, заложив руки за спину, смотрел в сторону русских. Ночная липкая темень закрыла землю, стал накрапывать дождь. Не было видно ни беленого домика под соломенной крышей, ни обгорелой ветлы, ни ухабистой дороги. Не было видно ни телеграфных столбов, ни штабных машин, ни людей. Генерал почувствовал одиночество, какого не испытывал никогда. Пришла мысль, что хорошо бы стать хозяином бокалейного магазина, зарабатывать на скромную жизнь, каждый вечер проводить дома, в семье, и ни о чем не думать, кому нужно, что его фамилия где-то значится, что у него боевые ордена, что его повысят в чине и должности. Ему вдруг показалось омерзительным, низким быть высокопоставленным исполнителем чьих-то политических замыслов, отдавать свой покой, здоровье и жизнь за эфемерное иллюзорное положение генерала, которого знает узкий круг сослуживцев и которого в конечном счете никто не хочет знать. Да еще, чем кончится война? Такие мысли пришли к фон Моргенштерну впервые, от них сделалось страшно. Потому что в этих мыслях заключалась правда, единственная, настоящая. И особенно страшно было от того, что хозяином магазина он не сделается никогда, а следовательно, никогда не станет жить в домашнем уюте, никогда не будет у него покоя. А все, что есть сейчас, к чему, зачем. Однако ничего нельзя поделать, потому что он неволен над собой. Не вольны даже те, кого вся Германия считает всесильными, потому что есть непонятные, страшные русские. Начало знобить. Передернул плечами, стряхнул недолгое оцепенение и вернулся в бункер. Десяти минут вполне достаточно, чтобы наполнить себя кислородом. Теперь можно работать до полуночи. Десяти минут вполне достаточно. И чашку кофе с коньяком. С коньяком? Да, конечно. Полковник Бакштайн ни при чем. Только русские. Подошел к рабочему столу в тот момент, когда зазвонил телефон. Генерал не сразу протянул руку. Звонка не должно быть. Наконец поднял трубку и услышал то, чего подсознательно ждал, чего боялся. И все-таки неожиданным показался сорванный голос Бакштайна. Русские в наших окопах. Они режут ножами. Вы слышите? Они режут ножами. Война есть война. Но такого еще не случалось. Если б у генерала было сейчас время и желание присмотреться к своей военной карьере, вспомнил бы, что все проходило для него удивительно легко. Самой тяжелой была война 14-го года, но Моргенштерн захватил ее только краем, да еще, благодарение Всевышнему, на Западном фронте. Однако и сейчас помнил русскую атаку. Утром стало известно, что Зуава в три. Зуавы, французские солдаты-африканцы, сменили русские из экспедиционного корпуса. И эти русские поднялись в штыки. Моргенштерн и теперь помнил громадных усачей, серые шинели, длинные жало штыков. Но то был короткий эпизод. Как дурной сон. Который хоть и помнится, но уже не трогает. Акции в Испании. И вот эта, европейская, война до России. Все удивительно легко, почти бескровно. Военные экспедиции были похожи на прогулки со стрельбой по живым мишеням. А теперь трудно. Даже очень трудно. Сегодняшний день не самый плохой. Бакштайн только что сообщил, что русская атака захлебнулась. Совсем неплохой день. Конечно, цель не достигнута. Но русским нанесен большой урон. В ночь они не пойдут. Солдаты в окопах тоже были довольны. Слава богу, остались живы. Они заслужили отдых и кофе. Каждому в котелок льют гороховый суп с мясными консервами. В крышку кладут порцию масла и повидла. А кофе. Как пахнет сегодня кофе. В землянке унтер-офицера Гейнца Мюллера выпили водки. Оттуда доносились сепловатые звуки губной гармошки. Знакомый сентиментальный мотив. Мечтательный голос то поднимался, то снижался и пропадал. Тосковал по далекому, невозвратному. Как льет, лили марлиен, как лед, лили марлин. В темноте, в узком окопном переходе, курит двое солдат, взблескивают огоньки сигарет. Один сказал. Генриха закололи штыком. У них штыки тонкие и длинные. Я видел, как острие вылезло из спины Генриха. Другой повздыхал. Это ужасно. Из землянки доносилась. Тоскливая. Как лед, лили марлин. Хотел бы я подержать эту лили. Другой солдат затоптал окурок. Отозвался мечтательно. У меня дома широкая-широкая кровать. Дубовая, прочная. Еще от деда. А жена. Ты знаешь, какая у меня жена. На ней можно лежать поперек. Камрад вздохнул. Поперек? Зачем же? Они замолчали. Над бруствером в ночной черноте пошумливал, шурхал прошлогодним бурьяном холодный мартовский ветер. Рядом кто-то в полголоса ругался и всхлипывал, упоминал дерьмо и черта. А в землянке унтер-офицера Мюллера громко и пьяно требовали подгубную гармошку. Мария, подари мне твою улыбку. Мне снятся скверные сны. Камрад заверил. Этим летом все кончатся. Ты знаешь, моя жена. Нет. Мне каждую ночь снятся скверные сны. Далеко в стороне взлетела ракета, коротко рыкнул пулемет. И опять все затихло. Иван тоже уморился. Другой не ответил. Потому что кругом сделалось очень уж тихо. Ни выстрела, ни говора, ни песен. Точно всех одолел внезапный крепкий сон. Иль все затаились, прислушались. Во Франции мы пили настоящее бургундское. Лучше не вспоминать. По ушам хлестнула, ударила. Хальт. И, словно перехватила горло. Сверху, из темноты, посыпалась земля. Живая лавина обрушилась в окопы. А-а-а. Теснота. Чужое. Крепкое дыхание. Тупые удары. Пронизанный ужасом вопль. И резкая команда. Бей. Редкие щелчки пистолетных выстрелов. Надсадный хрип и ругань. Предсмертные вскрики и стоны. Ночная темнота и смерть над каждой головой. Золь датин. И громкое. Крутое. Впер риет. Точно с просонья визгнула губная гармошка. И в тот же миг рванула граната. Косо метнулся желтый огонь. Выхватил из темноты небритые лица и серые шинили. Золь датин. Небо обрушилось. Земля осела до самой преисподней. Тяжелые снаряды накрыли. Разворотили вторую траншею. Генерал фон Моргенштерн самолично крутил ручку полевого телефона. Сердито и настойчиво повторял позывные. Полковник Бакштайн не отвечал. Закурил и приказал соединить его со штабом армии. Боже, как не хотелось ему. Но другого выхода не было. И когда услышал голос командующего, подумалось, что вот сейчас провалится. Но доложил обстоятельно. Собрал силу воли, чтоб говорить спокойно. У него хватило мужества доложить все как есть. И даже сгустить. Потому что размеры неудачи станут видны только утром. Счел лучше так. А там, будь что будет, генерал фон Моргенштерн боялся, не мог произнести слово «разгром», но доложил откровенно мрачно. Сказал, что полковник Бакштайн, к сожалению, не оправдал его надежды. Однако он, Моргенштерн, винит только себя. Говорил подчеркнуто строго, давая понять, что снисхождение не ждет и готов держать ответ. Сидел у телефонного аппарата прямо. На худом лице морщины сложились скорбно, а взгляд был недоступным. И штабные, конечно же, считали, что такого человека винить нельзя. Он сделал все, что мог. Командующий не видел лица, и было ему решительно наплевать на эмоции. Он понял, что 500-й дивизии, как таковой, больше не существует, что Моргенштерн бездарно проиграл. Но русские не станут развивать маленький успех. Скорее всего, закрепятся на своих позициях. Может быть, отойдут на основной рубеж. Им предстоят оборонительные бои. Генерал Жердин не станет расходовать силы на частные операции. Генерал сидел за рабочим столом худой, строгий, больше похожий на ученого, чем на военного. Он понимал, что нынешний день всего лишь малозначительный эпизод. Главное начнется через месяц. Неделю назад, на праздновании Дня памяти героев, Гитлер обещал уничтожить русскую армию этим летом. Сейчас план летней кампании вырисовывался в деталях. Главная цель, захват богатых сельскохозяйственных районов Восточной Украины и Кавказской нефти, может приобрести. Однако, решающее значение только в том случае, если советское командование использует большое количество войск для упорной обороны на юге и при этом потеряет их. Если же русские сохранят армию, захват территории может стать гибельным, как сложится летняя кампания. Конечно, русские не могут не заметить немецкого приготовления. Не захотят ли упредить? Еще зимой они стремились овладеть Харьковом охватывающими ударами. На севере через Белгород, на юге – через Изюм. Южнее Харькова русские прорвались у северского Донца по обе стороны Изюма и передовыми отрядами почти достигли Днепропетровска. Кризис был ликвидирован. Однако на участке Славянск, Барвенково, Лозовая, Балаклея, западнее Северского Донца остался очень неприятный выступ. Из этого выступа русские угрожают правому флангу армии. Как поведет себя противник? Русские имеют обыкновение упрямо придерживаться однажды поставленной цели. А на этот раз, не пойдут ли снова на Харьков, встретят немецкое наступление в жесткой обороне или попытаются упредить удар? А 500-я дивизия – всего лишь эпизод. Главное начнется только через месяц. Однако никто в точности не знал, что и как будет дальше, ни подполковник Суровцев, ни командарм Жердин, ни другие. Все только предполагали, с большей или меньшей дали вероятности. В конечном счете все зависело от людей, которые в ночь на 30 марта лежали и сидели в грязи в наспех отрытых окопах и ячейках, которые угрюмо и тяжело шагали, тащились под дождем и не хотели ничего, кроме сухого места, куска хлеба до котелка горячих щей. 78-я стрелковая дивизия отходила на подготовленные позиции. Начальник штаба дивизии подполковник Суровцев шагал на Тружино из последних сил, придерживался рукой за бричку и думал, что, если потеряет Добрынина, не простит себе до самой смерти. А что мог не пустить, отсоветовать, в бричке лежал раненый лейтенант, командир взвода автоматчиков, который ушел вместе с Добрыниным, и контуженный командир полка. Солдаты из поисковой группы принесли крутого, доложили. Штаб полка разбит прямым попаданием. Неподалеку нашли убитого рядового Алешина, ординарца командира дивизии, да еще кто такие, не признаешь. По сапогу, по штанине, видать, рядовые полковника Добрынина не нашли. Может, разметало, потому как и штаб, и наблюдательный пункт накрыло снарядами. Все может быть. Суровцев послал вторую группу. Вот уже три часа, как послал, а никто не возвратился. Неужто убит? Перевалило за полночь, было темно, тихо, сверху, из черноты, сочился нудный, холодный дождь. Под ногами солдаты лошадей чавкало, хлюпала грязь. И голос ездового, негромкий, сонный, безразличный. Но иди, но, было похоже, боец понукает лошадей, Чтоб только не уснуть. Он давно промок и сидел, не шевелясь. Зачем зря нахолаживаться? Знал, что в бричке лежат два командира. Знал, что дивизии приказано отходить. Он пошевеливал вожжами, недоумевал. Зачем это, отходить? Зря, не иначе, ошиблись командиры. Вон какой день был. 113-й полк, сказывают, пошел вперед. Немцев, сказывают, наваляли. И после этого, отходить, надо бы стать и стоять. Закопаться в землю и стоять. И день стоять, и месяц, и еще. Только вот ездовым, как-то совестно. Идь не хворы и стрелять умеет. А во, только надо, чтоб начальство приказало стоять и не отходить. Как под Москвой в прошлом году. Стали, уперлись и, шабаш. А то, что ж это? 113-й полк пошел, а всю дивизию, назад. У них в колхозе за это взгрели бы. Но, иди, но. О, кони устало фыркали, бричка ползла тихо, мягко, на каждом колесе грязи, с трудом переворачивается. На ухабах бричка заваливалась, неподмазанные колеса сухо повизгивали, в передке что-то ударяло, расхлябанно постукивало. В это время ездовой слышал за спиной слабый стон. Натягивал вожжи, а кони шли все так же ровно, ни быстрее, ни тише. В бричке лежали двое, но стонал один. Может, другой-то помер? Либо поглядеть? Да что толку, поглядишь. Ездовой не различает даже собственных колен. Только когда пыхает цыгаркой, видит свои скрюченные пальцы и омазалевшие ладони. Кони тянут бричку из последних сил, то и дело встряхиваются. Впереди, с боков, сзади идут солдаты. Тяжело, понура. Вытягивают из грязи промокшие ноги, переносит, переставляют пудовые ботинки. Только когда опускается нога, мягко тонет в грязи, становится вроде бы легче. На один момент. И опять надо вытягивать. Еще и еще. А ноги налиты свинцом, спину сечет, и промокшая шинель стоит коробом, тяжеленная, железная. И гимнастерка, и нижняя рубаха промокли, прилипли. В брюхе пусто. Горячие привозили двое суток назад, а что было в вещмешках, вчера доели. Под навес бы теперь, на сухую соломку, да котелок щей, чтобы с пылу. Но кругом только дождь, винтовка да мешок за плечами. Ни навеса, ни соломки сухой. На всем белом свете, холодная липкая ночь. Тяжелое месиво под ногами, да тупая непроворотная усталь. Идут солдаты. Могут ли, не могут. Потому что получен боевой приказ. И вот так, медленно и упрямо, будут идти они до утра. А может, и в день пойдут. На коротком привале, если не найдут сухого места, упадут прямо в грязь. Позади опять забухали пушки, тупо и глухо. Словно деревянным молотом в деревянную стену. А в стороне заведнелась зарева, длинная, узкая. Так, полоска по горизонту. Эта полоска напомнила, что есть земля и небо. Временами полоска разбухает, наверное, там горит. Но это далеко, километров двадцать. Там взбурлило, и зарева посветлела, поднялось выше. Чуть затихло. Потом снова пушечный гул круто перевернул ночной горизонт. Вздыбил, сломал отяжелевшую сырую ночь. Вон, ты не убьешь, тебя убьют. Чую, обходит немец, сказал один. Гляко, что там? Рядом пыхнули цигаркой. Знай, иди себе. Ты не серчай. Ты не думай, что рабею обойдет. Будем пробиваться. Большой уволистый боец простуженно покашлял. Он в такую ночь не полезет, потому как любит воевать аккуратно. Чтоб, значит, погода была ясная и дорога хорошая. Чтобы утром кофе был. И чтоб мы воевали аккуратно. Любит. Как ни по их нему, так у них трясение мозгов начинается. В книжке, что ли, читал. Солдат опять покашлял. Читал. Под Тернополем в четырнадцатом году. С обочины дороги долетела сердитая команда. Третья рота, подтянись. Тот самый, что воевал под Тернополем, крякнул. Подтянулись. Ядрено вошь. Кто-то вздохнул. Некуда тянуться-то. Зарева над горизонтом то ширилась и подымалась, то пропадала. То возникал и разрастался, то осаживался и глух далекий эрудийный гул. Может, и вправду обходит? Ездовой сидел на передке сгорбившись, понукал коней простуженным голосом и безразлично думал, что вот идет в темноте множество людей, и никто не знает, куда идет. Никто не знает его. Мишку Грехова из-под Севска. Тимофея Клыкова нэнча убила. И Саньку Камнева убила. У него, у Грехова Мишки, есть мать и сестренка Любка. Они думают о нем и ждут писем. Мишка знает, думают, ждут. А вот сотни людей, которые месят ботинками и сапогами грязь, не знают его и не думают о нем. И он не думает о них. А ведь у них тоже есть дом и семья, и там дома с нетерпением и страхом думают о каждом. Надеются, что они вернутся с войны живыми. И о тех думают, кого нэнчи закопали или просто оставили. А те, что шагают сейчас под дождем, в темноте, завтра, может, упадут и уж больше не встанут. Дома получат страшный листок, будут плакать и убиваться и еще какое-то время, не веря никому и ничему, станут говорить о нем, как о живом, будут ждать и теплить себя надеждой, что все, неправда. Миша вернется, заговорит, засмеется и сядет за стол. Но он не вернется, не придет. Помнить его будут долго, а говорить о нем станут все реже. Потом назовут только при случае. Кстати, скажут. Нашего убили в марте 42-го. Где? Под Изюмом где-то. Деревня есть. Чудное такое название, сразу не выговоришь. Все помнилось, да вот, замстила. И тут же заговорят о делах, о богатой свадьбе в соседнем колхозе, что у Марьи народилось сразу трое и все, слава Богу, живы-здоровы. А кум Митрофан купил породистую телку. Купил или не купил? Мишка передернул плечами. Фу ты, дьявол. Марья в их селе действительно родила тройню в позапрошлом году, а Митрофан купил холмогорского телка. Надо же, лезет в голову. Из темноты крикнули, грехов, ездовой грехов. Мишка слышал, но не отозвался. Идите вы под такую мать. Третьего все равно не положишь. Понукнул коней, матюкнулся. Кто-нибудь дома сидит теперь. По праздникам будут говорить громкие речи и хвастать достижениями, а под конец помянут тех, кого нет. Скажут о них хорошие слова, что геройски воевали и геройски погибли. Но скажут совсем не так и совсем не то. Потому что никто из тех, кто станет говорить, не дрался в этом вот бою, не шел потом через ночь по колено в грязи, под дождем, неизвестно куда. Мишка вдруг сообразил, что думает о себе как о мертвом, без содрогания и страха. Просто думает. Потому что сжаться в комок, не выпускать тепло и думать о чем-нибудь лучше, чем пялиться в дождевую темень. Может, и не убьют. Вернется Мишка домой с орденами, с треугольничками на петлицах. Петлицы будут черные, а на них золотые танки. До лейтенанта Мишкины мысли не доходили, а старшиной почему бы нет? И почему не быть танкистом? Он окончил семь классов и выучился на тракториста-дизелиста. Взяли его в танкисты. А машин не оказалось, и сделался Мишка ездовым. Может, вспомнит про него и заберут. Покажут, сумеет. И вот тогда держись. Тогда он вернется домой с орденами, на него станут смотреть и завидовать. Только, чему завидовать? Ведь люди не будут знать ни этого жуткого дня, ни этой вот ночи. Завидовать и восторгаться подвигами будут люди, которые не видели войны, и скажут о ней совсем не так. Конечно, не так. На душе у Мишки пусто. Помереть не страшно, дожить до старшины, до орденов несбыточно далеко. Убьют сто раз и еще раз. Но думать все-таки лучше. Хоть о чем-нибудь. Послышался глухой и прерывистый гул самолета. Он был высоко и никому не страшен. Да едва ли кто-нибудь из тех, кто с великим трудом шагал по размытой, разухабленной дороге, мог чего-нибудь испугаться. Мишка вдруг увидел конские крупы и солдат, похожих на смертельно усталых богомольцев. Те же согбенные фигуры, те же котомки за плечами. Шапчонки натянуты на самые уши. Только баташки торчат кверху. Разбитый грузовик на обочине дороги, лошади, солдаты, все проступило из темноты, обрело свою форму. Двое под руки вели раненого, шея и голова у того были забинтованы. Мишка увидел даже дождевую кисию. Немец повесил фонарь. Все понимали, что немец зря это сделал, только потратился, потому что ничего не увидит. Небо низкое, набрякшее, и на нем мутное пятно, словно пробивалась полная луна. Рядом кто-то беззлобно сказал «Вот собака» и засмеялся. Осветительная ракета висела одну минуту и погасла. Опять стало темно. Только сап коней, тупой перестук колес до хлюпаний множества ног. Впереди крикнули подполковника Суровцева. Через несколько минут остановились. Сзади хрипел, сигналил грузовик. В стороне, в кромешной тьме, гудели танковые моторы. Возле самого уха шуршал дождь, а справа и слева, очень далеко, взрыгивали пушки. Мимо колонны, увязая в грязи, пробежал один, следом другой. Этот другой, глотая от спешки собственное дыхание, натуженно и злобно кричал. «Разберись!» «Разберись!» Но никто не пошевелился. Потому что никто не знал, как разбираться и зачем разбираться. На дороге, на обочине стояли солдаты, подводы, машины. Сзади, с боков лениво стреляли пушки, мгновенные тузьменные зорницы отбивали край земли, а сверху из ночной темени сеялось, лилось. «Разберись!» И опять ни один человек не двинулся, не шевельнулся. Потому что каждому было до себя. Мысли и желания не шли дальше собственной усталости и боли, дальше ноющего голода. Было похоже, ни в одном человеке не осталось ничего живого. Только стоят почему-то, не падают. И кони обессилили, и железные моторы заглохли бессильно. Далеко впереди зашумели и затихли. Потом чей-то сорванный голос. «Вперед!» «Вперед!» «Хоть бы постоять, передохнуть!» «Впереед!» «Кто-то матерился, бессильно, тоскливо!» «Захлюпала грязь!» «Тронулись!» «Спина, что была впереди, пропала!» «Сзади навалились, наперли!» «Трогай!» «Востоишь, погоняй!» Мишка шевельнул вожжами. «Но иди!» К Мишке подошли двое. Один сказал. «Останови!» «Рыр!» Мишка угадал своего старшину. Обрадовался. Думал, убили нынешним днем. Хоть и сволочной старшина, а хорошо, что живой. С ним еще один незнакомый, в каске. В темноте Мишка разглядел. Рука в бинтах. «Троих нельзя!» Сказал Мишка. «Кони не берут!» Старшина спросил. «Грехов, ты пулемет знаешь?» «А что?» Я спрашиваю. «Знаешь или не знаешь?» «Приходилось. Пойдешь, Ковчаренко!» Вторым номером. Мишка слез. Обернулся к низкорослому в каске. «Лошадей-то видел?» Тот не ответил. Обошел под воду. Сунул руку под хомуты. Мишка решил. «Понимает!» Низкорослый солдат долго черкал спичками. Когда огонек загорелся, Мишка увидел под каской заросшее худое лицо. Услышал неожиданно густой бас. «Куда прикажете везти?» «В санбат!» «Проедешь дальше, спросишь?» «Там укажут?» «Есть!» «Может, Малаканова увидишь там минометчика?» «Володю Малаканова?» «Не знаешь?» «Так вот, если увидишь, привет передай!» «Мол, так и так, помаленьку воюем!» Старшина помолчал, подумал, потом заторопился. «Его вчера ранило. Тяжело!» «Если не живой, тогда, значит, ничего не надо!» Ездовой хмыкнул. Но ответил по уставному. «Есть!» «Только теперь Мишка понял окончательно, что больше не ездовой. Не обрадовался и не огорчился, спросил, он где, овчаринка-то?» Старшина завернул длинную матерщину. Мишка поправил винтовку, засунул углы шинили в карманы и пошел вместе со всеми. Он вдруг заметил, что ночь поредела. И хоть по-прежнему моросил дождь, бухали пушки и нельзя было разглядеть соседа, на душе сделалось легче. Сзади кто-то сказал, моросит и моросит. «Вот зараза!» Мишка коснулся плечом высокого солдата, спросил. «Пулеметчик овчаринка не знаешь где?» Солдат не ответил. Сзади сказали, моросит и моросит. Мишка увидел балочку и голый куст. Увидел, что у солдата, который шел впереди, не было хлястика и пола шинели оторвана. Увидел редкие штыки. Рассветало. Мишка опять спросил про пулеметчика овчаринка. И вдруг увидел, что у большого, высокого солдата впалые, давно не бритые щеки, а глаза провалились, словно не было глаз. «У тебя хлеб есть?» Спросил солдат. Мишка чего-то вдруг испугался, поспешно снял вещмешок, вынул кусок хлеба. Пошарил еще, но больше ничего не нашел. Хлеб оказался мокрым, корка осклизла. Мишка разломил пополам. «Ешь». Тот быстро съел свой кусок, сказал тихонько. «Спасибо». Мишке захотелось о чем-нибудь спросить высокого солдата. «Должно быть, потому, что по натуре своей был общительным, а на бричке не разговариваешься». И за ночь не перемолвился ни с кем, ни единым словцом. Но почему-то застеснялся. Высокий пошарил по карманам. «Должно» искал за 869 лушек, но не нашел. Перебросил винтовку на другое плечо, сказал мучение. И вздохнул, коротко, тихо. Мишке почудилось опасливо. Точно солдат боялся пропустить пушечный выстрел или, как шуршит, сеется мартовский дождь. Мишка пошевелил плечами, чтобы прогнать сырость, но не прогнал. Успокаивая то ли себя, то ли соседа, сказал. «Ничего, скоро дойдем». Он не знал, куда идут и когда дойдут, но повторил. «Дойдем». На обочине дороги стояла танкетка, наверное, штабная. Возле нее теснились люди. И что-то рассматривали, светили карманным фонарем. «Должно» карту. «Командиры, значит, да что, карта? Смотри, не смотри». Начальник штаба дивизии подполковник Суровцев стоял перед командующим на вытяжку. Но, как не примился, стоял сутуло, докладывал глухо, почти без голоса. 313-й полк сведен в батальон. В 113-м потери незначительны, он прикрывает отход. Дивизия поставленную задачу выполнила. Жердин качнул головой. Так. Он стоял высокий, сухопарый, глаза смотрели холодно и жестко. Так, повторил Жердин. Помолчал, прибавил тихо, точно напомнил самому себе. Не нашли, значит, Добрынина. Суровцев спрятал подбородок в домашний шарф. Не нашли, товарищ командующий. Опустил плечи. Сделался ниже ростом, совсем маленьким и хилым. Заговорил осипло, не подымая головы. «Я служу в армии 30 лет. Все эти годы я мечтал о таком вот командире». И Жердин, словно проникаясь суровой грустью маленького подполковника и в то же время наливаясь досадой, сказал. «Вы же не знаете его». Подполковник норовисто вскинул голову. Глаза были решительные, неуступчивые. «Я считаю, товарищ командующий, чтобы узнать человека, не обязательно жрать соль». Жердин согласился. «Не обязательно. Только останься он в живых. Снял бы с него шпалу». Суровцев шатнулся вперед. «Снимать шпалы мы умеем», – придушина сказал он. «Потом спешим из лейтенанта сделать генерала. Имеем богатейший опыт». Жердин смотрел удивленно. «Вот вы какой». И нельзя было понять, одобряет или осуждает. Минуту стояли друг против друга, слушали ровный гул артиллерии. Суровцев сказал. «Жене Добрынина я напишу». Жердин покачал головой. «Я сам». Опустил глаза, прибавил тихо. «Он ведь мой друг». Глава 5. «Добрынин почувствовал, как по лицу тянет ветер, а земля вздрагивает и шевелится. Где он? В памяти не было ничего. Все отошло и накрепко забылось. Ага, вон гудит, наваливает танк. Длинная пушка глядит прямо на него. Вспомнил. Только когда это было. Большой, сильный человек с гранатой в руки поднялся навстречу танку. И тут же упал. Но где это было? Когда? Из разбитого танка повалил дым. Этим дымом опять заслонило все. На исходе ночи Добрынин снова очнулся. Медленно и робко, не доверяя самому себе, стал припоминать. Подполковник с шарфом на шее, лейтенант с отчаянными глазами. Потом, полузасыпанный окоп и танк. Мелькали, взблескивали траки, убегали назад, все назад. А пушка целилась в глаза. Но вспомнить, что было дальше, мешал стальной грохот. Он заглушал звуки, прогонял мысли. Опамятовался, пришел в себя, кажется, от того, что сделалось холодно и сыро. Вверху было черно, а рядом, с боков, еще чернее. Сверху сочилась холодная вода. Слышался мягкий шорох. Понял, что идет дождь. Вдруг припомнил решительно все. И подполковника Суровцева, и даже начищенные сапоги лейтенанта Веригина. Припомнил, как упал капитан Ивашенко. Тяжесть противотанковой гранаты в своей руке. Теперь дождливая черная ночь и далекая, словно на краю земли, орудийная канонада. Теперь один, долго лежал не шевелясь, думал, что же сталось с дивизией. Было ясно, что 313-й полк уже не обороняется. И если все, что помнят, было последним сопротивлением и дивизия не устояла, или ей приказано отойти, он, полковник Добрынин, остался в немецком тылу. Но сколько времени прошло? Если ночь на исходе, прошло часов десять, что делать? В какую-то минуту полковник Добрынин услышал голоса. Но все пропало. Это что, померещилось? Он никогда особенно не боялся смерти. Быть может, потому, что давно свыкся с мыслью. Кончит свою жизнь на поле боя. Никогда не думал попасть в руки врага. Всегда казалось, попасть или нет, зависит лишь от него. А вот лежит, беспомощный, неподвижный. Неподалеку зачавкали шаги. Все ближе. Хотел повернуться поудобнее, но руки и ноги были чужими, не шевелились. Может, немцы? Шаги совсем близко. Что-то тяжело плюхнулось. Упало. И с радостью, которой не испытывал в жизни, услышал злой негромкий голос «Мать твою так и перетак свои». Добрынин хотел крикнуть, но не получилось, только застонал глухо и бессильно. Немного подальше, другой голос. Кубраков «Чего там?» Рядом сказали. «Ищем, ищем, да и найдем живых немцев. Свои, ведь свои». Потянулся вперед. Каленые стрелы больно пронзили до самой середки. Жгучие молнии вспыхнули и погасли. Сделалось черно и глухо. Ни орудийного гула, ни дождя, ни голосов. Когда пришел в сознание опять, была еще ночь и все так же сочился дождь. Лежал на спине, наверное, дождь и вернул ему сознание. Нестерпимо болела голова. Ранен или контужен? Пощупал голову. Другая рука тоже шевелилась. Нет, не ранен. Боясь, что руки отымутся, вытянул их вперед. Повернулся на бок, великим усилием согнул ноги в коленях. Страшась потерять сознание, поднялся на четвереньки. Тело было слабым, дрожало, голова раскалывалась. Увязая руками и коленями в грязи, вылез из воронки. В стороне, где били пушки, увидел желтое длинное зарево. А рядом было тихо и черно. Только вялые шуршания дождя. Куда и как? Долго собирался с силами, никак не мог отдышаться. Один. Его найдут немцы. Тронул себя за пояс. Пистолет на месте. Ага. На душе сделалось легче. Опять встал на четвереньки и опять пополз. Наткнулся на человека. Каской мокрая шинель. Товарищ, товарищ. Слабыми руками затормошил солдата. Товарищ ползком околесил убитого. Куда? В какую сторону? Пушечный гул сделался яснее. Проглянула синеватая луна. Прямо перед собой увидел воронку. А рядом с ней убитых. Они лежали густо, кучно, как будто постарались нарочно угодить под снаряд. Превозмогая слабость и апатию, пополз дальше. На что-то натыкался, сваливался в ямы, потом вылезал. Ронял голову на землю и отдыхал. Когда услышал рок от автомобильного мотора, для чего-то пожалел, что нет у него винтовки. Но винтовка вскоре попалась ему, и он, опираясь на нее, поднялся. Переступил ватными ногами. В кромешной тьме он ничего не видел, надеялся, что идет на восток. Ориентиром служили окопы. Время от времени опускался на землю, в грязь. Перед глазами, точно на вождении, стоял сухонький подполковник с седыми волосами, в домашнем шарфе. Подполковник держал телефонную трубку, говорил сердитым голосом неразличимые слова. Он находил успокоенность, и он, отдаваясь желанию отдохнуть, впадал в забытье, лежал под дождем, видел арбат и манежную площадь, шел на улицы Воровского. Потом сворачивал в тихий переулок. Он был действительно тихий и очень мирный, этот переулок. Даже дети жили там тихие, удивительно воспитанные. Исключение составлял Костя. Он был несговорчивый, шумливый. У него все получалось не как у других детей, все наоборот. Он являлся непременным участником, а чаще заводилой школьных историй, которые заканчивались вызовом родителей и домашним разговором всерьез. Учился Костя неровно, случалось, приносил плохие отметки. Показывал дневник, объяснял равнодушно. Неинтересный был урок. Мать волновалась, Костя дергал плечом. Завтра принесу отличную оценку. Пожалуйста. Ивана Степановича беспокоило другое. У сына, кажется, не было друзей. То ли считал себя выше сверстников, то ли просто не находил с ними ничего общего. По-настоящему дружил он с художником Хлебниковым. Михаил Николаевич жил этажом выше, одиноко и замкнуто, в небольшой запущенной квартире. У Добрыниных часто собирались художники, бывали артисты. Иногда приглашали Михаила Николаевича. Вернее, приглашал Костя. Отзывал мать и просил. Я позову. Мать знала, о ком он просит. Спохватывалась, кивала, лицо делалось виноватым. Конечно, конечно, я только что хотела просить тебя. Костя бегом поднимался к Михаилу Николаевичу и приглашал, тянул к себе. Тот приходил, застенчивый и незаметный, с неизменным альбомом в руках. Он рисовал дома, на улице, в электричке. У Добрыниных он тоже рисовал. Приходил, потихоньку здоровался, садился в сторонке и раскрывал альбом. К нему привыкли. Как привыкают к сундуку, который хоть и не нужен, но без которого будет как-то не так. Хлебников был удивительно средним, начиная с ботинок и кончая голосом. Только глаза, если присмотреться, всегда чему-то радовались. Да еще губы, небольшие, резко очерченные. Губы походили на женские, никак не шли к его лицу. Хлебников был среднего роста и широк в плечах. Короткая стрижка, плечи и простецкое, мужиковатое лицо делали его похожим на боксера или на грузчика. Как-то один из актеров, по общему признанию человек наблюдательный, умный, сказал, не зная, что художник, положил бы голову на плаху, что вы экс-чемпион по боксу. И, довольный собой, громко захохотал. Другие тоже смеялись. Михаил Николаевич оторвался от альбома и долго соображал. Было похоже, сейчас он скажет вызывающе и громко. Все примолкли. А Михаил Николаевич улыбнулся застенчиво. Сделаться бывшим не так уж плохо. Хуже, когда ничего не было и ничего не будет. Он замолчал, видимо решив, что ответил достаточно ясно. Но актер не понял, смеялся, как на сцене. У вас редчайшая самокритичность. Дорогой Михаил Николаевич, ей богу. Оглянулся кругом, призывая к веселью. Но всем было только неловко. Хлебников закрыл альбом, снисходительно улыбнулся. Заключение о человеке лучше сделать после его смерти. Потому что всякий человек может очень много. И никто не знает, когда и что он свершит, подумал, прибавил тихо. Исключение составляют дураки. Привычный ход вечера был нарушен. Довольным остался только Иван Степанович. Он сказал жене, какая прелесть этот Хлебников. Мария не ответила. Она не знала, хороший человек Хлебников или плохой. Вместе учились в академии. Михаила считали талантливым графиком. Студенческие годы прошли. Хлебников остался талантливым учеником. Что-то помешало ему подняться. Он неудачно женился. А вот уже несколько лет жил одиноко и замкнуто. В канун войны его удостоили персональной выставки. Но выставка прошла незаметно. В газетах напечатали несколько безликих информации. В пятиминутной радиопередаче торопливо рассказали, насколько окреп карандаш Михаила Хлебникова. Как тонко художник чувствует, как смело и глубоко проникает. В заключение заверили, что у Хлебникова еще все впереди. В последних словах прозвучало сомнение. А Михаил Николаевич обрадовался. Вы не знаете, кто этот Шмаков. Очень правильно все сказал. Рисую, рисую. Понимаете? Все не то. И не так. Не свое рисую. Они сидели в полутемной, неприбранной квартире вдвоем. За окном синели арбатские сумерки. В открытое окно тянуло нагретым асфальтом и кленами. Иван Степанович подумал. Трудно одному. Подумал. Мысленно попрощался. Шел третий день войны. Добрынин подал рапорт с просьбой послать в действующую армию. Пришел домой. Поднялся к Михаилу Николаевичу. Не свое рисую. Повторил Хлебников. Человек должен искать. Сказал тогда Добрынин. Но нельзя искать всю жизнь. Да, да. Хлебников живо поднялся со стула. Вот именно. Нельзя искать всю жизнь. Прошелся по комнате. Остановился рядом. Округом лежали рисунки. Бумага. Книги. В углу стоял мольберт с начатым холстом. Вскинул руку кверху. Сказал торжественно радостным голосом. Но художник ищет всю жизнь. Понимаете? Всю жизнь. Замолчал. Руки остались вскинутыми кверху. Как будто призывал в свидетели саму недоступность. Потом проговорил тихо. Опасливо. Словно боялся. Что услышит какой-нибудь злодей и все разрушит. Я, кажется, нашел. Понимаете? Нашел. Михаил Николаевич схватил большой альбом и щелкнул выключателем. В ту же минуту с улицы долетел громкий окрик. Эй, на третьем этаже. Погасите свет. Тогда шел третий день войны. А сейчас Добрынин лежал контуженный, разбитый, обессилевший. Виднелись кусты, а за ними лес. Иван Степанович промок. Его била холодная дрожь, но болела меньше. В голове стало яснее, светлее. Точно дождевая вода промыла его насквозь. Полковник Добрынин опять огляделся по сторонам. Рядом лежала винтовка, в ней не было ни одного патрона. На эту самую винтовку он опирался. Когда шел, определил, что передвигается правильно на восток. Самое главное сейчас, дойти до кустов, до леса. Он почувствовал голод, вспомнил, что ел давным-давно у генерала Жердина. Самым главным было дойти до леса и поесть. Тогда все станет лучше. Только надо дойти. Он вдруг решил, в лесу станет и тепло, и понятно. Опять поднялся и пошел, опираясь на винтовку. У ближнего куста передохнул. Смотрел, как по рыжим листьям сбегают, скатываются дождинки. Намокший лес виделся, отяжелевшим, усталым, из темной глубины тянул апрелью. Ни стрельбы, ни людей. Только рассвет кругом, тихий дождь и покойный запах оттаившего леса. Будто нет никакой войны. Будто зажигают бакины с отцом. Завтра обещали первый пароход. Начало навигации. Зажгли, вышли на крутояристый берег, смотрит на суровую Волгу. Песчаные отмели, светлые быстряки, тополевый лес. Родное, свое. Отними все это, и не сможет жить. А сейчас отнимают. Запах леса напомнил родных о родном. Ощутил твердь в ногах, переставил винтовку, шагнул к другому кусту. Вера из дда шибанула по голове. Немцы. Упал, прижался к земле, лопнул пистолет. А над сырой пахучей землей только дождевой липкий шепот. Может, показалось, померещилось. Откуда голос? Впереди кусты. За ними лес. Покосился в сторону. Чистое место, никого не видно. Значит, впереди. Ничего. Он успеет. В пистолете полная обойма. Пистолет в руке, перед глазами. Может, все-таки померещилось. Иван Степанович не чувствовал уже ни сырости, ни холода, ни боли. Он только слушал. И ждал. Подумал. Чертовщина. Поднял голову. Кто это есть? Ну да. Ощутил в руке железную шероховатость пистолета. Скользнула нелепая мысль. Пистолеты дают командирам, чтобы не сдавались. Приподнялся на локте. Я, полковник Добрынин. А ты что за сволочь? Ждал. Сейчас хлестнет. Но тут же понял, что постараются взять живым. Лежал. Ждал. Рука с пистолетом дрожала. А может, не стоит ждать? Зачем терять свой шанс? Куст впереди шатнулся. Товарищ полковник. Товарищ полковник. Низкорослый маленький человек выскочил на открытые. Шинель до колен. Обмотки. Пилотка на самые уши. Иван Степанович поднял пистолет. Товарищ полковник. Боец бежал прямо. Винтовку держал неловко. У самого штыка. Стрелять не собирался. Свой. Верил и не верил. Боец подбежал. Личик острое, небритое. Подбежал и опустился на колени. Зачем-то сдернул с головы пилотку. Испуганные глаза. И шинель, и винтовка не шли к нему, не лепились. Непонятно, зачем стащил с головы пилотку. Наверно, от доброты. Ему бы соломенную шляпу с широкими полями до пастушей кнут. Товарищ полковник. Испуганно повторил боец и нерешительно протянул руки. Из-за кустов показался второй. В каске и плащ-палатке. В очках с немецким автоматом. Лицо чистое, весь аккуратный. Маленький солдат испуганно оглянулся на него. Схватил Добрынина за руку. Товарищ полковник. Холодным шилом ткнуло под ложечку. Никто не узнает, ни Жердин, ни Суровцев. Сын не узнает. Полковник Добрынин поднял пистолет. Но нет. Он только хотел поднять. Маленький солдат схватил его за руку. Многое из того, что было дальше, выпало из памяти. Точно сдуло черным ветром. Вымыло холодным дождем. Отдельные моменты. Эпизоды стояли перед ним неправдоподобно ярко. Гудит. Наваливает танк с черным крестом на лобовой броне. Поворачивает пушка. Сырой рассвет и злобный окрик. Вера из ДДА. И люди в русских плащ-палатках, в русских касках и обмотках. Кто-то кричал. Товарищ полковник. Товарищ полковник. Хотел и никак не мог собраться с мыслями. Все плыло. Расползалось. И не было никаких сил связать воедино слова. Ощущение. Звуки. Пришло тоскливое. Трезвое. Вот она. Контузия. Дождь перестал. Вокруг разведнелась. Посветлела. Не было слышно ни единого выстрела. Точно все размокло и размякло. Обессилела. Прислонилась к измученной земле. Добрынин все еще не верил. Рядом сказали сердито. Товарищ полковник. Мы из 78-й. Из вашей дивизии. После этих слов опять накрыло холодное забытье. Но все-таки он слышал голоса. Свои. Русские. Одного угадал. Того. Сердитого. Что сказал про 78-ю. Вспомнил. Семен Коблов. Шофер. Сидели рядом в кабине. От этого стало совсем покойно. Словно уверился. Что плохое не вернется. Окончательно пришел в себя у костра. Все так же шел дождь. Вокруг сидели бойцы и понуро молчали. Трое накрылись пятнистой плащ-палаткой. Она живо напомнила Ивану Степановичу танк. Который шел прямо на него. И автоматы у бойцов были немецкие. Один сказал. Без горячего плохо. Двое суток. Другой плюнул. Добро тебе нудить. Ступай к немцам. Скажи. Мол. Горячего хочу. И опять сидели. Молчали. Все сидели. А Добрынин лежал. Подошел боец. Высокий. Широченный в плечах. В больших сапогах. На каждом сапоге. Пуд грязи. Неловко нагнулся. Свалил возле костра охапку мелкого валежника. Сказал. На свертке грузовик застрял. Если до темноты не вытащит. Подхарчимся. Это был Семен Коблов. Такой же спокойный. Уверенный. Как тогда. В кабине своего газона. А боец. Который хотел горячего. Поправил обгоревший палочкой костер. Что? Я немцев не боюсь. Я своих боюсь. Бросил палочку в огонь. Поднял голову. Добрынин увидел скуластое небритое лицо. Узкие злые глаза. Обидно. Понимаешь? На войну добровольно ушел. Жену кинул. Детей. Мать хворую. Ну вот ушел. От самого перемышля. Считай. Топаю. А неделю назад сам не знаю. Что стряслось. Ну. Танки. Так сколько уж бывало. А тут. Срабел. Ничего не помню. Напрочат шибла. Пришел в себя возле штаба полка. Три версты порол. Значит. Со страху. Ей богу. Не брешу. Солдат глянул направо. Налево. Ожидая. Видимо. Смешков. Но никто не засмеялся. Все сидели тихие. Молчаливые. Вот. Значит. Набралось нас таких семеро. На скорую руку. Трибунал. Однако. Ничего. Учли старые заслуги. Коблов увидел. Что полковник пришел в себя. Шагнул к нему. Опустился на колени. Добрынин спросил. Мы где? К своим идем. За фронтом. А солдат. Что побывал под трибуналом. Повздыхал. Идем-то идем. Да куда придем? Вторые сутки идем. Пояснил Коблов. У вас где болит-то? И. Не дожидаясь ответа. Заторопился. Мы. Товарищ полковник. Бутылку коньяку бережем для вас. Ребята вон сказали. Французский. Оглянулся. Сердито кинул через плечо. Игнатьев. Давай. Чего у тебя? Игнатьев протянул вещмешок. Сказал в сторону. Было семеро. Остался один. Ты да я. Сказал Коблов. Да вот еще. Как так один? Нет. Понурился Игнатьев. Ты. Другое дело. Добрынину сделалось холодно. Сказал. Подбросьте дровец. Коблов покачал головой. Нельзя. Немцы в полверсте. Только сейчас Иван Степанович увидел, что они в неглубоком овражке. Одна сторона пологая, забурьянившая, залахматившая голым кустарником. Другая, крутояристая, в оползних мокрой глины. Над головой мутное небо. Низкое, холодное, опустилось прямо на лицо. Ты, Коблов. Другая статья. Вздохнул Игнатьев. Ну, выйдем к своим. Сразу. Кто такие? Где были? Ходили. Вам всем что? А я, трус ведь. Кто-то озлобленно сказал. Перестань морду набью и набей. Боец был сутул, кривонок, с длинными жилистыми руками. Фуфайка из ватлана в грязи. Рукава казались подрезанными. Так далеко торчали кисти. Широкие, покрасневшие от холода. Из-под плащ палатки сказали. Раньше смерти не помрем. Изряды все, чай, разберутся. Игнатьев махнул рукой. Жди, будут разбираться. Ежели вот командира дивизии вынесем до заступица. Семен Коблов, то ли соглашаясь, то ли успокаивая, заверил. Вынесем. Темной ветреной ночью они уходили со стоянки. Сзади горел немецкий грузовик. Носилки покачивались ровно, однообразно. Иван Степанович то видел силуэты солдат, едва различимые тучи на лунной просвети, то опять все пропадало. Ни шагов, ни солдат, ни сырого неба. То ли задремал, то ли снова терял сознание. Потом над самой головой висели тусклое солнце, округом гремели выстрелы. Кто-то тряс за плечо, торопил, хрипел прямо в лицо. Хотят живыми. Возьмите пистолет. Их оставалось пятеро. Лежали в большой воронке. На дне вода схватилась утренним литком. Иван Степанович потянулся кверху, к самому краю, и удивился. Так близко и так густо шли немцы. Со всех сторон. Можно было различить нагрудные значки. Немцы сыпали из автоматов. Рядом кто-то осипло рычал. Ребята, и еще, спокойно, трезво. Последнюю гранату не трожьте. Игнатьев сказал. Взрывать буду я. Среди атакующих полыхнул снаряд. Разметал, разнес. Еще разрыв и еще немцы залегли. Но тут же поднялись дружно, устрашающе близко. Один без каски, со светлыми пшеничными волосами, как на картинке, вырос у края воронки. Добрынин выстрелил из пистолета, хладнокровно, почти равнодушно. А Семен Коблов поднялся, большой, могучий. Он взмахивал и рубил. Иван Степанович опять вскинул пистолет. Потом в самое ухо кто-то кричал громкое и непонятное. У Семена Коблова лицо в крови, фуфайка изорвана. И руки, большие, сильные руки, тоже в крови. Он держит, сжимает солдатскую лопатку, глядит перед собой стеклянными глазами. Губы у Коблова шевелятся. Но услышать ничего нельзя. Может быть, потому, что кругом рвутся снаряды. Короткие режущие посвисты. Ах, ах, ах. В воронку падают, шлепаются комья земли. Рядом лежат убитые немцы. Один сполз в воронку, головой на ледок. Столкнулся с убитым старшиной. Голова к голове. Уперлись. Словно и мертвые стараются одолеть друг друга. И вокруг воронки немцы. Еще бы. Вон что делает артиллерия. Понял. Наша артиллерия. Но радости не было. Он уже не мог ни обрадоваться, ни испугаться. Семен Коблов сидел, не двигался. А Игнатиев быстро набивал патронами магазин немецкого автомата. Разрывы стали рядеть, удаляться. Потом сделалось тихо. Игнатиев встал на колени, огляделся, сказал тупым, смертельно усталым голосом. А наваляли мы их, ничего. Порядком наваляли. И засмеялся, закашлялся пересохшей глоткой. Он вдруг потянулся выше, еще выше. Ошалело крутнул головой и вскочил. Замахал руками, заорал, засипел. Ребята и ребятушки. Добрынину не верилось. Он не мог, не в силах был поверить, что дошли, остались живы. Что люди, которые к ним бегут, свои ребятушки. Кричал Игнатиев. Да господи. И подбежали двое солдат. Добрынину они показались чистенькими и ухоженными. Один спросил. Это вы чесали? А другой глянул кругом. А во. Семен Каблов смотрел на свои окровавленные руки. Игнатиев точно вспомнил недавнее опасение. Заторопился. Вот, командир 78-й дивизии. Полковник. На себе несем. Солдат опять удивился. Только уж совсем тихо, боязливо. Да ну. Оба стали шарить по карманам. Потом пришли еще двое. И тоже стали удивляться. А Игнатиев замолчал. Сперва все говорил, говорил, торопился рассказать. А потом замолчал. Сел рядом с Кабловым. Покорно вобрал голову в плечи. Кажется, Семен только сейчас осознал, что кругом свои, что линия фронта осталась позади. Однако не удивился. Попросил. У вас хлеба нет? Пришел артиллерийский капитан, сердитый, с перевязанной рукой. Кто такие? Спросил он. Солдат, торопливо переводя взгляд с капитана на Добрынина и обратно, заторопился неуверенно. Да вот, говорят полковник, будто командир дивизии. Помолчал, пожал плечами. Там кто их знает? Капитан прищурился. Семен Каблов жадно ел хлеб, а Игнатиев стоял примолкший, словно ждал удара. Всех троих в разведотдел, приказал капитан. И когда один из солдат сказал есть, прибавил. Да смотрите. Игнатиев ссутулился, стал похож на старика. Потом нагнулся, произнес глухо, точно прощался. Товарищ полковник. Дальше опять помнилось смутно. Каша из походной кухни, крепкие, только из ремонта, солдатские ботинки и нетерпеливый начальственный голос за дверью. Это еще какой полковник? Нестерпимо, до черноты в глазах, болела голова. В солдатском, в чистом он лежал в теплой избе, на топчане. За окном пошатывался штык часового. Это что, арест? На другой день пришел молоденький подполковник, долго рассматривал документы, спросил. Как ваша фамилия? Под самое горло подступил жар. Поставьте в известность командарма Жердина. О чем? Тихо спросил подполковник. Добрынин почувствовал, как наливается бешенством. Я не потерплю хамства. Растворилась дверь. Вошли трое. Генерал Жердин показался еще выше ростом. Лицо неподвижное, злое. Других Иван Степанович не знал. Жердин остановился возле стола, точно слепой наткнулся на стену. Иван, словно все еще не веря, отступил на шаг. Потом поднял его за плечи, тряхнул, засмеялся тихо, радостно, как-то по-домашнему. Иван. Через несколько минут тесно ехали в легковой машине, потом Иван Степанович спускался в штабной блиндаж, а часовые лихо держали винтовки на караул. Неярко горела электрическая лампочка. Телефонист повторял позывные, а подполковник Суровцев стоял на вытяжку. На шее, домашний шарф. Как тогда? Навстречу шагнул невысокий человек с перевязанной головой. На Добрынина глянули пронзительно голубые застенчивые глаза. И полковой комиссар Зезобелин. Полковник протянул руку, а Добрынин не мог оторваться от голубых глаз. В них жила детская безгрешность и чистота, только волосы у комиссара были посидевшие. Легкое заикание, выправку, шпалы на петлицах заметил, увидел минутой позже. Подумал, моя правая рука. Точно так же била немецкая артиллерия, сыпалась земля с потолка. Все, как в тот день. Что ж, значит, будем воевать. Генерал Паулюс перелистывал, бегло читал донесения разведки. На лице не отражалось ни малейшего движения. Не отрываясь от бумаг, не поднимая головы, спросил. Генерал-лейтенант Жердин русского происхождения. Адъютант, полковник Адам, склонился в учтивом полупоклоне. Так точно, господин генерал. Русский, и едва заметно улыбнулся. Чистокровный. Так, так. Паулюс поднял голову, посмотрел на полковника Адама пристально. Что ж, первый адъютант армии может позволить себе шутливый тон. А не скажете ли вы, что происходит в 78-й дивизии русских? Полковника Добрынина сменил суровцев, а через несколько дней командиром дивизии оказывается опять Добрынин. Что это значит? Но об этом мог бы рассказать только сам Добрынин. Конечно, генерал Паулюс спрашивал неиспраздного любопытства. Лучше хотел знать противника. Перед ним лежала только что полученная директива. Фюрер и Верховный главнокомандующий. 5 апреля 42-го года. Сов. Секретно. Общий замысел. Проведение операций. Авиация. Военно-морской флот. Генерал Паулюс прочел директиву несколько раз. Он почти изучил ее. И все-таки его тянуло еще и еще к жирным типографским строчкам. Цель заключается в том, чтобы окончательно уничтожить оставшиеся еще в распоряжении Советов Силы и лишить их по мере возможности важнейших военно-экономических центров. На южном фланге фронта осуществить прорыв на Кавказ. В любом случае необходимо попытаться достигнуть Сталинграда или по крайней мере подвергнуть его воздействию нашего тяжелого оружия с тем, чтобы он потерял свое значение как центр военной промышленности и узел коммуникации. Нельзя сказать, что для командующего 6-й немецкой армией эта директива явилась новостью. Он и до этого знал намерения и цели главного командования. Только теперь официально Паулюс вновь и вновь пробегал глазами по строчкам директивы. Читал, видел и слышал Гитлера. Я ценил и ценю фельдмаршала фон Рейхенау, но у него были серьезные недостатки. Надеюсь, в предстоящей летней кампании вы не допустите тех просчетов, которые допускал покойный фельдмаршал. Я надеюсь, мы будем понимать друг друга. Разговор состоялся две недели назад. Гитлер требовал безусловного повиновения. В данном случае мог бы не требовать, потому что это был принцип самого Паулюса. Без этого он не мыслил армии, войны и в конечном счете победы. Вот только не представлял Гитлера в роли главнокомандующего. Хоть и понимал, что после неудачи под Москвой это была единственная мера, которая могла поднять веру и дух на фронте и в тылу. Это была правильная мера, но только политическая. Ее недостаточно. Для успешного ведения войны нужен не только политический авторитет, но и военный талант. Фельдмаршал фон Браухич, несомненно, талантлив. Гитлер отстранил его, взял на себя главную роль. А что будет дальше? Генерал-лейтенант Паулюс был противником политических и военных авантюр. Однако события последних лет сломали его привычные представления, заставили усомниться в самом себе. Может быть, авантюра в привычном понимании перестала быть ныне авантюрой? И еще Гитлер сказал. Войну с Россией закончим летней кампанией. У меня сложился грандиозный план. Русские будут бессильны. Потеря иранской нефти поставит на колени англичан. Америка перестанет играть роль великой державы. Нам останется протянуть руку. Воевать со всем миром? На молчаливый вопрос Гитлер ответил. Да, мой дорогой Паулюс. Только так. Одна цель и один выход. Для Германии в этой войне середины нет. Паулюс почувствовал, что неверие коснулось и Гитлера. Так зачем же ставить на карту все? Гитлер подал руку. Неожиданно. Как и многое, что он делал. Широко раскрытые глаза смотрели и, кажется, ничего не видели. В них тускло светился неживой холодок. Паулюсу вдруг захотелось, чтобы Гитлер ничего больше не говорил. Хорошо бы забыть этот разговор, словно не было его. Глава государства не мог сказать вот так. Выговорить эти слова не даст человеческий рассудок. Словно чувствуя смятение генерала, Гитлер прибавил. У нас только один выход. Взять. В противном случае потеряем все. Он не стеснялся своих слов, не боялся откровения, потому что говорил человеку, который был соучастником его дел. Это было их общее дело, начиная с замысла. Глаза Гитлера вспыхнули, оживились. Он улыбнулся и пожал руку. Ладонь мягкая и потная. Паулюс взглянул на Гитлера и понял, что тот устал. На лбу стыли росинки пота, нос побелел, под глазами яснее обозначились темные полукружья. Сделалось неуютно и страшновато. Селись возразить самому себе, успокоиться, генерал Паулюс схватился за мысль, что, может быть, Германии нужен именно такой. Уж в который раз Паулюс поборол самого себя. Но в душе осталось, притаилось тоскливое недоумение. Страшно было взглянуть вперед. Если даже будет сопутствовать удача, выход к Волге не определит конца войны. А где же конец? Думать дальше не хотелось. Потому что дальше виделось страшное. Война выходила за рамки военного мышления. Индия, Иран. Конца не было. А это значило, что поражение, катастрофа могут оказаться ближе всяких предположений. С ужасом подумал, что победы немцев не что иное, как шаги к погибели. Ближайшим и самым легким выходом было не думать. Просто верить. Вся Германия верит. Потому что так легче. Это что же? Вся Германия держится на великой лжи? Генерал подпер голову кулаками, произнес чуть слышно. Бог ты мой. Полковник Адам шагнул к столу. Господин генерал, вам плохо? Паулюс поднял голову. Мотнул. Отбросил тяжелые мысли. Повернулся к адъютанту. Хотел бы я знать, как поведут себя русские. Глава 6. Добрынин сидел в просторной чистой горнице, ждал, когда придут командиры полков. В окно смотрело апрельское солнце, в прихожей сам с собой разговаривал хозяин. Недавно старик похоронил, закопал на заднем дворе свою старуху, собственноручно выстругал, сколотил крест и стал разговаривать сам с собой. Избани штабная, просто не хотелось проводить совещание в блиндаже. Знал. Все соскучились по теплу и солнцу, всем хочется домашнего уюта. Хоть на часок. Решил порадовать своих командиров. На передовой было тихо, артиллерия молчала. Горница полнилась ослепительным светом, а в прихожей зашумливал самовар. И голова сегодня почти не болела, и письмо получила сына. Костя написал, что мать работает станочницей. С осени работает. Рыла окопы под Москвой, строила уличные баррикады. При встрече не сказал, а вот сейчас написал. И еще написал, как было им страшно в ноябре, когда получили извещение, что пропал без вести. Как ни старался Добрынин, не мог представить свою жену станочницей. Мария все поняла, оказалось, она все может, а он никак не представит. Значит, не понимал ее. Значит, виноват. Сам виноват. В последние дни все чаще думал о жене, о том, как нескладно жили. И чем больше думал, тем лучше видел ее. Отошли, почти забылись размолвки и скандалы. В памяти осталась ее преданность искусству. Он видел задумчивые, грустные глаза жены, слышал тихий голос. Мария смотрела на мир глазами художника. Теперь ясно и понятно. Главное, все делают одно дело. Вот только Жердин озадачил. Нэнче утром, плохо скрывая свое недовольство, командующий сказал, что возможно наступление. Армия делала ставку на жесткую оборону в надежде сохранить свои силы, и вдруг наступление. Точно снег на голову. Жердин говорил скупо и зло, о своем отношении к наступлению не обмолвился ни словом, однако понять было нетрудно. Все привыкли к мысли, что летняя кампания второго года войны будет оборонительной. Наступательные операции могут носить весьма ограниченный характер, чтобы улучшить позиции. Армия вела именно такие бои. И вдруг, Натя, пожалуйста, об истинных размерах возможного наступления не знал, кажется, сам Жердин, но, каким оно не будь, коренного изменения положения добиться нельзя, потому что не было достаточных предпосылок. Это понимал и Добрынин. В масштабах войны и даже одной летней кампании наступление останется всего лишь эпизодом. Какой же смысл добиваться частного успеха ценой потерь, размеры которых пока невозможно предвидеть, а немцы ведут себя подозрительно тихо. На отдельных участках атакуют, но стремление развить успех не чувствуется. Значит, щупают, готовятся. Может, именно тут нанесут свой главный удар. Добрынин смотрел на потрепанную карту, хмурился. В январе пытались взять Харьков. У Северского Донца, южнее Харькова, прорвались передовыми отрядами, едва не достигли Днепра в районе Днепропетровска. Но прорыв был перехвачен и локализован. Остался выступ глубиной в 100 километров. А теперь, новая попытка взять Харьков. Полковник Добрынин смотрел на карту. Вот они, остатки январского успеха. Выступ на запад. У самого основания Айзюмы была клея, в центре выступа, Лозовая и Барвенкова. Прямо перед выступом 17-я немецкая армия, севернее, до Белгорода, 6-я. Фронт перед 6-й армией прямой, как по линейке. Новый командующий, генерал-лейтенант Фридрих Паулюс, умен и аккуратен. Однако до этого никогда и никем не командовал. Занимал высокие посты, но не командовал. Как расценить его назначение? Полковник Добрынин ничего больше не знал о Паулюсе, как, впрочем, не знал и Жердин. Нетрудно было понять, однако, что командование лучшей, самой оснащенной боеспособной армией в сухопутных войсках Германии вручили человеку достойному. Приходила невольная мысль, что армия отводит большую роль, да и конфигурация фронта. Если немцы вознамерятся наступать на этом участке силами той же 6-й армии, они в первую очередь отсекут вот эту фронтовую пуповину. А если наше наступление предполагается на этом участке и кончится неудачей? В быстрых и путаных мыслях полковника Добрынина было слишком много всяких. Если ясно только, что немцы или готовы встретить русское наступление на этом участке, или сами намерены наступать. На последнем совещании в штабе фронта Жердин сказал, я против наступления. Полных данных о противнике нет, цели немецкого командования на лето остаются неясными. Расходовать силы и средства на частные наступательные операции не имеет смысла. Война еще много, силы надо беречь. Разумеется, я выполню приказ. Однако остаюсь при своем мнении и, если представится возможность, выскажусь в Москве. Полковник Добрынин об этом разговоре не знал. Конечно, всем надоело обороняться и отступать. Но бросать армии в наступление теперь. Вот когда надо семь раз отмерить, на крыльце потопали и покашляли. Добрынин глянул на часы. Еще 10 минут. Значит, остановились покурить. Сейчас перекинутся в полголоса догадками, предположениями. Надеются, Добрынин объяснит все. А он, командир дивизии, сам толком не знает. Друг за другом, слегка пригибаясь в дверях, вошли Крутой, Рудаков и майор Урушадзе. Остановились. Получилось в один ряд. В середине оказался подполковник Крутой, в новенькой фуфайке и новых юфтевых сапогах, по случаю вызова к командиру дивизии, вычищенных Гуталином. Он показался ниже ростом, шире в плечах. Стоял на коротких сильных ногах прочно, будто по колено в земле. Был таким же, каким увидел его Добрынин 29 марта, спокойным, тяжелым, уверенным. А подполковник Рудаков в длинной командирской шинели, перехваченной новенькой портупеей, чисто выбритой, в блестящих сапогах. Самое удивительное заключалось в том, что почти таким же он бывал в бою, в самые критические моменты. Добрынину нравились такие командиры, чтобы с парада в бой. Командир 157-го полка майору Рушадзе тоже был в длиннополой шинели, несмотря на тепло, все еще в шапке, лицо бронзовое, настороженное. Тонкая полоска усов вздрагивает, губа приподнимается, обнажает ровные белые зубы. Говорили, он любит ходить в роту, в окопы переднего края, и стрелять из винтовки. Он просто не мог видеть гитлеровца и не стрелять, поэтому к нему никогда не приводили пленных. Так приказал сам Рушадзе. Он был кадровым командиром, воевал с первого дня, его трижды представляли к орденам, но, как-то случалось, Григал Рушадзе не получал этих орденов. Товарищи сердились, Григал вздергивал плечи. Что такое, зачем ругаться? Награды. Ха. И он кидал руку назад, словно бросал что-то за плечо. Мне не надо. Честное слово советского офицера. В то время слово офицер не было принято, но в произношении майора Рушадзе оно звучало совсем обычно. Должно быть, потому, что подходило к нему самому как нельзя лучше. Хорош, глядя на Рушадзе, подумал сейчас полковник Добрынин, ничего не скажешь. Он успел узнать своих командиров. Не струсит и не попятится. А если надо умереть, умрут. Вот только предстоящие наступления наводило на сомнение. Готовились к обороне, взвесили, примерили, рассчитали, отстроились, закопались в землю. Вчера Крутой сказал, разыграем фрица, как в шахматы. Добрынин тоже считал, разыграют. И вот тебе, на. Командиры полков стояли на вытяжку. Добрынин поднялся, большой, насупленный, тяжелый. Смотрел прямо и жестко. Не говоря ни слова, требовал и приказывал. Но сегодня прикажет против своей воли. Поздоровались, сели. Хлопнула дверь, вошел начальник штаба дивизии подполковник Суровцев. Сердито махнул рукой, словно предупреждал, чтобы не вставали. Словно досадовал, что они пришли. Суровцев был, как всегда, в домашнем шарфе. Сегодня особенно старался увидеть мысли на семью, услышать ободряющие слова жены. Потому что не понимал, потому что нуждался в совете. Подполковник Суровцев не был ни самолюбив, ни тщеславен. Успехи, солдатам, неудачи принимал чаще всего на себя. Но при этом всегда старался уяснить, уточнить степень своей недоработки. Стратег по складу ума, солдат по натуре. Суровцев был тем офицером, который по-настоящему хорошо чувствовал себя только тогда, когда соединение, которому он предначертал, предложил нарисованный на бумаге, по частям разложенный бой, вело этот бой. Особенно хорошо чувствовал себя, если понимал общий замысел своего командования, чувствовал противника. А сейчас был озабочен и раздражен. Сколько ни размышлял, в голове ничего не складывалось, все ползло в рось. В сентябре прошлого года дивизия стояла насмерть, обороняя Киев до последнего. Таяла и стекала кровью, но подполковник Суровцев счел бы дураком всякого, кто предложил бы отойти. Потому что каждый день обороны Киева рвал и ломал всю стратегическую концепцию противника. Зима дала именно то, что могла дать, ни больше ни меньше. Разгром немцев под Москвой имел большое военно-стратегическое и морально-политическое значение. Мираж немецко-фашистской непобедимости померк, но главное было впереди. Вслед за весенней распутицей надвигалось тяжелое и решительное. Надо было не допустить промашки, предугадать и выстоять. Задача сводилась к этому. Ночами Суровцев и Добрынин подолгу колдовали над картой, изучали фронт, сопоставляли, думали. Иногда спорили, но в главном сходились. Летом надо обороняться. И хоть лето обещало быть многотрудным и кровавым, Суровцев был спокоен. Потому что, понимал. А когда понимает командир, поймет и солдат. Нэнче все перевернулось. Не обращаясь ни к кому, словно боясь оторваться от собственных мыслей, подполковник Суровцев сказал. Только что звонил командующий. Через полчаса будет у нас, помолчал, добавил. Пленного майора сейчас приведут. Я приказал. Добрынин спросил. Комиссар, что там? Тихо, не скрипнув, не хлопнув дверью, вошел Забелин. Потянул руку под козырек. Оглядел всех, сказал торопливо. Попрошу прощения. Суровцев поморщился. Он не любил в комиссаре, как он считал, излишнюю интеллигентность. Забелин осторожно снял шапку, поискал глазами, куда положить. Бинты на голове свежие, проступила кровица. Должно, сделали перевязку. Вчера Добрынин посетовал, что Забелин слишком часто бывает в окопах переднего края. Тот сконфузился, но ответил четко. Главной своей обязанностью, считаю, Н. находиться среди бойцов. А еще, не мешать командиру. Сейчас, без всякой связи, Добрынин подумал. Дай-то бог. В окно засматривал апрель. В прихожей шумел самовар. И пожилой боец, который привычно хлопотал возле него, уже три раза выжидательно взглядывал на командира дивизии. Подавать или не подавать. Но полковник Добрынин словно забыл о чая. Вопросительно глянув на комиссара, приказал доложить обстановку. Противник вел себя спокойно. В одни и те же часы и минуты открывал минометный огонь. Постреливали снайперы. По ночам на ничейной полосе ползали разведчики. Поисковые группы натыкались друг на друга. Вспыхивала перестрелка. Потом опять все затихало. Глаза и уши наблюдателей щупали настороженную ночную темень. Немцы к чему-то готовились. Командование юго-западного направления решило наступать. Оно считало, что наступление из Изюмского выступа на север, из района Волчанска, на запад и от Белгорода, на юго-запад по сходящимся на Харьков принесет успех. А если наступление сложится неудачно, тогда оно будет на руку немцам. Риск ничем не оправданный. Жердин так и заявил. Но командующий юго-западным направлением тоже заявил. Не допустить наступление мог только Верховный. Жердин вошел долговязый, худой, насупленный. Все поднялись, замерли. Он глянул сердито, подернул фуражку за козырек. У вас что, собрание деревенской ячейки? Изба, самовар, хозяин в прихожей. Полковник Добрынин не успел ответить. Распахнулась дверь, через порог шагнул, вытянулся старший лейтенант Веригин. По приказанию начальника штаба дивизии подполковника Суровцева прибыл. Даже тот, кто близко знал Веригина, не сразу угадал бы в этом человеке щеголеватого командира роты, настолько был он грязен. Поперек висел автомат, за широкий ремень сзади заткнут финский нож. Увидели нож, когда повернулся, позвал кого-то. Каски на голове не было, волосы взъерошены, словно его таскали за вихры, и только глаза, отчаянные, смелые, оставались веригинскими, всегдашними. Да еще когда пристукнул каблуками, ну да, Веригин, Андрей кинул в открытую дверь, живо, спешно, точно собираясь упасть, сзади под дали прикладом, в избу валился тучный немец, тоже грязный, штанина разорвана, и стал смирно. Понял, что перед ним большие начальники, что именно от них зависит, жить ему, Штреггольцу, или не жить. Курт Штреггольц не боялся, он сердился. Начал сердиться месяц назад, когда стало известно, что дивизию направят на восток. Во Франции, в департаменте Савоя, у него была маленькая Мадлен, красивая, капризная и пылкая. Она учила Курта французской любви, он поил ее шампанским и кормил сладостями. Жил привольно, иногда забывал, что идет война, и вдруг все полетело к чертям. Приказ, будто гром с ясного неба. Неделю слушал, как спешат колеса, пил французский коньяк и заучивал по-русски. Я вас люблю, приходи ко мне спать, я хорошо заплачу. Досада и раздражение сменились любопытством. Ведь и у русских есть красивые женщины, они тоже спят в постели. Русские женщины стреляют, ха-ха. Француженки тоже, говорят, стреляют. Но Курт Штреггольц не видел таких. Да и зачем в него стрелять? Он увидел русские хаты, бескрайние поля. Россия показалась экзотичной и совсем не страшной. По сравнению с Францией Россия выглядела бедно. Такая страна не может противостоять. Однако Франция пала за шесть недель, а Россия воюет. Вот уже почти год. Конечно, азиатские странности. Курт Штреггольц от природы был добродушным и любопытным. Он попросил, чтобы ему показали передовую. Но не увидел ничего, кроме изрытой земли. А хотелось увидеть живого русского солдата. Не пленного, а настоящего, с ружьем в руках. Ему сказали, что увидеть можно из боевого охранения. Все шло гладко. Только в окопчике боевого охранения оказались почему-то русские. И вот этот блондин, Доннер Виттер, черт возьми, это он заколол ножом двоих провожатых, а ему скрутил руки. Курт Штреггольц пытался умаслить русского знанием языка. Произнес заученную фразу. Русскому не понравилось. Он ткнул его кулаком в зубы. Ни тогда, ни теперь Курту не было особенно страшно. Тогда все произошло слишком неожиданно и быстро. А сейчас надеялся. Лишь бы среди этих вот начальников не было комиссара. Упаси господи. Худой русский в меховой безрукавке, наверное, переводчик, приказал. Назовите вашу фамилию. Голос жесткий, властный. Переводчики так не говорят. По рукам и ногам разлился холодок. Я готов сказать решительно все, что знаю, поспешно заговорил офицер и улыбнулся широко, обворожительно, точно убеждая, какой он добрый, порядочный немец и что обходиться с ним надо корректно. Конечно, я скажу только потому, что знаю совсем мало. Этот русский должен оценить его твердый юмор. Жердин сказал, поберегите свое красноречие для нашего разведотдела. Крепкий деревянный пол медленно поплыл из-под ног. Только сейчас Курт Штрекгальц понял, тут не совое. Я три дня как в России, ничего не знаю. Я прибыл из Франции, в составе моторизованной дивизии. Мне только известно, что прибыли еще несколько дивизий. Курт смолк, словно откусил язык, глянул по сторонам и опять к Жердину. Больше я ничего не знаю, господин генерал. Я хозяйственник. Мне только известно, что все соединения укомплектованы полностью. Меня знакомили с передним краем на участке стоявшей рядом с нами охранной дивизии. А больше я ничего не знаю. Немца увели. Ординарец полковника Добрынина вышел со стариком Жердин деловито, словно от этого зависело что-то важное. Выпил чашку чая, медленно останавливаясь на каждом, оглядел командиров. Они сидели настороженные, будто ждали грома. Генерал шумно вздохнул. Предполагается наше наступление, словно перед кем-то оправдываясь, постучал костяшками пальцев. Скоро. Возможно, вашей дивизии придется наступать фронтом на северо-запад. В таком разе предстоит форсировать северский Донец. Табельных средств не будет. Ближайшими ночами разберите в полосе дивизии все пустующие дома. Изменяя своему правилу молчать, подполковник Крутой мрачно сказал. Жаль. Что такое? Строго вскинулся Жердин. Крутой не моргнул. Жаль, товарищ командующий, оставлять позиции. Впервые с начала войны закрепились, чтобы встретить противника, как надо. Ведь немцы готовятся наступать. Жердин прикрыл глаза тяжелыми веками, сидел прямо и неподвижно. Полковник Добрынин видел, как дергается на виске торопливый живчик. Точно упреждая дальнейшие возражения, Жердин опять постучал костяшками пальцев. Суровцев глянул вопросительно. Добрынин согласно наклонил голову, разрешал. Видел, как подобрался подполковник, выпростал из домашнего шарфа остренький подбородок. Глаза смотрели зло и решительно. Товарищ командующий, мы полагаем, немцы будут наступать. Нынешний пленный, подтверждение, что противник готовится основательно. В памятной записке от 3 марта мы высказали свое мнение твердо. Нам также известно, что вы согласились с нашим мнением. У нас, таким образом, сложился единый взгляд. Военные действия летом этого года надо планировать, исходя из реальных возможностей. Знаю, прервал его Жердин. Есть мнение ваше и мое. Однако есть мнение фронта. Начальник штаба дивизии вскинул голову. Есть ставка и верховный главнокомандующий. Минуту Жердин молчал. Сказал негромко. Да, есть. Недовольно шевельнул бровями. Глянул на Забелина. Что скажет комиссар дивизии? Забелин поднялся. В глазах шатнулась виноватость. Губы повело чуть заметной улыбкой. Но тут же лицо сделалось спокойным, даже строгим. Как будто рассердился на Жердина. Я предпочитаю не вмешиваться в оперативные вопросы, товарищ командующий. Будет дивизия наступать или обороняться? Бойцы не пощадят себя. Помолчал, прибавил. Это я обещаю. Т твердо. Жердин медленно, туго повернул голову. Считай, Добрынин, тебе повезло? И кивнул Суровцеву. Ставка и верховный главнокомандующий. Да, есть. Возьмет Жердин на себя такую смелость или не возьмет? Воинская служба. Война требует не только смелости. И солдаты, и генералы связаны дисциплиной. Сумеет, захочет Жердин перешагнуть святая святых. Но все шло своим чередом. Хотел того Жердин или не хотел? Ровно в 15 часов его вызвала ПВЧ Москва. К аппарату направился твердо. Решил, что выскажет прямо. Однако через минуту все забылось. Говорила приемная Сталина. Добрый день, товарищ Жердин. Вы не могли бы прилететь завтра в Москву? Голос был тихий. И вопроса в нем не было. И ответа на другом концы провода не дожидались. Далекий голос ровно донес, что завтра, в 23 часа, генерал-лейтенант Жердин должен быть в Кремле. Внезапно рассердившись неизвестно на кого и за что, скорее всего, на себя за свою минутную растерянность, генерал Жердин спросил. По какому вопросу меня вызывают? Я должен захватить документы? И опять, ровно, оставьте за себя кого-нибудь и к 23-м постарайтесь явиться. Это все, что я должен вам передать. Жердин позвонил командующему фронтом. Тот покашлял, сердито посопел в телефонную трубку. Ты же сам хотел. Бунтовал. Теперь, вот, пожалуйста. Было ясно. Вызывает Верховный. Но, зачем? Неужто и впрямь хочет услышать его мнение? Москва была серая и насупленная. Дул пронзительный ветер. На улице то и дело проверяли документы. На Манежной площади услышал голос Левитона. Подумал, как напряженно. Тревожно было тут в ноябре, в декабре. Немец в 30 километрах, правительство уехало. А он остался. Только сейчас понял, что все время думает о Сталине. Видел его один раз, незадолго до войны, и даже разговаривал с ним. С того памятного дня в душе жило чувство непостижимого и недоумения. Встреча и короткий разговор не подтвердили того представления, которое сложилось, устоялось за долгие годы. Но воображение было тверже, устойчивее того, что увидел и услышал. И скоро живое впечатление поблекло, отступило. Встретиться со Сталиным во второй раз было тяжелее. Но так лишь казалось, потому что первое уже прошло. И в самолете, и на улицах Москвы, даже на лестничной площадке, у дверей своей квартиры в Марьиной роще, генерал Жердин думал вроде о другом. На самом же деле мысли его были привязаны к ровному голосу в телефонной трубке, к имени от которого зависело все. Генерал Жердин старался не думать о том, как сложится разговор и вообще что будет в 23.00. Но думать о другом тоже не мог. Он не боялся, и все-таки в нем притаилось то неспокойствие, которое ходит рядом со страхом. Такого не бывало ни в штыковых атаках много лет назад, ни под бомбежкой, ни в маленьком, почти безоружном П-2, когда на него падал и падал, все бил и бил и с пулеметами с Сершмитт. Сейчас было хуже. В оперативном управлении генерального штаба вызову не удивились. Только заместитель начальника управления, старый академический товарищ, переспросил. Ровно в 23.00. Кажется, хотел усомниться, но не решился. И впервые Жердин подумал, как нелегко, непросто, должно быть, служить рядом со Сталиным. Особенно не позавидовал своему товарищу, когда ощутил крепкую руку генерала из личной охраны Сталина. Тот сказал, служба, сами понимаете, но в голосе не было и намека на извинения. Слова эти произносил, наверное, часто они потеряли всякий оттенок, не выражали ничего. А поскребышев поднялся из-за стола и улыбнулся. Рука маленькая, мягкая, пожатие слабое, как намек. Другого, наверное, не требовалось. Жердину захотелось увидеть, узнать, каков этот человек дома. Как он разговаривает с женой, с детьми. Захотелось представить хоть на мгновение, и не смог. Точно так же, как не знал и не мог представить себе других. Вы ничего не захватили с собой? Спросил поскребышев. Это о чем? Ответил четко, раздельно. Кажется, громче, нежели тут было принято. Документы не взял, потому что не было приказано. Остальным интересовался дежурный генерал. Тут же подумал, что ни поскребышев, ни генерал ни в чем не виноваты. Товарищ Сталин ждет вас. Пройдите. Это кто сказал? Поскребышев? Кажется, дверь отворилась сама. Потому что Жердин не сделал никакого усилия. Навстречу поднялись трое. Мелькнула мысль. Это зачем? Но трое поднялись не к нему. В другую дверь вошел невысокий человек. Жердин увидел усы, жесткий оклад волос. Увидел Сталина. В неробкую грудь генерала плеснуло холодом. Каким будет первое слово? Генералы стояли на вытяжку. Сталин кивнул. Мягко прошел в дальний угол огромного кабинета. Жердин только теперь заметил высокую, мореного дуба. Панель, мрачноватый неуют. Сталин стоял спиной, сутулил плечи. Голову слегка угнул. Что-то делает руками. Жердин понял. Набивает трубку. Окна были плотно зашторены. Электричество горело ярко. Стояла тишина. Наверное, вот такую тишину называют мертвой. Сегодня один товарищ посочувствовал, как тяжело мне приходится. Жердин не ждал этой фразы. Голос глуховатый, поспешный. Слово произносит Комкана. Быстро, точно отбрасывает, чтоб схватить новое. Какой акцент? Сталин стоял спиной. Сутулился. Прикуривал. И опять редкие, спешные слова. Справедливость заключается в том, что я отвечаю за все. Круто повернулся. Выпрямился. Но мера моей ответственности зависит от вас. И ткнул, указал трубкою перед собой. Сталин сказал именно то, о чем опасливо думал Жердин. И не только он. Однако ни Жердин, ни другие не допускали, что Сталин это признает. Верховный говорил, не глядя ни на кого. И генерал Жердин, удивленный, словно облеченный тем, что Сталин не пытается скрывать своего человеческого, подумал, насколько человек этот сложен. Он все понимает, ему должно быть больно от резкого, ослепительного света, ему неприятной сгущенной тени, как и всякому. Но терпит и даже поддерживает, потому что нужно все это не ему. Нужно в интересах дела, которые трудно охватить умом. Генерал Жердин впервые подумал, что добро и злодеяние стоят на одной половице. И то и другое может быть одинаково полезным или вредным. Поэтому трудно определить, где кончается зло и начинается добро. Теряется самоопределение. Сейчас, в эту минуту, Жердин понял. Человека, который думает не о себе, делает не для себя, может осудить или по-настоящему оценить только время. Сталину хотелось, чтобы его понимали до конца. Потому что от этого зависел исход войны, судьба тех, кто поймет или не поймет. Он по-прежнему смотрел мимо, сурово и задумчиво. Одна рука за бортом кителя, а в другой держал трубку. Большим пальцем привычно одавливал пепел. Без всякого перехода, словно досадуя, что несколько минут пропали даром, сказал. Начнем. Обошел вокруг зеленого стола. Остановился возле генштабистов. Генерал Жердин увидел редкие оспины на сером, нездоровом лице, седоватые усы и тяжелое напряжение во взгляде. Сталин резко повернулся. Сделал шаг. Жердин почувствовал, как поднимаются плечи. Дошло. Здравствуйте, товарищ Жердин. И Сталин подал руку. Вот это рукопожатие, неожиданно крепкое, жесткое, осталось с Жердиным и два часа спустя. И во все дни и месяцы, когда армия наступала на Харьков, отходила на юго-восток, на Сталинград, и позже, на обратном пути, на Ростов и Запорожье. Генерал Жердин ощущал это рукопожатие даже в последнюю, смертную минуту, когда раненый в грудь умирал на руках полкового врача. Сталин смотрел прямо в душу. Казалось, видел, как Жердин любит свою жену и сыновей, видел сомнение, прямоту и неподатливость характера. Всю свою жизнь Жердин отдал армии. Путь его был прямой, как черта по линейке. Потому что такое выдалось время. Таким был Жердин. И Сталин все это знал. Во всяком случае, Жердин был уверен, что Сталин видит и знает все. Главное заключалось не в том, каким был этот человек, а каким его считали. В темных глазах Сталина метнулась холодная искра. Я помню ваши прогнозы относительно возможной войны. Вы показались мне смелым человеком. И концом мундштука Сталин тронул усы, сдержал улыбку. Жердин сказал. Я, военный, и никогда не стремился угодить в струю чужого мнения. Сталин смотрел властно. Жердин подумал, что говорить больше не придется. Я пригласил, чтобы узнать ваше мнение относительно предстоящей летней кампании. Жердин услышал вдруг свое дыхание. Увидел лица генералов. Ответил негромко, отчетливо, словно только и ждал этого предложения. Я считаю, немцы постараются вновь овладеть инициативой. Сталин подошел вплотную. Глаза вспыхнули и погасли. Жердин хотел найти, увидеть зрачки. Но вместо зрачков были невидящие темные провалы. И еще были усы, да боли, да беспамятство знакомые, густо посидевшие. Вы намерены устрашать, спросил Сталин. Спросил тихо, но поспешно. И от этой поспешности, может быть, от гнева, слова произнес особенно невнятно. Повернулся и пошел прочь. И хотя движения были спокойны, уверены, в них чувствовалась досада и раздражение. А может, в движениях Сталина ничего этого не было. Просто жердину показалось. Остановился, минуту молчал. Сказал негромко, точно самому себе. Начнем. Поднял тяжелую голову, кивнул. Прошу садиться. Молодой красивый генерал стал докладывать. Он называл номера немецких и советских соединений, направление возможных ударов противника. Говорил ровным, четким голосом о соединениях и частях, которые были на пути к фронту. Называл станции и перегоны, где особенно задерживались воинские эшелоны. И цифры, цифры. Четко и уверенно. То и дело поднимал указку. Легким, изящным поворотом головы приглашал взглянуть на карту с оперативной обстановкой. Верховный неторопливо прохаживался и, казалось, не слушал. Вдруг остановился. Вы сказали, 17-я и 6-я полевые армии усилены свежими дивизиями. Назовите, какими. На лице генерала шевельнулась виноватая улыбка. Распрямил и без того прямые плечи. 144-я дивизия альпийских стрелков, 305-я Бодинская, 77-я легкопехотная. Кроме того, 305-я Бодинская, откуда, спросил Верховный и поднял утомленные глаза. Прошу точнее. В этом просторном и мрачноватом кабинете не признавалась громкая, броская фраза. Тут ценили только факты, действовал строгий, почти математический расчет. Многие в мире хотели бы заглянуть в эту комнату. Она обросла легендами и небылицами. О Сталине рассказывали сказки. Красивые, громко, страшные, шепотом. В кабинете Сталина часто случалось неожиданное. Бывали ошибки. Но в конечном счете все вершили люди. Генерал-лейтенант Джордин схватился за мысль. Все делают люди. Великое множество людей, имен которых никто не знает. Они могут вознести или погубить. И никто их не осудит. Потому что осуждать некого. А главное, потому, что народ всегда бывает прав. Хоть никто в отдельности не волен. А Сталин тоже не волен. Мысль обожгла, метнулась и пропала. Сталин негромко сказал. Вся надежда на людей. Поэтому людей надо беречь. Помолчал, словно давал осмыслить, понять свои слова. Прибавил с неожиданной поспешностью. За неоправданные потери я буду снимать с командных должностей. Прошелся из угла в угол. Остановился возле Жердина. Я вызвал вас, чтобы поделились своими взглядами на лето. Командующий фронтом недоволен вами. Он сердится на вас. Генштабисты смотрели выжидательно. Жердину показалось встревожено. Начальник генерального штаба едва заметно улыбнулся. Словно подбадривал. Когда заговорил, голос самому показался излишне громким, излишне строгим. Но об этом он уже не заботился. Я рад, товарищ Сталин, что мне представилась возможность высказать свой взгляд на предстоящую летнюю кампанию. Должен, однако, оговориться. Относительно узкие рамки обязанностей командующего армии весьма ограничивают мой взгляд. И тем не менее некоторые выводы мне представляются бесспорными. Верховный молча наклонил голову. Январское наступление под Харьковом, как известно, кончилось неудачей. В последние недели армия ведет бой местного значения. Мы стремимся улучшить свои позиции. Готовимся к обороне. Сталин перестал ходить. Почему, к обороне? Спросил он. На жердина смотрели молча. Начальник генерального штаба опять улыбнулся. На этот раз нерешительно и грустно. Электрический свет горел ярко, а в кабинете делалось мрачнее. Не было слышно ни единого шороха. Показалось, не только в этой комнате, но даже за стенами все затаилось. Нам известно, что зимняя кампания не внесла изменений в масштабах войны. Принимая во внимание расчет немцев на молниеносность, мы добились значительного успеха. Позволю себе считать морального свойства. Кто-то из генштабистов сказал. Смело. Наверное, слова жердина опровергали чей-то взгляд. Жердин поднял голову выше. Немецкая армия остается сильной. У нас, я думаю, нет еще достаточно средств, чтобы начать крупное наступление. Следовательно, предстоят тяжелые оборонительные бои. Я осмелюсь предполагать, что немцы откажутся наступать по всему фронту. Они постараются создать подавляющий перевес на одном из участков. Поступить именно так их заставит опыт. Если согласиться с таким предположением, я склонен думать, что удар будет нанесен южнее Москвы. Начальник генерального штаба страдальчески вздохнул. Голубчик Михаил Григорьевич. В голосе прозвучала отеческая укоризна, словно жердин был школьником и на ответственном экзамене допустил непростительную ошибку. Жердин отрубал, отбрасывал слова, точно старался, чтоб никто не мог собрать их воедино. Разговор о летней кампании слишком затянулся. Пора принять твердое решение. На войне опаздывать так же пагубно, как и спешить. На этот счет мы имеем богатейший опыт. Перед генеральным штабом, перед каждым из нас встает вопрос. Московское и юго-западное направления? Жердин осекся, точно испугался вдруг. Но закончил твердо, почти с вызовом. Я предполагаю последнее. Почему? Резко спросил Сталин. Генерал Жердин почувствовал, как тяжело ему стоять. Устали слабость в ногах, в пояснице. Неподъемными сделались руки. Такого не случалось никогда. Заговорил негромко. Немецкие генералы достаточно умны. Их стратегия довольно гибкая, чтобы лезть на Москву вторично. Они не поставят свое самолюбие выше здравого смысла и стратегического расчета. Сталин подошел к большой карте, что висело на стене, пыхнул трубкой. Слушаю. Он хочет услышать откровенно. Как думаю. Словно дунуло свежим ветром. Я считаю наиболее вероятным именно такое решение немецкого верховного командования еще и потому, что оно будет полностью отвечать политико-экономическим целям Гитлера. Чисто военная концепция оказалась битой. Генералы, я думаю, нашли другое решение. Успешное наступление южнее Москвы обещает им захват огромной территории, богатейших районов. Выход к Волге лишит нас хлеба и нефти. Мы окажемся в тяжелейшем положении, на сцену, по расчетам Гитлера, выступит Турция и Япония. Начальник генерального штаба снял пенсны, близорука поморгал. Потер стекло белоснежным платком, покривил в улыбке рыхлые губы. Генеральный штаб оценит ваши предложения и согласится. Усилим юго-западное направление за счет западного. А немцы, вопреки вашей собственной логике, ударят опять на Москву. Жердин уступчиво склонил голову. Хочется надеяться, генеральный штаб примет правильное решение. Через полчаса в автомобиле, а потом в самолете генерал Жердин все еще видел снисходительно ироничное лицо начальника генерального штаба. Озабоченные, настороженно внимательные глаза начальника оперативного управления, который, казалось, уже прикидывал, взвешивал, пытался облечь идею в реальные, вещественные формы. Только Верховный оставался невозмутимо спокойным. Ни разу не перебил, когда Жердин коротко и цепко схватывался с генштабистами. И все ходил, ходил. Лишь иногда останавливался, взглядывал тяжело, властно. Жердин чувствовал, нет для него ни чинов, ни авторитетов, ни принятых кем-то правил. Есть только цель, огромная, необъятная. Он стремится к ней, не щадя ни себя, ни других. Сталин сказал, возможно, вы правы, товарищ Жердин. Он подступил вплотную, глянул глаза в глаза, но мы попробуем, рискнем. Метнулись, обожгли испуганные мысли. Жердин зажмурился, перешагнул через самого себя. Нельзя так рисковать. Но нет, генерал Жердин не перешагнул, только подумал, а возразить не смог. И никто не возразил. Глава 7. Артиллерия ударила, загудела на рассвете. Небо вспыхнуло и поднялось, шатнулось над черной землей. Осело, поблекло, но тут же вскинулось, в ужасе шарахнулось прочь от нестерпимого огня и грохота. Генерал Жердин и полковник Добрынин стояли на командном пункте дивизии, смотрели, как снаряды рвут немецкую передовую. За спиной гудели батареи. В светлеющем небе стал виден летучий дым, а там, где кончалась земля, обозначалась ржавая полоска утренней зари. Но ни командующей армией, ни полковник Добрынин, ни солдаты не видели начало дня. Невысоко, так, что можно было разглядеть кресты, прошла девятка юнкерсов. Потом еще, к пушечному голу подмешался другой, тяжелее, круче. Бомбовый грохот заглушил, отодвинул рассвет, подмял под себя черную землю. Дымный ветер, как бы упреждая, останавливая генерала Жердина, рвал полы его шинели, а командующий, устремив подбородок вперед, неотрывно смотрел туда, где ложились снаряды. Знал, что уже ничего нельзя ни отменить, ни отложить. Уже ничего нельзя изменить. Ровно через пять минут солдаты поднимутся в атаку. В голову толкнулось тупо и больно. Мы попробуем, рискнем. Великим усилием повернул голову. Добрынин, у тебя готово? Он мог бы и не спрашивать, потому что, знал. Полковник Добрынин понял. Жердин волнуется. В окопах наступила та минута, когда люди ничего и никого не слышат. Смотрят и не видят ни огневого шквала в двухстах метрах, ни дымного неба. Не слышат свиста осколков. Слушают и не слышат. Прочь отлетело все. Нет ни родных, ни близких, ни самого себя. Только винтовка в руках. Оглохшие уши ловит одно единственное слово. И если в эту вот минуту будет приказ умереть, старший лейтенант Верегин поднимется и умрет. И Мишка Грехов умрет. И Голдайван. И другие. Только бы услышать. Никто не думает о жизни, о смерти. Потому что все, чем обычно живет человек, отошло, отлетело, пропало. И уж, конечно, никому не придет в голову мысль, правильно или неправильно. Старший лейтенант Верегин, пилотка под ремнем, с пистолетом в руке подтягивается к самому гребню окопа, царапает, крошит сапогами землю, старается поставить ногу, чтобы удобнее было подняться, оттолкнуться. Он должен подняться первым. Сейчас все заключалось в том, чтобы подняться первому. Чтобы рота, 200 человек, увидело его. Впереед. Никто не знал, что ровно минуту назад команду эту подал генерал-лейтенант Жердин. Он произнес это слово негромко, точно приказал самому себе. И никто не знал, кто подхватил ее первым. Впереед. Верегин вскочил, кинул руку с пистолетом. Во всем теле холодная легкость, в ушах пронзительный звон, и что-то рванулось из груди, из самой середки. Аааа. И 200 человек увидели его, старшего лейтенанта, отчаянного парня, своего в доску. Аааа. В голове у Андрея звонко и четко, в ногах и груди, холодная пустота, а руки, кулаки налиты железной тяжестью и силой. Этой силы так много, что она вырывается наружу. За мной. Андрей Верегин видит, как отступил, удалился огненный шквал. Чувствует. Сейчас будет самое главное. Если артиллерия не сумела подавить, он знает, что бывает в таких случаях. Полтора месяца на войне, на передовой, это так много, что хватит на целую жизнь. Рядом взметнулся косой огонь, ударило, обожгло. Вонючий дым перехватил горло. Добежать, добраться до немецких окопов. За мной. И опять, как за минуту до атаки, отшибло память и слух. Не слышал собственного голоса, не видел своих солдат. Не видел, кажется, ничего. Даже спустя месяц не мог ничего как следует вспомнить и рассказать об этих вот минутах, об этих днях, об этой ужасной майской неделе. Огненные паруса, кривые, раскосые, взлетали и раскидывали людей. Солдаты ползли, ощупью отыскивали ямки, втыкались, замирали и снова ползли вперед. Вскакивали, падали. Многие уж больше не вставали, не шевелились. С командного пункта дивизии видели все, как горели танки, как шла и падала пехота. Падала и шла. Штаб 6-й немецкой армии в Полтаве шатнула, как при землетрясении. Дежурный оперативного отдела принял радиограмму. Командир 454-й охранной дивизии сообщал прямым текстом, что русские начали сильнейшую артиллерийскую подготовку. Дежурный офицер закурил сигарету и перечитал радиограмму. Не может быть. Русские усиленно готовятся к обороне. Но через несколько минут позвонили из 8-го армейского корпуса и сообщили, что после интенсивной артиллерийской подготовки русские перешли в наступление. Особенно сильное давление танками и мотопехотой оказывают на венгерскую охранную бригаду генерал-майора Апта. Ровно через 20 минут все сотрудники штаба армии были на своих местах. Последним пришел командующий, прямой и немногословный. Казалось, самым трудным было для него произносить слова. Он пришел на 10 минут позже начальника штаба, но за это время в оперативном отделе подвели первый итог. Паулюс прошел в свою рабочую комнату, поспешно прочел радио и телефонные сообщения. Минуту смотрел на карту с оперативной обстановкой. Он и раньше предполагал возможность русского наступления в полосе 6-й армии. Изюмский выступ и близость Харькова были слишком соблазнительными, чтобы отказаться от попытки наступать. Однако не предполагал, что события станут развиваться так благоприятно. 6-я армия пополнена, обеспечена всем необходимым. 100 и 769 ты на своих позициях уверена и твердо готова наступать. И уж, конечно, обороняться. Генерал Паулюс Ломко хрустнул пальцами, откинулся на спинку стула. Хорошо. Начальник штаба, генерал-майор Шмидт, стоял рядом, в той снисходительно почтительной позе, которая присуща людям властным и честолюбивым, которым до поры надо оставаться на вторых ролях. Сейчас он докладывал. Простолюдин по происхождению, сын торговца из Гамбурга, он, как легавая, держа нос по ветру, выбрал военную карьеру, поражая сослуживцев четкостью и пунктуальностью, обладая от природы незаурядным умом, скрывая жестокую натуру. Успешно окончил академию генерального штаба, сменил генерал-майора Гейма на посту начальника штаба 6-й армии. Он был талантливым штабным оператором, его твердыми, безжалостными руками Паулюс мог делать все. Не будь Артур Шмидт откровенно наглым, его можно было бы назвать идеальным начальником штаба. Из-за темных штор в комнату пробивался майский рассвет, скорее бы день. Паулюс понял вдруг, что всю жизнь ему не хватало дневного света, всегда хотел, но и боялся его. Он чувствовал себя привычнее, спокойнее за железной дверью, при неверном свете электричества. Потому что дела, которыми занимался последние годы, не любили, не терпели дневного света. На душе у генерала Паулюса сделалось мутно и неспокойно. Удивился самому себе, почему действия русских можно было расценить как Божью благодать. Замысел противника понятен с самого начала. Следовательно, все идет хорошо. Паулюс может, если вот сейчас захочет, выйти и подышать весенним воздухом Полтавы. Но почему так неспокойно на душе? Он слушал начальника штаба, следил за его карандашом на карте с оперативной обстановкой, а сам искал и не находил ответа. Почему, я думаю, русские намерены шагнуть далеко, сказал Шмидт. Их надо остановить. Паулюс нашел. Русские не остановятся. Не в этот раз, в другой. Предчувствие неладного охватило Паулюса еще в Берлине. Оно усилилось, когда взглянул на Россию собственными глазами. Математически точные выкладки в генеральном штабе не соответствовали тому, что происходило на полях сражений. Но отказаться от войны было поздно. Генерал Паулюс еще не понял. Он только почувствовал неладное. Хорошо, что это чувство приходило не каждый день. Поверженная, распятая Европа вызывала великую гордость и уверенность. А сомнения приходили и уходили. Сегодня они коснулись потому, что началась грандиозная кампания. Генерал Паулюс вернулся к донесениям. 454-я охранная дивизия не устояла и отступает. Венгерская охранная бригада тоже отступает. Русские прорвались севернее и южнее Харькова. Как и в январе, намерены взять город двухсторонним охватом. Командование отличается поразительным упрямством. Несомненно, русские намерены развивать успех. У них так много сил. Паулюс положил руки на листки донесений. Восьмой корпус во избежание окружения отвезти. Третьему и двадцать третьему танковым корпусам нанести контрудар. Все армейские резервы привезти в боевую готовность. Начальник штаба едва заметно улыбнулся. Слушаюсь, господин генерал. Мишка Грехов отодвинул от пулемета Овчаренко, потом стащил его в воронку и, не зная, жив тот или нет, стал карабкаться наверх. Над воронкой, над всей землей мело раскаленным железом. Мишка не думал, что вот подымется и тут же упадет, и уж никогда больше не встанет, что убьют его. Боялся опоздать. Боялся, что старший лейтенант Верегин подойдет, подступит вплотную. Свойский парень, а не пожалеет. Самое страшное, это командир роты. Вцепился в ручки пулемета, вспомнил. Перевязать бы, но мысль пропала. Рядом упал человек, ткнулся головой прямо в лицо Мишки. Грехов. Пал ста метров. Вперед и вправо. Оттуда разбитый танк. Оттуда немецкий пулемет, мать-перемать. Видишь, ходу не дает. Возьми правее. Старший лейтенант Верегин закричал, выкатил глаза. Я приказываю. Мишка пополз, потянул за собой пулемет. Не удивился, что рядом с ним ползет другой, тащит железные коробки. Понял Мишка, что теперь он первый номер, а этот второй. И еще понял. Надо доползти. Сейчас все видел и все понимал. Артиллерия не доделала. Уцелевшие немцы вылезли из укрытий. Если б танки. Только где они, танки? Мишка не видел своих танков. Он видел только смоляные чадные столбы и крепкий, жирный огонь. Но ведь не все горят. Мишка полз, а над ним тянул железный посвист. Рвалось впереди, сзади, с боков. Он чертил землю краем каски. А по ней чем-то ударяло вдруг. То одиноко и тяжело. То сыпучее легко. Словно швырнули горсть голышей. Он замирал. Сжимался в комок. Чтоб его не слышали, не знали. Чтоб только не сейчас. Открывал глаза и видел земляное крошево. Разевал рот. Хватал воздух. А вместе с ним, хрусткую землю. И опять полз вперед. В кровь обдирал колени и лицо. Амины падали густо. Обдавало жаром. Накрывало едущим дымом. Мишка натыкался на убитых. И тогда отрывал лицо от земли. Глотал воздух вольготней. Раз. Другой. Оползал мертвого. Сипел пересохшим горлом. Вперед. То ли приказывал самому себе, то ли второму номеру. Он не видел своего напарника, но знал, чувствовал. Тот близко. Рядом. Взрывы поредели. Гул моторов затих. Мишка различил запах железной гари. Сладковатость прошлогоднего бурьяна. И вдруг понял, как неохота ему помирать. Залезть бы в яму. Зарыться в землю. Чтобы никто не достал. Чтоб не слышать взрывов. Не видеть смерти. Соединиться бы. Слиться с землей. Будто нет у тебя. Но есть немцы. Они не позволят. И есть ротный, старший лейтенант Верегин. Он тоже не позволит. И командир полка. И еще. А разве жить хочет только он? Мишка грехов. Другие тоже хотят. Но. Ползут. И старший лейтенант Верегин ни при чем. Он и сам не хочет помирать. В груди тесно. В груди колотится большое и жесткое. Этого жесткого так много, что воздух застревает в сухом горле. Перед глазами. Черно. Приподнял голову. Разбитый танк. Вот он. Рядом. В тот же миг увидел всплески синего огня. Пулемет. Ага. Солдаты ждут его. Мишку. Ну да. И ротный. Все ждут, когда Мишка сделает свое дело. Немецкий пулемет крыл пехоту густым настильным огнем. Танки прорвались. Узким коридором ушли вперед. А пехота осталась лежать. Старший лейтенант Верегин матерился. Он ругал ни грехово Мишку, который должен был сейчас подняться и не поднялся. Ни фрица, который прижимал роту к земле. Он матерился от бессилия. Сейчас мог только одно. Встать и показать живым, как надо умирать. Но разве вон те, что лежат неподвижно, умерли хуже? Разве они не показали? Надо, чтоб грехов дошел. Мишка не слышал свиста пуль. Не слышал ничего. Вскочил, с разбега упал. Недоверчиво пошевелил рукой, ногой. Жив. Не поднимая головы, позвал. Эй, ты где? Справа, слева. Даже вверху гремело и рвалось. Земля ползла в сторону, вниз, потом выпрямлялась и опять валилась. Мишка увидел вдруг синее небо. И троих убитых танкистов в комбинезонах, в ребристых черных шлемах. Напарник, второй номер, валялся ничком. На спине, темное пятно. На вылет. Где-то сзади остался овчаринка. И другого уже нет. И вот этих танкистов. Кругом гудела, земля вставала на дыбы, но огонь виделся теперь уже бледным, не жарким. Утреннее небо тушило его, охолаживало. Мишка видел, как трепещет, рвется синий пулеметный огонь. И все отошло, пропало, ничего не осталось. Только огонь. Привычно, спешно вложил ленту, поймал стволом пулемета чужое, трепетное пламя. Вдруг ощутил свои руки, свое крепкое, сбитое тело. Почувствовал, как бьется, колотится в груди. Но теперь колотилось не так, как минуту назад. Теперь колотилось только злоба. Мишка ругался. Огонь своего пулемета ожег глаза. И через минуту, когда увидел старшего лейтенанта во весь рост, когда увидел сапоги, винтовки, каски, удивился. Кончено. Так скоро. Но ничего еще не кончилось. Все только начиналось. И самое страшное случится ни в этот день и ни в ближайшую ночь, когда станут форсировать Северский Донец, когда будут валиться мертвыми на берегах и тонуть в холодной черной воде, и даже не через пять дней, когда немецкие танки будут давить мертвых и живых. Потом будут ехать, идти, бежать и опять идти, неизвестно куда и зачем. Мишка грехов потеряет своего ротного и взводного и с отчаяния, со злобы станет набирать отступающих солдат под свою команду, его будут слушаться, ему станут подчиняться. Потому что самое страшное на войне – не видеть своих командиров. Потом он выстрелит в своего солдата и убьет его. А солдат не был ни предателем, ни даже трусом. Будут держать круговую оборону и прорываться. С гранатами и бутылками станут против танков. А еще через месяц. Но это все будет потом. А началось под Харьковом 12 мая. Ни рядовой Грехов, ни старший лейтенант Верегин, ни другие не знали, да и не могли знать, как неверно все это, как плохо. В докладах и планах командования юго-западного направления все выглядело убедительно, а в верхах не было твердого мнения. Желание действовать активней было настолько велико, что решили не сковывать инициативу. Может, все обстояло несколько иначе. Фактом осталось, что 12 мая 42-го года русские армии повели решительное наступление в двух сходящихся направлениях. Целью наступления на первом этапе был Харьков. В тот же день, к ночи, передовые отряды 78-й дивизии достигли Северского Донца. В немецком блиндаже, с обоими, с рождественскими открытками, с портретами полуголой танцовщицы Гитлера, горела карбидная лампа, было тесно и душно. Из блиндажа только что выволокли убитого немецкого майора, не успели притереть кровь. Явился полковник Добрынин со штабом, а следом, как будто только и ждал, что потыскали надежное убежище, вошел жердин, перчатки в руке, пистолет на боку. Почему остановились, в тени завязли? Я спрашиваю. Подбородок двигался тяжело, неповоротно, словно вязала его нестерпимая боль. А глаз не видно, спрятались под козырьком фуражки. Подполковник Суровцев, будто не слыша гневного голоса командующего, смахнул с дощатого стола чужие объедки, неспешно расстелил карту. Полковник Добрынин стоял на вытяжку. Рота 313-го полка на том берегу. Весь полк на правый берег к 12.00 до утра расширить плацдарм, чтобы дать возможность танкам наверху за толстым перекрытием ухала. Блин, да что мелко-мелко трясся и что-то дребезжало в нем, точно оконное стекло, то испуганно привставал, и тогда, всякий раз в одном месте, что-то сухо надламывалось и трещало. На участке вашей дивизии пойдут танки, чтоб до рассвета. Вы слышите, полковник Добрынин, рядом, за стеной, земля оглушительно разломилась, блиндаж приподнялся и криво осел. Ослепительный огонь карбидной лампы утонул в пыли, из потолка вылезло бревно. Жердин вынул платок, отер лицо. Сколько до берега. Полковнику Добрынину вдруг подумалось, что такие вот минуты уже были. Блиндаж, артиллерийский обстрел, прямое попадание, пыль, не продохнешь, и огонь. Голос командующего, Суровцев над картой. Мысль о том, что все повторяются в мельчайших подробностях, пришла от того, что всегда одинаковой остается смерть. И тогда, и теперь до смерти было несколько шагов. До верной смерти оставалось два километра. Там, на берегу Северского Донца, лежали мертвые и живые. Там больше было мертвых. Подполковник Суровцев ткнул пальцем за Северский Донец, глянул на Жердина прямо и остро, как будто старался угадать, что думает, на что надеется командующий. Я не могу судить о масштабах операции, анализировать ее стратегически. Я не знаю всех возможностей. Многое, однако, мне представляется сомнительным. Жердин шагнул к столу. Из-под козырька фуражки черно, льдисто смотрели немигающие глаза. Приложил все пять пальцев к потрепанной карте и потянулся к Суровцеву. А может, начальнику штаба только показалось, но нет. Жердин, прямой, высокий, с твердокаменным лицом, наклонился через стол. Завтра к вечеру дивизия должна быть на этом рубеже. И повел подбородком вниз. Штаб на левом берегу не задерживать. Тыловые службы. Перед мысленным взором встало то, чего опасался. Понял. Начальник штаба дивизии тоже опасается. И Добрынин именно поэтому замолчал, так и не закончил про тыловые службы. Есть сомнения, но есть приказ и дисциплина. А главное, есть люди, на которых Жердин надеялся. На фронте от Изюма до Белгорода сейчас происходило то, чему генерал Жердин пытался воспрепятствовать. Но, делая сейчас то, что считал пагубным для армии, все-таки не терял надежды. Видел чужие глаза, слышал неспешный, вдумчивый голос, видел синий карандаш. Жердин не потерял надежды. Хотелось только, чтоб верили, надеялись все. Чтоб тоже видели синий карандаш. Подполковник Суровцев смотрел на командующего усталыми, но твердыми глазами. Остренький подбородок торчал из домашнего шарфа вызывающе, словно напоминал, что главное достоинство его не физические способности. И вообще, физическое, не главное. А мыслит подполковник Суровцев так же ясно, как и генерал Жердин. Добрынин сказал глухо. 78-я выполнит приказ. Генерал Жердин тронул фуражку за козырек. Штаб армии перейдет Северский Донец вместе с вами. И все стало на место. Только чем это кончится? Глава 8. Над передовой, над оглушенными, измученными и уж ничего не боящимися людьми, над мертвыми, которым не надо было прятаться, над ранеными, которые страдали от жажды, стонали, кого-то звали, над изрытой землей, над всем, что называлось фронтом, взлетали и падали сотни ракет. Над рекой, неширокой, словно схваченной пожаром, гремело, и трассы огненных светляков стелились над водой, то ослепительно яркой, то мазутно-черной, могильно-глубокой. Трассирующие пули пропадали в воде, впивались в черный берег. Северский Донец озарялся, схватывался шалым огнем, дыбился водяными столбами, вскидывался, оседал, падал и снова вскипал тугими надолбами, преграждая путь безумным людям. Солдаты скатывались к воде, многие падали и уж больше не подымались. Другие бежали назад, потом возвращались, ползли, словно кипящие от снарядов, вода тянула к себе страшным приворотом. Вспышки рваного огня мгновенно слизывали речную холодную чернь, и тогда можно было видеть доски, бревна, плоты и множество людей, которые с берега казались неподвижными, беспомощными, обреченными. 313-й полк вплавь форсировал Северский Донец, кто на чем, кто как умел. Солдаты завязывали в плащ палатки солому, плыли, как на пузырях. Полковнику Добрынину виделось, что река кипит. Еще минута, и выплеснется из берегов. А доски, плоты, солдаты останутся на месте. И подполковник Крутой видел все точно так же. Людям, что плыли, угребались к берегу на сплоченных бревнах, на порожних канистрах и закупоренных бочках, тоже казалось, что стоят на месте. И будут стоять, до тех пор, пока убьют. Вон что делается. Никакого плацдарма, наверное, нет на том берегу, никакой роты. Сказали, на плацдарме рота и старший лейтенант Веригин. Про Веригина, точно, раньше слышали. Есть такой старший лейтенант. Может, и форсировали, зацепились за берег, да не осталось никого. И уж нет никакого плацдарма. Немцы бьют наверняка, прицельно, и никого не допустят. Но плацдарм был, и рота, сколько бы ни осталось от нее, была. Она удерживала клочок земли метров 300 по берегу и столько же в глубину. Но ни старший лейтенант Веригин, ни рядовой Мишка Грехов не знали точно, сколько они занимают, много ли осталось в живых. Рота переправилась сходу, вместе с отступающими немцами. В синих задымленных сумерках старший лейтенант Веригин стоял по пояс в воде, кричал сорванным голосом. Вперед, вперед, и совсем рядом. Зольдатин потом плыл, отфыркивал воду и трезво, злобно думал, что сейчас будет рукопашное. Рядом кто-то барахтается, тонет. Держись, кричит Веригин. Держись. Каски справа, каски слева, впереди. Нихтшессин, нихтшессин. Немец рядом, до него два-три взмаха. Андрей отфыркнул воду раз, другой. А немец пропал. Кто-то с придыхом, тяжело материться, кидает широкие сожонки и, ладя под них, ворочает голову. А вон двое, точно слепились. Плывут, что-то волочит. Должно, станину пулемета. И пулеметчика угадал. Но все, что было справа, слева, вдруг отлетело. Осталось только то, что впереди. Из воды вырастали, бежали к берегу свои чужие, вооруженные и безоружные. Сбивались в кучи, но тут же шарахались друг от друга. Падали, оставались на воде. Точно решили вдруг, что на этом вот месте лучше, чем на сухом. На встречу щелкали пистолетные выстрелы, торопился, сыпал искряную метель пулемет. Верегин бежал и стрелял. И кричал. Но не слышал ни своего голоса, ни выстрелов, ни взрывов гранат. Он не слышал ничего в отдельности, потому что крики людей, ругань, тупые хрящские удары, все перепуталось. То вязалось в тугой клубок, то распадалось. Рядом затихало, чтобы в ту же минуту взорваться, закипеть с новой силой. Андрей стрелял в упор, и в него стреляли, но почему-то оставался жив, кем-то командовал, приказывал, споткнулся, упал и прямо над собой услышал. Бей. Ребята, солдаты свалились в немецкие окопы, и в крутой, двошащей мешанине, в хрипе и воплях Андрей Верегин решил, что дальше идти не надо, некому будет держаться. То ли приказал Верегин, то ли каждый понял, догадался, что удерживать отвоеванный клочок земли будут на этой линии, а может, не осталось человеческих сил выползти из окопов и опять бежать навстречу пулеметам, но только дальше никто не тронулся. И затихло вроде, но Верегин знал, сейчас немцы пойдут. В небо взлетели разноцветные ракеты, потом еще, а над рекой, над левым берегом повисли фонари, и сделалось светло и жутко. Ясно, противник не дает подойти к реке основным силам. Рядом возились двое, в полголоса матерились, устанавливали пулемет. Грехов, ты, Мишка отозвался тотчас, готово, товарищ старший лейтенант. Над рекой было светло как днем, этот ночной день доставал сюда, до плацдарма. Сейчас пойдут, лопнуло, огнем ослепила мина, еще одна, и все кругом приподнялось, развалилось надвое, разделилось на черное и огненное. Откуда-то издалека пришла тугая, безразличная мысль, кончилась передышка. Но передышки не было, просто минут десять немцы не стреляли. Ровно столько, сколько потребовалось, чтобы сообразить. Старший лейтенант Верегин шел по окопам, хрипел сорванным голосом. Стоять на месте. Приказываю, стоять на месте. И злой голос в самое ухо. Куда отступать-то? Андрей вернулся назад. Почему-то решил, что его место вот тут, возле сломанного бревна. Рядом с Греховым. Мишка сидел на дне окопа, спрятав голову в колени. Грехов. Окликнул Андрей. Ты что это, Грехов? И потряс Мишку за плечо. Тот вскочил, глаза при близкой вспышке показались безумными. Ты что это, Грехов? А ничего, удивленно ответил Мишка. Пулемет к бою готов. Страшно, что ли? Прокричал Андрей. Он вдруг поймал в себе желание быть рядом. Тесно, хоть с кем-нибудь. Чтоб чужое дыхание, голос рядом. А Мишка сказал. Известное дело, страшно. Слова показались необыкновенно громкими. Обстрел неожиданно прекратился. Два бойца волоком протащили раненого. Кто-то корчился и стонал неумело, озлобленно плакал. Кто-то кричал, надрывался. По команде. Огонь по команде. Андрей увидел немцев. Он уже привык видеть их. Но каждый раз видел по-новому. Одинаковость заключалась в том, что как бы не сложился бой, немцы шли, чтобы убить его Андрея. Наверное, поэтому в нем всякий раз что-то сжималось и застывало. Одинаково светлело в голове, пронзительно звенело в ушах. На секунду схватывались в единоборстве страх и долг. Но Андрей никогда не признался бы даже самому себе, что бывает в нем испуг. И уж, наверное, усомнился бы, что в бой руководит им храбрость. Он не держал в голове громких лозунгов, но всегда жили в нем родные восходы и закаты. Русская балалайка и старинные песни, кавалерист Иван Жагалев и школьный учитель Макаров. Он не признавал флага, кроме красного, не знал человека, гениальнее Ленина. Помнил, что сам он – командир Красной Армии и коммунист. Надо было умереть, но выстоять. Большие и сложные понятия, философские обобщения на войне умещаются на прицельной рамке. Он видел, как бегут, приближаются немцы. Они вырывались из темноты, оттуда, где вспыхивали, не успевали оседать огненные сполохи германских батарей. Андрей Верегин подождал, потом вскинул руку. Огонь. Немцы бежали, но их стало меньше. Их стало совсем мало. Потом пропали, а через минуту накатились новые, и опять заплясал. Заторопился рядом холодный огонь. Мишка грехов что-то кричал, но Андрей Верегин не слышал. Видел косратое лицо и черные дыры вместо глаз. Мишка ткнул рукой вперед. Прямо на них шли танки. Сделалось светлее, и Андрей хорошо увидел эти танки, и все стало особенно понятно. Только, почему же так светло? Смотрел перед собой и не видел, как вскипает, тяжело ухает и ворочается северский донец, как плывут поперек бревна, доски, лодки. Не видел и не знал, что весь полк на воде. И командир полка. Он видел только танки. Лег за пулемет. А Мишка грехов перевалился через бруствер и пополз. Какие-то секунды Андрей видел его, но тут же потерял среди неподвижных кучек, среди рытвины обломков. Убит. А когда из танка метнулся огонь, когда глухо рвануло, понял. Мишка жив. Видел, как один танк перелез через окопы, приостановился, точно уперся во что-то длинной пушкой, потом опять тронулся. Андрей оглянулся на него раз, другой и вдруг увидел огнем подернутый донец, косые столбы разрывов и маленьких черных людей. Догадался, понял. Весь полк. Может быть дивизия. Танк подошел к воде и тут приподнялся, пыхнул крутым огнем, черный дым заслонил и реку, и плывущих солдат, и все, о чем на утро никто не расскажет. Одних уже не станет, другим некогда будет ни вспоминать, ни рассказывать, ни через месяц, ни даже через полгода. Живые вспомнят обо всем позднее. Тогда они посмотрят на себя словно со стороны, удивляясь и чуточку не веря, но весной, под Харьковом, летом на Дону и осенью на Волге, когда Палмира потеряет веру, они верили в себя. Андрей Верегин гнал тугую пулеметную очередь и, кроме того, что должен оставаться на месте и стрелять, ничего не помнил и не знал. Потом стало тихо, мимо откуда-то сзади, все бежали и бежали солдаты. Прогромыхал, пролязгал один танк, второй, третий и еще танки, а солдаты все бежали. Андрей увидел, что небо посветлело, посинело. По окопу, перешагивая через убитых, идут люди. Андрей не мог рассмотреть лиц, он догадался, что это командир дивизии. Не чувствуя усилия, не чувствуя ничего, поднялся навстречу. Стал, руки по швам, с непокрытой головой, в изодранной гимнастерке. И, как выстрел, молодец Верегин. Рядом с полковником Добрыниным стоял другой, тоже высокий и необыкновенно прямой. Точно его затянули в корсет. Этот сказал, запишите фамилию. Командир дивизии взял под козырек. Небо светлело, пушки бухали реже, точно в конец обессилели. Мимо Андрея на руках тянули тяжелые орудия. На элистом берегу завяз грузовик, возле него суетились, тужились. А в кузове старшина с черными петлицами махал рукой, подзывал. Приказ командира полка. Всем брать по одному. И переваливал через борт, помогал взять на плечо ящики со снарядами. Верегин подумал, вчера бы вас подумал устало и безразлично. Пожалуй, в душе проклюнулась даже радость, что на долю этих выпало меньше. Шагал на пушечные выстрелы измучена. Валка хотел что-то вспомнить и никак не мог. Точно в последние сутки, в эту вот ночь, у него отняли все. Осталась только смертельная усталь. А что, дадут ордена? Кто это? Андрей поднял, повернул голову. Рядом шагал Мишка Грехов. Он тащил на плечах станину пулемета, уверенно и твердо переставлял сильные ноги. Шел локти вперед, голову опустил низко, тяжело покачивал ею в такт шагам. Верегин удивился. Зачем это? Орден. Мишкина голова ниже задранных локтей. Точно парень отыскивает что-то на земле. И Андрей посочувствовал, как тяжело ему и тем, кто несет снаряды. Впервые подумал, что самое страшное на войне, испытывать каждый день вот эти нечеловеческие тяготы. Мишка опять заговорил. Верегин увидел вдруг Мишкино лицо, потное, красное, измазанное грязью. С изумлением отметил. В нем нет усталости, только напряжение. Старший лейтенант Верегин почувствовал землю под ногами. Увидел зеленую траву, рытвенные воронки, разбитую бричку, куцехвостую лошадь вверх ногами и мертвого немца в изорванном мундире. А рядом своего убитый красноармеец лежал ничком, распояской, подтянув под себя ноги и широко раскинув руки. И еще одного, с необыкновенной ясностью припомнил атаку, кинжальный огонь пулеметов, ледяную воду и голос. Нихтшися. Потом немецкие окопы. Мишка опять повернул голову. Первый раз видел генерала. Ей богу. Сделалось совсем светло, небо голубело чисто и безгрешно, и Андрей подумал, что хуже прошедшей ночи уже ничего не будет. И от этой мысли сделалось вроде бы легче. А Мишке хотелось говорить. Может, от того, что самое страшное миновало, он остался жив? А ротный Верегин, в общем-то, простецкий, свой парень. Вот он, шагает рядом, и с ним можно разговаривать. Отчего же нельзя, если с генералом разговаривал? Ты про какого генерала? Спросил Андрей. Мишка глянул удивленно. Почем я знаю? Вы же ему докладывали. И, словно поняв наконец, что старший лейтенант не помнит этого, обрадовался, заторопился. Высокий такой генерал. Вместе с командиром дивизии были. Сказали, чтоб представили всю роту, повертел головой вправо, влево, словно испугался чего-то. Закончил торопливо. Всех, кто остался живой. Андрей тоже повернул голову, глянул по сторонам, обернулся назад. За ним гуськом шли солдаты. Это были его солдаты. Их осталось так мало, что в первую минуту не поверил. Быть не может. Сбавил шаг, пропускал мимо, считал. Потом поискал глазами. Но больше не нашел. 20 человек. Вспомнил про Мишку и про себя. 22. Оторопел, приостановился. Не знал, что это еще не самое страшное. В огне, в дыму, в корчих раненых и стонах умирающих занялся пятый день наступления. Андрей Верегин кому-то приказывал и кого-то подымал с земли. Бесчувственно, тупо вставал. Навстречу смерти. Почему-то оставался жив. И Мишка Грехов был еще жив. В минуты передышки тот скалил зубы. Нормально. Протягивал большую черную руку. Просил уродного о курочек. Ему присвоили по мкам взвода. И Мишка неведомо где сумел добыть треугольнички. Новенькие, эмалированные. Прикрепил на воротник изорванной гимнастерки. Вчера ему вручили орден Красной Звезды. Мишка, как положено, ответил, что служит Советскому Союзу. Потом завернул орден в тряпочку, оглянулся и спрятал в карман. Верегин спросил. Это зачем? Разве для того наградили? С видимым сожалением Мишка прикрепил орден на гимнастерку. Сказал. Неохота, пока лупается до дому. Впервые за три дня подвезли горячие солдаты по воронкам и блиндажам хлебалищи. Держали в руках теплый хлеб. Взглядывали вверх. Хоть бы пожрать дали. Мишка выпятил грудь, спросил. Ну как? Верегин писал донесение командиру батальона. Поднял голову. Сказал. Ничего, нормально. И впервые за три дня улыбнулся. Орденоносец теперь. Сидел, привалившись к земляной осыпи, положив на колено каску. На листке из блокнота писал. На 17 мая рота потеряла. Редко ложились немецкие мины. Рядом в окопе стонал раненый. Братцы, братцы. И чей-то голос лениво урезонивал. Не скули. Максимов. Надоело. Все это раны. Тьфу. Астонов. Немцы слышат. Поймей совесть. Именно в этот момент Верегин подумал, что происходит что-то не то. Мишка Грехов спросил. Наступаем-то мы куда? На Харьков. Сердито кашлянул Верегин. Мишка Грехов дохлебал из котелка. Приподнялся. Поглядел в немецкую сторону. Что и там мы, как гвоздь в сучок. Пушки били редко. Устало. Словно артиллеристы раздумывали, стрелять или не стрелять. И мины рвались не густо. Верегину вдруг подумалось, что самое правильное – отойти на исходные позиции. Подполковник Суровцев мерил штабной блиндаж нервными шагами, останавливался перед командиром дивизии. Ужаснее всего – не понимать. Я ничего не понимаю. Полковник Добрынин тоже не понимал. В третий раз за последние 40 минут пытался поговорить по телефону с Жердиным, но оттуда отвечали, что его нет, что скоро будет. Генерал Жердин улетел в штаб фронта. Он стоял перед командующим по-солдатски прямо, давил неподатливым, жестким взглядом. Армия несет тяжелые потери. Наступление затухает. На отдельных участках переходим к обороне. Что значит «к обороне»? Командующий фронтом сутулился за столом, смотрел на Жердина устало и терпеливо, невольно любовался выправкой, выражением лица, интонацией. Умен, талантлив, академическое образование, Верховный вызывает посоветоваться. Да только что же из того? Жердин подался вперед. Наступление можно продолжать лишь при поддержке, при вводе в действие подвижных соединений. И только сегодня, утверждаю, завтра будет поздно. Командующий фронтом согласно наклонил голову, но не ответил. К концу пятого дня следовало отказаться от наступления. Но говорить об этом легко сейчас, спустя многие годы, когда стали известны мельчайшие подробности войны. В то время отказаться от наступления не могли, потому что не использовали всех возможностей, потому что не отвергли еще предположения. Противник опять пойдет на Москву. Наступлением на Харьков преследовали не только дальние стратегические цели, но и это было прежде всего, рассчитывали отвлечь силы противника с западного направления. Теперь все знают, что наступление на Харьков было ошибкой. Сопоставляя военно-стратегическое, политическое и экономическое положение сторон, пришли к заключению, что не меньшей ошибкой было бы наступление советских войск на южном фланге Юго-Западного фронта с целью разгрома противостоящих группировок противника и выхода на линию Гомель, Киев, Черкассы, Первомайск, Николаев. Самым верным было предложение генерала Жердина встретить летнюю кампанию в жесткой обороне. Однако наступление можно оправдать. Крупные поражения, потеря больших городов и огромной территории легли на каждого солдата, на каждого человека в тылу тихчайшим гнетом. Нужна была победа. Армию надо вести вперед, чтобы поддержать в народе веру и надежду. Всю ночь гудели, становились на исходные позиции танки. Долго ждали, дождались. Утром, без артиллерийской подготовки, танки пошли вперед, и весь 313-й полк поднялся за ними. Ходка пошли, не ложась, обрадованные, уверенные, что теперь будет легче. А вот уже все кончилось, и те, что уцелели к вечеру, сидели в окопах оглушенные и подавленные. Утро, когда грохотали на полной скорости танки, а потом взрывались, горели, отошло так далеко, что в это уже не верил даже старший лейтенант Верегин. Он не знал, сколько осталось в роте бойцов, есть ли патроны и гранаты, что и как будет, если вот сейчас немцы подымутся опять. Сидел в полузасыпанном окопе, немощно бросив руки. Увидел голое колено, разорванное голенище. Это что же, конец? Прямо перед глазами, на бруствере, чья-то рука, скрюченные пальцы. Каска, серебряная окоимка погона. Другой валялся прямо возле ног. Последнюю атаку отбивали в траншеях, выбросить убитых немцев не успели. Редко, тут и там, шлепались мины, пыхали серыми дымками. Тупым взглядом Верегин наткнулся на своего солдата, спросил. Ну как? Тот осклабился, крупные белые зубы показались Андрею ослепительными. Грудь у солдата была могучая, так и перла из-под гимнастерки. Андрей увидел орден красной звезды и догадался, что это, Мишка. Ну, как дела, грехов? Взял из Мишкиных рук фляжку и приложился. Ром, сказал Мишка. Каблов, что из-за второты, цельную канистру где-то нашел. У Верегина шевельнулась. Сколько нас пил, вкуса не чувствовал. Вернул фляжку, ощутил вдруг ноги, руки. Словно только сейчас потекла по жилам кровь, как будто свалил с себя каменное оцепенение. Увидел кровь на бревенчатом бруствере, изватланной бинты и кем-то брошенную, избитую осколками шинель. Кто-то лежал на дне окопа, прикрытой неведомо где взятой рогожей. Виднелись ноги, они были такие длинные и тонкие, что казалось, обмотки накрутили на кости. Ботинки разбиты, скособочились. Верегин увидел полузасыпанные траншеи, мертвых и живых солдат, россыпи стрелянных гильз, обрывки пулеметных лент. Над окопами тянул дым, сверкали, тонко цедили пули, цокали, впивались в бревна, в земляную стенку, и тогда осыпались, катились глиняные комочки, струился, сбегал песок. Солдаты сидели на корточках, дремали, кое-кто нехотя жевал. Верегин увидел, что смеркается, в небе зажглась яркая холодная звезда, и, точно стараясь достать до нее, одна за другой взвелись две ракеты. Они еще не погасли, когда с немецкой стороны дружно, перегоняя друг друга, ударили, заработали пулеметы, густо упали мины, а с русской стороны, издалека, бухнуло тяжелое орудие. Снаряд пролетел, прохлюпотел в темной вышине, разорвался, утонул в минометном визгливом лае, и все затихло, неожиданно, внезапно, только из-за поворота, где ход сообщения затянуло дымом, донеслось пропитанное болью. Ой, а о, рядом вырос боец, и Верегину показалась противоестественной прямая широкоплечья фигура, автомат поперек груди и рука у самой каски. Голос тугой, словно замороженный, товарищ старший лейтенант. В первом взводе 12 бойцов и два противотанковых ружья. Батарея разбита, легкораненные в строю, тяжелые. Командир взвода осекся, а бессиленно кинул руку вниз. Из 12 человек сколько раненых? 10, товарищ старший лейтенант. Верегин силился и никак не мог вспомнить фамилию командира первого взвода. Младший лейтенант. Две недели, как из училища. Лица не разглядишь, только бинт под козырьком, каски да темные, точно мазутные, пятно на щеке. Спросил, как же будем? Командир взвода ответил нехотя и вяло, как будто сидел на заваленке. Не знаю. Помолчал, прибавил тверже. Как приказано, так и будет. Верегин понял, как трудно стоять взводному, как трудно говорить этому 19-летнему парню, как и ему, Андрею Верегину. Больше всего хочется упасть вот тут же, где стоит, рядом с убитыми, и уснуть. Ты выпей, предложил Верегин. Легче станет. Да нет, легче станет, повторил Андрей. Откуда родом-то? Огорков я, Михаил Огорков. И, точно поняв, что спрашивают не об этом, заторопился. Из Сталинграда. Вы знаете, Эстезе, верхний поселок, дом 541. Решил, что подробности не нужны, замолчал. Но ему очень хотелось рассказать, как хорошо у них в поселке, что это лучшее место в стране. И Михаил снова заговорил, заторопился. Вы знаете, у нас нет улиц. Вообще-то есть, а названий нет. Просто номер дома и квартиры доверительно тронул командира роты за плечо. Заглянул в глаза. Во всех районах улицы с названиями, а в тракторозаводском нет. Засмеялся, точно сделал великое открытие для себя и для других. Вот нет, и все. А знаешь, сказал Верегин, бессознательно желая подбодрить парня, командир дивизии, тоже сталинградец. Правда? Удивился Огорков. Вот здорово. Скажи, если доведется увидеть, спрошу самого. Не верите? Честное слово, спрошу. Верегин сказал. Это я точно знаю. Они пошли по окопам, плечо к плечу, спотыкаясь, перешагивая через людей. То ли это были мертвые, то ли живые. Шли молча. О чем говорить, не знали. Да и не хотели. Рядом блеснул светлячок цигарки и, тихий со вздохом голос, ты пожуй сухарик. И еще огонек. Сверху посыпалась земля, в окоп свалился солдат. Послышался громкий, с придыхом, шепот. Товарищ ком взвода. Верегин почувствовал плечом, как Михаил Огорков шатнулся. Это ты, Гонюшкин? Так что фрицы ужинают, товарищ ком взвода. Посудой гремят, смеются. Не похоже, чтоб полезли на ночь глядя. Вот, доложи командиру роты. И солдат, как видно одинаковых лет со своим командиром, повторил все слово в слово. Помолчал, помялся. Потом покашлял, опасливо и нерешительно. За ихними окопами, далеко, моторы гудят. Должно, танки. Может, и танки, безразлично, сказал командир взвода. Утром увидим. Верегин мысленно согласился. Танки. Только встречать их некому и нечем. Если только пополнит к утру. Когда вернулись, Мишка Грехов спал. Верегин пошарил возле него, нашел фляжку, отвинтил, протянул младшему лейтенанту. Выпей. Тот опять отникнулся и, как видно смущаясь, признался. Я только один раз пил. Позавчера. Выдали всем, я и выпил. Да нет, на выпускном еще. Ребята в училище пили, а я нет. Знаете, не идет она мне. Последние слова произнес серьезно, даже сердито, но получилось смешно. В другой раз Андрей Верегин рассмеялся бы. Но в другое время, в другой обстановке, наверное, не сложился бы такой разговор. Все-таки Михаил взял фляжку. Я возле цирка жил. Зимой каждый день французскую борьбу смотреть ходили. Яна Цыгана, Циклопа. Наша соседка билетершей работала, без билета пускала. На другие представления не ходил, а на борьбу обязательно. Цирк у нас на тракторном замечательный, купол, во. Огорков поднял руки, показал, какой огромный в Сталинграде цирк. Мальчишка, с нахлынувшей нежностью, подумал Верегин. Совсем мальчишка. Захотелось чем-нибудь порадовать его. Сказал. Я был в Сталинграде, видел. Да ну, изумился Огорков. По-моему, такого цирка во всем союзе нет. Может, и нет. Согласился Верегин и спросил. Легче. Выпил-то? Правда, легче. Сказал Огорков и тихо засмеялся. Ты ляг, усни, а я пройду по расположению. Потом разбужу. Ладно, согласился младший лейтенант. Может, и усну. Верегин покопался в карманах, закурил. Глотал махорочный дым, глядел вверх, на редкие синие ракеты. Где-то недалеко прерывисто гудел кукурузник. Потом затих, и тут же послышались взрывы гранат. Кучно и слабенько. Верегин опять уловил гул самолета. В ту же минуту с немецкой стороны заторопились зенитки. А у нас и противовоздушного нет ничего, тоскливо подумал Андрей. Бросил окурок, затоптал. Нагнулся, позвал. Огорков. Тот не ответил. Верегин опустился на колени, зажег спичку. Младший лейтенант спал, прислонившись головой к Мишке Грехову. Лицо совсем детское, выпочканное кровью. А плечи широкие, сильные и сапоги огромные. Не убьют, богатырь будет, подумал Андрей. И твердо решил. Не убьют. Поднялся и опять закурил. Услышал царапанье ложки о котелок и давешний голос. Возьми сухарик. Только обдуй. С немецкой стороны доносился гул танковых моторов. То затихнет, то опять совсем уже явственно. Выводит на исходную, подумал Андрей. Ну что ж, встретим. А как и чем, сейчас не подумал. Что из того, подумает или не подумает старший лейтенант Верегин. Командир роты. Он для того, чтобы первому подняться навстречу смерти. И чтоб не уйти, не бросить окоп, если приказано стоять. Только и всего. Вокруг стола, над картой, стояли Жердин, Добрынин, Суровцев и начальник артиллерии. Маленький, шарообразный полков пик с небритым насупленным лицом. Он сказал. Снарядов, по одному боекомплекту, товарищ командующий. Суровцев бросил на карту красный карандаш. Я не вижу смысла. Развязал шарф. Выпростол жилистую шею. Мельком глянул на Добрынина. Точно спрашивал позволения. И, прямо, в упор, на генерала Жердина. Где, куда девались подвижные соединения. Сегодняшний день показал, что мы упустили момент. О наступлении не может быть речи. Противник наносит танковый удар из района Славянск, Краматорск. Вдоль северского донца на северо-запад. Взял карандаш, поискал на карте. На севере, из района Волчанска, противник тоже повел наступление. Намечается гигантский мешок. Война только начинается. Главное, что мы должны это сохранить свои силы. Мое мнение, начать немедленный отход. Отступил на шаг, подался в тень. Начальник артиллерии снял фуражку. Опасливо приложил руку к бритой голове. Да вы что? До Харькова 20 километров. Еще одно усилие. На главном направлении за ночь соберу всю артиллерию. Красноармейцы сделают невозможное. Добрынин повернулся к нему решительно. Они уже сделали. А мы. Проглотил удушливый комок. Прибавил поспешно. Я присоединяюсь к мнению начальника штаба. Генерал Жердин шевельнул тяжелым подбородком. Разговоры об отходе запрещаю. Если фронт не создаст предпосылки для продолжения наступления, тогда всю ответственность возьму на себя. Но пока, надеюсь. Огляделся, сказал тихо. Не вижу комиссара дивизии. Добрынин ответил, не подымая головы. С вечера, в 313 полку. Он что же, в знак протеста? 313 полк стоит на тонкоопасном направлении, товарищ командующий. Наверху, за тремя накатами, было тихо. Огонек в снарядной гильзе потрескивал, коптил. Командиры вокруг стола молчали. Было слышно, как часто дышит подполковник Суровцев. До полуночи проверить тыловые службы, и Жердин надел фуражку. Всех, способных держать винтовку, на передовую. Машины надежно укрыть, заправить бензином. Шоферов не трогать. Из блиндажа выходили молча. Кивали, поспешно кидали ладонь под козырек. Смотрели строго. В глазах не было ни согласия, была только готовность. Но именно эта готовность подчеркивала внутренний протест. Они готовы были умереть, но своей готовностью словно призывали командующего к решительности и разумности. Ну да, так и есть. Под самую ложечку ткнули острым и холодным. Боль ударила в голову. Генералу Жердину захотелось расстегнуть верхнюю пуговицу. Штаб армии разместился рядом со штабом 78-й дивизии. Полковнику Добрынину уходить было некуда. Смотрел на командующего прямо и смело. А генерал Жердин молчал. Знал, что Добрынин сейчас заговорит. И тот заговорил. Мы несем ответственность не только перед командованием, но и перед бойцами. Перед собственной совестью. Подполковник Суровцев замахнул шарф за спину, кашлянул глухо. По-моему, это уже лишний разговор. В голосе, в словах были и несогласие с командующим, и осуждение, и готовность подчиниться. Жердин так и понял. Иван, сказал он, если мы уцелеем, если уцелеет армия, заберу Григория Ильича начальником штаба к себе. Этим он высказал и понимание обстановки, и готовность разделить участь своих солдат. Он высоко ценил подчиненных, приказал достойно встретить завтрашний день, завтрашний бой и все, что неизбежно произойдет вслед за этим. Командующий не исключал ни чужой, ни собственной гибели. Лишь бы эта гибель не стала бессмысленной, будь твоя только смерть или погибнет вся армия. Генерал Жердин произнес лишь несколько слов, но высказал все. Командир дивизии и начальник штаба молча взяли под козырек. По местам, старший лейтенант Верегин слепо бежал по окопу с пистолетом в руке, на кого-то, на что-то натыкался, его мотало от стены к стене, он падал, вскакивал и опять бежал. По местам, немецкие самолеты только что отбомбились, в окопах стоял тротиловый смрад, трещали, занимались. Огнем бревна разбитого блиндажа, кто-то громко матерился, повторял одно и то же ругательство. По местам, осипло звал Верегин и не слышал своего голоса. Другие тоже не слышали. Но все, кто оставался жив, знали, что сейчас немцы пойдут. Солдаты вылезали, карабкались из-под обломков, привычно передергивали затворы винтовок. Артиллеристы хватали ящики со снарядами. Над мертвой землей, в рытвинах и трещинах которой ползали, копошились живые люди, разливался синий рассвет. Однако никто, ни один человек в 313-м полку не видел этого. Ни один человек в дивизии. Низко-низко стелился едучий дым. Слышался рокот моторов. Все ближе, гуще. По танкам противника, бронебойным. Старший лейтенант Верегин увидел вдруг небо и звезду. Вчерашнюю звезду. Сейчас она сделалась бледной, почти незаметной. А пройдет немного, и совсем ее не станет. Как раз тогда, когда не станет и его Андрея Верегина. Ни Мишки Грехова не станет, ни младшего лейтенанта Огоркова. Может, никого не станет. Ни подполковника Крутого, ни командира дивизии. Вон идут, вон. Немецкие танки наступали широким фронтом, переваливались на рытвинах, пропадали и снова появлялись. Все ближе, ближе. Один шел на него, старшего лейтенанта Верегина. Мишка Грехов лежал за пулеметом, широко раскинув ноги, шевелил губами, и Андрею показалось, то ли считает, то ли прощается. И тут же отчетливо, ясно услышал привычную ругань. Сейчас она ничего не выражала. Ни в душе, ни в мыслях Мишки не было слов, кроме короткого боевого приказа. Этот приказ был равносилен слову «умри», но ни старший лейтенант Верегин, ни Мишка Грехов, ни Огроков, ни даже тот, кто отдал этот приказ и сейчас стоял у стереотрубы. Генерал-лейтенант Джордин не боялись смерти. Потому что вся война – смерть. Неизвестно только, кого она возьмет, а кого пощадит. На войне главное – одолеть смерть, пусть даже ценой жизни. Сегодня они это сделают. По серой земле шли, гудели серые танки, редко отлетали от них, мгновенно таяли дымки пушечных выстрелов, разнобойно плескали пулеметные очереди. Гул моторов наваливал, нарастал, и уж было слышно, как захлебывались железным говором траки. Глава 9. Земля и небо сделались черными. Время остановилось. В перемешку с мертвыми солдаты сидели в полузасыпанных окопах, оглохшие, израненные. Ни в одном из них нельзя было угадать того, кто поднялся в наступлении полторы недели назад. Мишка Грехов стрелял и стрелял. Он уже давно перестал чувствовать железную дрожь пулемета. Это был даже не пулемет, а его руки. Он не знал, не чувствовал, где руки и где пулемет. Когда немцы пропадали, он сползал на дно окопа и то ли сразу засыпал, то ли просто лишался остатков сил. Не знал, сколько проходило времени, но его толкали, трясли. Мишка видел чужие страшные глаза и распяленный рот. Мишка не слышал голоса, но понимал, что это ротный, старший лейтенант Верегин. Значит, надо стрелять. У него не было ни страха, ни злобы, ничего. Оставалось сознание, что на него надеются, что это от него зависит, как обернется война. Живы ли будут мать и сестренка Любка. Старший лейтенант Верегин в последние часы уже никем не командовал. Минутами казалось, что во всей роте остались только он, да Мишка Грехов с пулеметом, да противотанковая пушка. Ее должны были давно раздавить, потому что раза три прямо через нее проходили немецкие танки. Она замолкала, но вдруг начинала снова стрелять, и старший лейтенант Верегин, который уже не способен был ни волноваться, ни тужить, ни радоваться, отмечал. Живы. Потом увидел возле пушки двоих, младшего лейтенанта Огаркова и шофера Коблова. Огарков сидел в ровике для снарядов и бинтовал колено, а Коблов поднялся и подошел. Ноги в больших сапогах поставил широко, рука, под козырек. Стал докладывать, Верегин плохо разбирал слова, но понял, что снарядов больше нет, стрелять нечем. Редко падали, рвались немецкие мины, над окопами, над воронками расползался дым, сделалось почти совсем темно. Однако темно сделалось не от дыма, кончился день, накрыло ночь. Немецкие танки, а за ними пехота ушли далеко вперед. Им было не до того, чтобы убивать неубитых русских. Старший лейтенант Верегин знал это. Понимал, что хорошего ждать нечего. Вспомнил вдруг, что есть командир батальона и командир полка, есть командир дивизии. А может быть их уже нет и надо что-то решать. Старший лейтенант Верегин знал только то, что видел. Но в этот день, в эти часы даже командующий армией генерал-лейтенант Жердин знал ничуть не больше. Однако на нем лежала неизмеримо большая ответственность. Из восьми дивизий, входивших в состав армии, связь была только с 78-й, потому что штаб ее находился в двухстах метрах от командного пункта армии. Жердин не знал положения других дивизий, но понимал, что сражение проиграно. Главное сейчас заключалось в том, чтобы использовать последний шанс. Стоял, почти касаясь головой бревенчатого наката, смотрел на полковника Добрынина в упор. Я приказываю. Полковник Добрынин, который настаивал на отходе лишь сутки назад, сейчас заколебался. Михаил Григорьевич. У нас работает радиосвязь. В штабе фронта обстановка известна. Может, попытаемся, добьемся? У Жердина брови поползли вверх. Мы ждали. Я надеялся. Но теперь времени нет. Я не намерен дожидаться, когда в штабе фронта прожуют и вздрогнут. Наконец, Жердин снял фуражку. Бросил на стол. Ответственность беру на себя. Пробиваться на Сватова. Головную колонну поведу сам. За последние дни Жердин ссутулился. Еще больше похудел. Сапоги заляпаны грязью. Но перчатки в левой руке, как всегда. И тяжелый, неуступчивый подбородок. Вперед, как всегда. Суровцы вгнулся над картой. В одной руке держала гарок свечи. В другой остро отточенный карандаш тонкой жало неспешно ползала по карте, искала и не находила. Он понимал всю сложность положения и считал, что командующий прав. Надо вырваться из боя, из окружения, сосредоточиться на новом рубеже. Он хотел бы знать, что предпринимает командование фронтом, какого взгляда придерживается Ставка. Но все это хотели бы знать и генерал Жердин, и полковник Добрынин, и старший лейтенант Верегин, и другие. Об этих других не было известно ничего, и Жердин посылал все новых офицеров связи с приказом прорываться. Нельзя сказать, что он решил не дожидаться приказа фронта без внутреннего колебания. Он понимал, какую ответственность берет на себя. Но готов был решительно на все, чтоб только сохранить армию. До 23 часов в полосе 78-й дивизии, вдоль фронта всей армии, на машинах, мотоциклах, пешком сновали связные и посыльные с приказами и распоряжениями. Чаще всего связные попадали не туда, куда их посылали, не находили тех, кого искали. Но все равно передавали приказ командующего, указывали новую полосу обороны, и, хоть многие не достигнут этой полосы и не выйдут из окружения, новая цель, задача вливали в командиров и солдат веру и силы. Армия есть. Командующий приказал. Остальное зависело от каждого человека в отдельности. В 23.00 полковник Добрынин доложил, что 78-я дивизия вышла на исходную для прорыва. Ночь была продымленная и тихая. Артиллерия молчала, самолеты пролетали высоко, а ракеты взметывались кругом очень близко, и нельзя было понять, свои ракеты или чужие. В настороженной непонятности, в кромешной темноте стягивались к месту прорыва раздерганные, обескровленные части. Каждый человек знал, решается его судьба, жить или не жить, и каждый был готов на все. Может, именно поэтому к 23.00 обстановка обрела свою форму и даже подобие стройности. Стало известно количество исправных танков, орудий и снарядов к ним, сколько активных штыков, раненых и больных. И уже все делалось вроде бы само собой. Но само собой ничего не делается. Решение, приказ командующего передали в дивизии, в полки. Приказ дошел до старшего лейтенанта Верегина и Мишки Грехова, до младшего лейтенанта Огаркова и Семена Каблова. И до других дошел. Раненых подбинтовывали, солдаты переобувались, перематывали обмотки. На прорыв. Старший лейтенант Верегин приказал. Грехов, котелок воды. Воды не было. Верегин рассверепел. К немцам ступай, а воды добудь. И Мишка нашел котелок воды и был изумлен, что ротному вода понадобилась, чтобы умыться. А воду он принес и вправду чуток не от немцев. Говор слышал, но еще больше изумился, даже перепугался, когда тот сказал. Умой рожу-то, на прорыв сам командующий поведет. Мишка ахнул. Да ну, в окопах и блиндажах солдаты доделывали свои дела. Они спешили, потому что до прорыва, до смерти, оставался ровно час. В блиндаже командующего армии сверили часы. Какое сегодня число? Спросил Жердин. Голос был неестественно, не нужно громким. Точно командующий подчеркивал трагичность момента. По натуре своей он был человеком прямым, а сейчас, когда армия была отрезана и с каждым часом кольцо окружения становилось все плотнее, не хотел скрывать ничего. Свеча догорела, фитилек плавал в лужице жидкого стеарина. Синеватый огонек чуть виднелся из консервной банки и уж почти не светил. Надеюсь, на осколе станем твердо, сказал Жердин. Никому ни за что не открыл бы сейчас того, что решительно и твердо заявил недавно в Ставке. Сейчас только хотел, чтоб ему поверили. Итак, две красные ракеты, сказал отрубил Жердин и взглянул на часы. По местам две красные ракеты взметнулись разом. Великое множество человеческих глаз вскинулось кверху. Живые светляки словно кровоточили. Сигнал приказывал, но ничего не обещал. Солдаты, которые ждали этих ракет, боялись и надеялись, молча полезли из окопов. Танки, автомашины, тягачи, все, что способно было двигаться, устремилось вперед. В черную ночь генерал Жердин глядел из башенного люка, еще пытался что-то уточнить. Однако уж ничего нельзя было ни поправить, ни изменить. И уж ни от кого ничего не зависело. Все решали обстоятельства, то, что называют военным счастьем. Он верил, что солдаты сделают невозможное, но знал также и то, что ни умения, ни героизм, ни самопожертвования иной раз ничего не могут поправить. Почти так же думал и полковник Добрынин, который вел сводный стрелковый полк. Комиссар Забелин хотел только, чтоб солдаты его видели. Самое время научить, как надо умирать. Подполковник Суровцев всегда видел бой, сражение прежде всего на штабной карте. Ждал первых выстрелов, первых снарядов, а думал о том, как нелегко будет оправиться от Харьковского поражения. Подполковник Крутой вел штурмовой батальон. Он не сомневался. Верил, что прорвутся. Только на осколе держаться будет нечем. А восточнее, Дон. Это уж совсем плохо, Дон. Старший лейтенант Верегин и Мишка Грехов шли в ночь, на прорыв, как на привычную работу. Семенка была встала часа, когда стало известно о прорыве, думал о жене и детишках. Последнее письмо получил месяц назад, но так и не ответил. А дома каждый день ждут почтальона, ждут от него весточку и надеются. А он не писал и не знает, когда напишет. Может, вовсе не напишет. А Волга будет становиться, ломаться, пребывать и убывать. Год пройдет, и еще год, и еще много лет. Образованные люди напишут книги о войне, но в этих книгах ничего не будет сказано про него. Семена Каблова, про Сталинградца Огаркова, с которым они расстреляли ННЧ-5 немецких танков. А других тоже не напишут, потому что про всех написать нельзя и не надо. Он, Семен Каблов, кинул семью, добровольно ушел воевать не для того. Впереди гахнула. Ночь рванулась, шарахнулась в стороны, вверх. Семен Каблов выжал скорость до предела. На прорыв вспышки огня выхватывали, озаряли бегущих людей. Солдаты падали, вскакивали и опять бежали вслед за танками, за машинами. На сыпучие светляки трассирующих пуль, туда, откуда неслась тягучая смерть. Танки били сходу, но выстрелы танковых пушек не были слышны в грохоте немецких батарей. Пехота шла вперед, не видя, не слыша своих командиров. На прорыв. Мишка Грехов ни о чем не думал, не страшился, ему только хотелось добежать, дорваться до немецких траншей. Вдвоем тащили пулемет, бегом и ползком, останавливались и разворачивались. Второй номер что-то кричал Мишке, но тот ничего не слышал. Близко разорвался снаряд. Не было уже ни пулемета, ни второго номера. Солдаты бежали, падали. Мишка тоже упал, обхватил кого-то руками. Горячая вспышка метнулась по земле, мгновенно осветила множество людей, кинула их. Точно слезнула огненным языком. Горели машины, танки, люди. Пожары занимались, вспыхивали все гуще, злее, степь подымалась и падала. Все горело, все ломалось, а люди, ослепленные огнем и яростью, все бежали и бежали в переед. При новой вспышке Грехов угадал полковника Добрынина. Тот бежал с винтовкой наперевес, и Мишка решил, что главное, не отставать. Он был безоружен, но не знал этого. Падал, подымался и опять бежал, только бы не отстать. Потом полковника Добрынина заслонили другие люди. Они то сбивались в огромную толпу, то неведомая сила несла их врозь, и опять, подчиняясь чьей-то воле, солдаты бросались на огненную метель, на ослепительные трассы немецких пулеметов, на сумасшедшие с полохи батарей. Мишка Грехов бежал словно в агонии. Рядом с ним кричали и стреляли. Он тоже кричал, схватил чью-то винтовку и тоже стал стрелять. Потом ссыпались куда-то вниз, там сделалось тесно. Мишка увидел чужие каски, чужие автоматы. Люди сбились в кучу. Мишка слышал вопли, стоны и яростные, ненавидящие кайруши. При вспышке огня Мишка опять увидел полковника Добрынина, без каски, теперь с пистолетом в руке. Увидел страшные глаза комдива, захлебнулся яростью. Бей ей. А потом все осталось позади. Точно бред, точно страшный сон. Там, позади, еще клокотало, а тут, рядом, никто не стрелял, было черно и пусто. Кто-то шел, опираясь на винтовку, стонал, кого-то вели под руки. Мишку спросили, какого полка. Он не ответил. Шел и не знал куда. Точно слепой и ни о чем не думал. Он уже не мог думать. Если б ему сказали, что сейчас в него станут стрелять и убьют, не прибавил бы шагу. Потому что не было сил. Потому что все равно. Шел и час, и два. Потом опустился на землю, головой в конскую гриву. Он и остановился-то потому, что наткнулся на убитую лошадь. И уж не мог ни обойти, ни перешагнуть. Когда очнулся, светало. Возле перевернутой брички в обнимку лежали двое убитых. Мишка постоял над ними, потом растащил, рознил, вынул документы. Одни были завернуты в газетку, другие перевязаны шнурком от ботинка. Мишка положил документы в карман, подобрал автомат, отер ствол рукавом. Диск был пустой. Мишка набил его патронами из чужого подсумка, поискал, пошарил кругом, но съестного не нашел. Из-за бугра показалось солнце. Кругом было ровно и зелено, а в лощине, где трава росла особенно густо, чернел сгоревший немецкий танк. Стороной, бездорожьем громыхала полуторка. Мишка стал махать рукой, но машина не остановилась, и он пошел, надеясь набрести на своих. Артелем будет веселее. Сзади опять начали бить пушки. Михаил услышал рев самолетов, оглянулся и увидел, как они строятся в боевой порядок для бомбежки. Первый, а за ним второй повалились на крыло. Ухнули бомбы, поднялся черный дым, и Мишка удивился, что немцы еще бомбят кого-то. Внезапно ощутил легкость и радость, что жив идет. Ему было сейчас хорошо даже от того, что нестерпимо хотел есть. Туда, где бомбили, пронеслась тройка наших истребителей, и Мишка громко, ликующе засмеялся, словно эти три самолета могли выместить всю его злобу и боль. Мишка остановился, проводил их взглядом, видел, как истребители взмыли выше, сцепились мессерами, закружились. В ту же минуту один задымил, полетел вниз. Эх, Мишка зажмурился, плюнул и длинно выругался. Он не знал, немец упал, свой ли. За эти дни пережил так много страшного, так много видел смертей, что был уверен. Сбили нашего. Надвинул каску на самые глаза, понуро пошел дальше. А куда, не знал. Сзади по-прежнему гудело. Этот гул заходил стороной, удлинялся, и Мишке начало казаться, что немцы опять обходят, теперь уж его одного. Пролетали самолеты, немецкие и свои, не бомбили, не стреляли, словно спешили куда-то по большому важному делу. Мишка перестал глядеть вверх. Ему вдруг сделалось страшно. Сзади бой и в стороне бой, товарищи его стоят, а он идет, не раненый, не больной. Вон убитый, вон убитый. Лежат, сложили головы, а он, Мишка Грехов, живой. Спешит, торопится дальше от фронта. Он видел изрытую землю, сгоревшие машины, разбитые пушки, но не видел ни одного живого человека. Неужто продрал? Остановился. Потом решительно повернул назад. В это время из лощины вылетел мотоцикл, вел его боец с забинтованной головой. Сзади, судя по сапогам и галифе, сидел командир. В коляске, еще, у этого голова висела безжизненно. Рука болталась возле колеса. Командир обернулся к Мишке. Куда? Назад. А где зад и где перед? Мотоцикл подбросило, мотнуло из стороны в сторону, и через минуту он пропал. Ничего не понимая, спотыкаясь, Мишка пошел на восток. Вспомнил, говорили про Сватова. Но где это Сватова, не знал. И что будет там, тоже не знал. Вскоре увидел пятерых бойцов. Трое лежали, а двое стояли на коленях и резали, делили буханку черного хлеба. Мишка с надеждой подумал, что может, и ему дадут. Подошел поближе, окликнул. Эй. Трое вскочили. Двое, что резали хлеб, тоже поднялись. Не торопясь разобрали винтовки. Мишка подумал, не дадут. И еще подумал. Зато не один теперь. И от того, что обрадовался, подошел быстро. Получилось, будто заторопился обличить, схватить с поличным. Не сразу понял, зачем солдаты выстроились. А тот, что оказался с краю, сделал шаг вперед. Рука под козырек, большой, насупленный, с черным каменным лицом. Разрешите доложить. Рядовые 78-й дивизии. Вышли из окружения. Идем на соединение со своей частью. Старший по команде рядовой каблов. Только теперь Мишка понял, что докладывают ему. Потому что на петлицах у него треугольники. Будут приказания, товарищ панком взвода. Вот тебе раз. Мишка вспомнил солдата. Стрелял из пушки по танкам. Кто командир дивизии? Строго спросил Мишка и сам удивился своему голосу. Командир 78-й стрелковой дивизии, полковник Добрынин, и снова спросил. Будут приказания, товарищ панком взвода? Идем на сватого. Начальственно сказал Мишка. Они двинулись гуськом. С Мишкой поравнялся каблов. Тихо спросил. Ты ведь из роты старшего лейтенанта Веригина? И, не дожидаясь ответа, сказал. Дойти бы к ночи до северского донца. Мишка сказал. Дойдем. Каблов покашлял. Надоело. Версту вперед, сто верст, назад. Мишка опять успокоил. Ничего. Мы-то идем, согласился Каблов. А вот что остались в окружении. Сзади погромыхивало. Не ближе, не дальше. Точно немцы попугивали, подгоняли. А в стороне, очень далеко, возник, вырос непонятный шум. Туда девятками летели немецкие бомбардировщики. Когда остановились передохнуть, один из бойцов, глядя вслед юнкерсам, сказал. Похоже, с флангов заходит. Повадился паразит зашхватать. А что ж, сердито засопел другой, он с расчетом воюет. А мы знай, прем на бугая, покель в лоб не саданут. Перед закатом соединились с группой в 30 человек. Солдаты несли на руках раненого артиллерийского капитана. Тот не открывал глаз, не разговаривал, временами легонько стонал. Две косматые лошаденки тащили противотанковую пушку. На подводе везли снаряды. По бокам шли раненые, держались за деревянный короб, шли без всякого строя, не зная куда. Еще утром какой-то майор сказал им, чтобы шли на нижнюю дуванку. А где эта дуванка, никто не знал. Мишка поискал, кому бы доложить. За бричкой шел раненый в голову старшина. Тот махнул рукой. Придется тебе везти. Я, сам видишь, никакой. Мишка ответил. Есть. Остановил людей, построил, разбил на две группы, назначил командиров. Бойцы видели, как неумело он все это делает, но подчинялись безоговорочно. Понимали, кто-то должен командовать. Свернули. Вышли на Большак. Мишка рассудил, что ночью немецких самолетов не будет, пойдут ходка. Когда смерклась, Большак загомонил, ожил, затесно тился. Словно и люди, и машины, и подводы. Все, что могло двигаться. С наступлением темноты ринулось вперед. И, как река в половодии вбирает в себя малые, иногда невидимые ручьи, так и большая торная дорога разбухла, зашумела людскими голосами, загремела колесами. По дороге и по обочине шли танки, тягачи, пушки. Стремительный поток машины людей иногда останавливался, раздавался вширь, дальше ходу не было. Ржали, бились в оглобных кони, кто-то охрипшим, а сатанелым голосом грозился расстрелять негодяя. Кто-то бежал вдоль запруженной дороги, звал майора Виденеева. Майор Виденеев. Где майор Виденеев? А впереди тронулись, опять загремели колеса, и майор Виденеев сделался ненужным. Мишка Грехов радовался, что теперь не одинок, теперь вместе со всеми. Но брала досада. Столько войск, такая сила отступает. Чай, немец не железный, валится на землю как миленький. Надуться бы еще немного. Мишка досадовал, мысленно начинал искать виноватого, что отступают, что все получается нескладно. Досадовал, злился, что какой-то немец гонит, все гонят его, Мишку Грехова. Разве мало навалял он этих фрицев, а во сколько? Да и каждый боец и командиры. Что, плохие командиры? Да таких, как старший лейтенант Верегин, у Гитлера ни одного нет. А полковник Добрынин, командующий армией, генерал в окопах на плацдарме. Однако виноватый, по его мнению, был. Как же, войну встретили в драных штанах, теперь латай на бегу. Мишка шагал в тесном изломанном строю и, кого-то сердито оправдывая, думал. Ничего, за латаем. Шли всю ночь, без привала. Два раза немцы вешали фонари, однако не стреляли и не бомбили. Должно быть разведка. Когда стало светать, Мишка заметил, что на дороге сделалось просторнее. Увидел, что машина и пехотные колонны сворачивают на проселки. Мишка решил идти прямо. На восходе солнца вошли в деревню. В ней уцелели только три избы. Досилостная башня. Мертво торчали печные трубы. Пахло дымом, золой, перегорелым кирпичом. Тоскливо и длинно выла собака. Голосила, на взрыд плакала женщина. У колодца стоял седой тощий старик в изорванных портках распояской. Черпал и черпал воду. Лил в деревянную колоду. Пейте, ребятушки, пейте, повторял он шепотом и глядел перед собой линялыми глазами. Солдаты пили, садились тут же. Многие засыпали. Артиллерийский капитан умер, не приходя в сознание. Семен Коблов, а с ним еще двое, стали копать могилу. Старик сказал. Возле школы поглядите, возле школы. Никакой школы уже не было, а старик повторял. Возле школы. И солдаты, что были потверже, пошли. На земле, на припорошенной пеплом траве, лежали убитые. Их было много. Деревенские женщины, старые и совсем еще молодые, детишки и старики. И только один, не старый, мужчина в белой окровавленной рубашке, в брезентовых полуботинках. Убитые лежали тесным рядком, словно прижимались друг к другу, словно и после смерти хотели остаться односельчанами, добрыми соседями. Лежала девочка с голубыми тряпочками в косичках. Младенец, у которого было разбито личико, вцепился в шею матери. А у матери волосы слиплись, ссохлись от крови, глаз не видно. Кучей угольев дымили, выла собака, а солдаты шли через пепелище, мимо убитых обессиленно и понура. Многие воротили головы назад, потом поправляли на плечи винтовку, шагали дальше. Может, их семьи лежат вот так же. Солдаты шли и шли. Мишка Грехов шел и Семен Коблов, и старший лейтенант Верегин, и младший лейтенант Огорков, и Жердин остался жив, и полковник Добрынин. Но не все солдаты знали о своих командирах, а те в свою очередь думали в тот день, как много потеряли, что потери невосполнимы. Однако многие из тех, на кого успели накинуть плат вечной славы, шагали по дорогам и бездорожно, кое-где натыкались на разведку, на вражеские передовые отряды занимали круговую оборону, отбивались и опять шли день за днем, день за днем. Не знали, да и не могли знать, что немецкая 6-я армия наступала на Острогожск, что появилось воронежское направление, что создалась угроза выхода противника к Дону. Мишка Грехов вел все тех же бойцов и знал только, что доведет, не позволит разойтись, разбрестись, будут еще воевать и погонят фрица. Сейчас он вел свой отряд на мостки, но подлетел на легковушки какой-то майор и сказал, что в мостках видели немцев. За последние две недели Мишка научился никому не верить и сказал, что поведет бойцов все-таки на мостки и что, если встретит противника, примут бой. Майор уехал, а боец, который все дни кого-то ругал, заявил, что не пойдет на мостки, что идти надо южнее. Нынче утром местный житель сказал ему, будто под новой Астраханью много наших войск, там роют окопы и готовятся дать немцам большое сражение. Мишка сказал, пойдешь вместе со всеми, а вот не пойду. Тебе майор объяснил русским языком, куда все, туда и ты пойдешь. Мишка оглядел колонну, негромко скомандовал, подравняйся. Боец решил, вы как хотите, а я, как знаю. Поправил на плечи винтовку и пошел назад, крикнул Мишка. Боец не оглянулся, назад стрелять буду. Боец обернулся, погрозил кулаком. Я те стрельну, зараза. Мишка вскинул автомат и дал короткую очередь. Велел каблову забрать у бойца винтовку и документы. Пошел впереди колонны, по-стариковски сутула, думая, что, если не осудят его, не расстреляют, никогда не забудет этого бойца. Эту очередь в строю заговорили. Жалко. Пропал человек, не запонюх табаку. Оно понятно. Жалко. Но если пойдем всяк по себе, немец в раз приберет нас к рукам. Мишке не хотелось, чтоб толковали. Вот образуются все, тогда он сам доложит. И рядите тогда, и судите. Шагнул в сторону, зыкнул сквозь зубы. РР разговоры. А через час случилось то, что Мишка Грехов видел в коротких тревожных снах. К болотистой речушке валили так густо и тесно. Людей, машин, подвод было так много, что, если допустить, деревянный мост не выдержит, рухнет. На ближнем конце моста, поперек, стоял грузовик. В кузове трое автоматчиков и командир. Он взмахивал пистолетом, надувал на шее толстые жилы. Назад. Приказ командующего. Назад. На петлицах шпалы. Мишка увидел начищенные до блеска сапоги и пшеничные волосы. Верегин. Капитан. Приказал своим оставаться в строю, а сам начал пробиваться к мосту. И точно так же, как Верегин, приказывал, требовал. Назад. Приказ командующего. На подножке грузовика стоял тучный, краснолицый подполковник. Тянулся кверху, тряс бумагой. Предписание штаба фронта. Назад. Кричал Верегин. Мишка протиснулся наконец к машине, ближе к Верегину. Товарищ капитан, привел в ваше распоряжение взвод с двумя пулеметами и пушкой. 76 миллиметров. Верегин не удивился, точно ждал появления своего помком взвода. Грехов. Отмахнул пистолетом, словно отрезал всех от берега. Очистить подходы к мосту. Мишка почувствовал, как застряло в груди от радости. Понял, что Харьковская кончилась.